Вячеслав Котляров 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 Скажу, что те, кто изучал мои ролики и знает, какие схемы я предлагаю того места, где мы живем, на своих схемах с легкостью покажу полет МКС. Даже в том видеоряде, который мне удалось увидеть, движение МКС не противоречит моим схемам. МКС идет по кругу. Что данным роликом мы хотим понять? Действительно ли это съемки из космоса? Либо это качественный макет шарообразной планеты, который выдают нам за реальные съемки? Технологии настолько сейчас высокие, что иногда поражаюсь с таких примитивных съемок. Насколько мне известно, существуют фотофильтры и зачем камеру использовать в классическом варианте. Вот часто встречается в подобных съемках, что в объектив начинает светить солнце. И мозги астронавтов и космонавтов устроены таким образом, что, наверное, лучше клещней закрыть объектив камеры, чтобы туда солнце не светило, нежели взять, поставить на эту камеру какой-нибудь фотофильтр, который позволит снимать качественно. Но, видно, клещня надежнее. Вот и получается следующее. Если это действительно реальный полет и реальная видеосъемка с определенной высоты, то почему в кадре никогда невозможно увидеть полностью беспрерывную трансляцию очертания материков? Всегда только фрагментами. Я наблюдал на многих видео, как движется МКС. Значит, по классической схеме он должен двигаться, насколько мы видим, с запада на восток. Поэтому и солнце часто у них попадает в объектив. Но иногда я находил кадры, где МКС движется с востока на запад. Возможно, кто-то скажет, что это зеркальная трансляция. При зеркальной трансляции, опять же, положение МКС и полет визуально меняется, но направление его движения остается в том же ключе. И вот мы подходим к самому интересному моменту в моем ролике. Да, нарисовать с помощью компьютерной графики можно все что угодно. Но всемогущие художники и программисты не смогут нанести на земной шар движение самолетов. Самолетов кишмя кишит. И если мы видим такое детальное разрешение полуострова Калифорния, то обязательно в кадр должны попасть самолеты. И не один. И химтрейловые линии, и конденсационный след. Его принято называть инверсионный. Этими, так называемыми, ракетными следами поверхность этого шарика была бы, как говорится, в клеточку. Все было испещрено этими следами. Но мы их не видим и не увидим. Поэтому подобная съемка является фейковой. Самолетов в огромном количестве мы не видим. Не видим следов от этих самолетов. И на финал ролика я хотел бы, уважаемый слушатель и зритель, в частности, я обращаюсь к своим постоянным уважаемым слушателям и зрителям, так как они в теме, продемонстрировать хочу движение МКС по своим схемам. Возможно, кто-то скажет, но если это фейковый полет, и смысла тогда нету это все демонстрировать. Нет, действительно, на орбите, где-то там высоко, точная высота пока нам неизвестна, находится какой-то объект. Естественно, этот объект не несет на своем борту астронавтов и космонавтов. Скорее всего, он радиоуправляемый с Земли. И жители тех или иных районов, того места, где мы живем, могут зафиксировать движение, назовем условно, этой станции. И вот, где это движение может попадать в кадр, я вам сейчас продемонстрирую. Изучая данную береговую линию, я примерял на существующую карту, где это может быть. Предположительно, это Канада. То есть, как происходит движение МКС. Это в упрощенной форме, приблизительно на пальцах. Куть начинается, условно назовем, недалеко от европейского полуострова. Пролетает так называемый МКС через так называемый Индийский океан. В очень большом количестве мы в кадре видим всегда водную гладь. Справа немножко цепляет Австралию. Кто смотрел мои ролики, знает, что такое Австралия. Достигает берегов юго-восточного побережья Азии, а по современным меркам Северной Америки. Делает разворот по кругу на запад. Пролетает вдоль Арктики. Снова сделает разворот в направлении Европы, чтобы снова вернуться на исходную позицию. Итог. Современные технологии позволяют, со слов официальной науки, даже зафиксировать номера автомобилей со спутников из глубин далекого космоса. Почему в камеру не попадает ни один из многочисленных самолетов, которые курсируют круглосуточно в нашем воздушном пространстве? Ну, я не верю, что люди могут быть настолько идиотами. Спасибо, уважаемые слушатели и зрители, что по сей день слушаете меня, слышите меня. Очень вам благодарен. Добра вам. И до новых встреч в прямом эфире. Быть добру. Пока-пока. Так, ну, даже не знаю, зарядить ли. Просто для старичков будет немножко скучновато поначалу, возможно. Что я планирую сейчас сделать. Значит, кто не в курсе, кто-то подключился. Тимур на пять площадок интернета ретранслирует. Наш эфир. Я не верю, что это лафа будет долго продолжаться. Возможно, оккупанты перекроют кислород. Вот. Возможно. Пока есть такая возможность, попробуем кое-что сделать. Просмотры немножко поправлю. А то как-то нехорошо. Старайся, старайся. YouTube не дает вещать во всеуслышание. Ну, попробуем там, если получится. Посмотрим, что дальше будет. А ваш Николай Н. говорил, что наша ячейка 15 километров вроде. Давайте вот, я сейчас буду говорить медленно. А ну, вот скажите, вам нужна информация высшего порядка? Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 16 часов 11 минут. 20.08.19 год. В данном ролике мы выясним, что же на самом деле представляют из себя кометы и метеориты. Пройдемся по архитектуре древних предыдущих цивилизаций. А также убедимся, благодаря старым картам, что схемы, которые я предлагаю вашему вниманию, практически в каждом ролике имеют место быть. Другими словами, старые карты визуально показывают истинное положение вещей. Приятного просмотра. Вот смотрите, как рабочий материал составляется. То есть, чтобы в кадре что-то показать, надо постоянно сидеть и что-то комбинировать. Иногда готовых скриншотов в интернете нету, поэтому готовые скриншоты нужно создавать самому. Огромное спасибо каналу Германикус. Не знаю, как человека зовут, который живет в Германии, что дал мне ссылку на одну карту. Правда, полную версию в огромном разрешении мне сейчас трудно найти. Может, сейчас я вот скину. Как бы на латынице я нашел, да. Я тоже ей когда-то значение не придавал, но действительно, если карту разбирать, вот даже вот этот квадратик вверху, на который фиг кто обратит внимание, да. Купола в России кроют корытами, чтобы реже вспоминали о нем. А мы все пробираемся к радуге и просим у воды прощения небес. А черти, знай, мутят воду в Момоте, значит и ангелы где-то здесь. Вообще, архитектура той недавней цивилизации, это, наверное, подобие, наверное, современного Востока. Потому что, если мы с вами даже классические купола, церквей начинаем рассматривать на территории современного постсоветского пространства, то, по сути, сам купол от восточного купола, вот этот, он визуально ничем не отличается. Если бы, допустим, на Красной площади в свое время не раскрасили собор Василия Блаженного в радужные оттенки, то он мог бы дико напоминать восточную архитектуру. И, не знаю, легенда или это правда, что, вот, допустим, впервые от Хеневича услышал, что 60 лет собор был на профилактике, внутри отбивали свастические символы. Я думаю, там, если действительно что-то отбивали, то не только свастические символы, а вот эту пресловутую восточную мозаику а-ля Самарканд. Самарканд. Я не удивлюсь, что на территории современной Красной площади могло находиться вот такое здание, ну, или около того, так как купола приблизительно на глаз одинаковые. Ну, и плюс церкви очень похожи на то, что это все-таки техногенные конструкции, скорее всего, там еще внутри отбивали все техническое оснащение, да, которое там отвечало за, ну, скажем так, в упрощенной форме за электричество. Ну, и не мной подмечено другими исследователями, что вот эти башни очень сильно напоминают наши вот эти башни, которые сейчас вот в городах, да, и то ли дым оттуда шел, то ли вот стоит какой-нибудь завод огромный, и вот эти башни и у нас сейчас есть. Какую роль они выполняли, ну, трудно сказать. Это, к сожалению, пока все на предположениях строится. Но то, что они имели исключительно техногенное, а никак не религиозное направленность, это однозначно. Сейчас я вот скину ссылку, просто мне пришлось сделать скриншот из ролика канал iSpeak. И вот на что, как бы, обращают внимание, как Америка с Россией граничит. Ну, кто-то скажет, Вячеслав, ты нам показываешь самый классический... Самый классический вариант Берингового пролива. И, тем не менее, они визуально очень разнятся между собой. И, кто скажет, ну, древние мореплаватели не умели рисовать. Америка. Ну, если мы сравним с современными картами, то ничего общего нету. Я задаю вопрос, а где Камчатка? Ну, альтернативщики скажут, рисовать не умели, да, ну и по топам ее туда притопило, потом вода отошла, и Камчатка появилась. Ну, а может быть, она и появилась бы, если бы ей хотя бы место где-то тут было бы. Кстати, интересно, они написали букву А. Может, действительно на латыни Я имела вот такое словосочетание, писалось Я, А и Е, что напоминает нашу современную Я, Асия, да? Ну, я сейчас не буду эту карту разбирать. Почему Украина называется Крымья? Понимаете, в старые времена, оказывается, вся территория Украины называлась Крым. Вот так вот. Хотя это полная глупость, если мы будем изучать все карты даже одного периода, там постоянно будут разные названия. Ну, как вариант, что в каждой стране мира в одной и той же территории разные могут быть названия, да? Когда там Крымский расплакался, говорит, вот Германия называется Алимания. Ну, если бы он нашел бы украинские карты, он бы прочитал, что Германия называется Неметчина. Отсюда и жители постсоветского пространства называют жителями немцев, используя как бы украинский вариант подачи названия страны, следовательно, на Неметчине живут немцы. Слав, на Неметчине живут... А во Франции... Это, так сказать, реальности наших дней суровых. О, Маринка, бачу, сейчас прохожу по ссылке. Помните, советский фильм был, место встречи изменить нельзя, и там Зиновий Герд играл этого старичка, который про Эру Милосердия рассказывал. Смотрите, сколько лет прошло, а Эра Милосердия так не наступила, который Вайнера писали. Представляете, сколько времени прошло, а фундаментально ничего не изменилось. Мы живем в паразитическом обществе, каждый паразитирует друг на друге. Кто-то больше, кто-то меньше. Социальные отношения, они все выстроены на торгово-рыночном уровне. Ты мне, я тебе. Есть редкие люди, близкие соседи, может быть, где-то. Ну и то, это не Москва, не Питер, это не крупные города. Это где-то в маленьких поселках, там, в деревнях. Они как-то еще держатся друг за друга. А так, то, к чему стремилось общество, то состояние общества, к которому был посыл, так сказать, он не реализован. Люди очень обособлены, и каждый сам по себе. Ну так наступит когда-нибудь, Эра Милосердия, как ты думаешь, Вячеслав? Локально, да. В оккупации, вот маленькие вот такие каминные эфиры, вот на них может быть незатяжной полет Эры Милосердия. Потом мы все расходимся по своей жизни, и рушится наш хрустальный замок песочный. А глобально будет. Знаете, почему будет? Ну, не при нашей жизни, наших скафандров, потому что, чтобы паразитам, любому паразиту на чем-то жить, ему нужно на чем-то жить. В противном случае погибает тело, и паразит вместе с телом погибает. поэтому через какой-то промежуток времени вселенская матрица разожмет свои тиски на горле человеческого рода, даст нам снова развиться, превратить эту планету в сад, где им будет править мир и любовь, чтобы потом очередной раз, когда уже мы все построили, мы уже все создали, мы развились, снова придут они, и небесная аса будет продолжаться в вечность. Навсегда, наверное, невозможно, чтобы что-то жило, что-то должно умирать. корова убивает траву, дает нам, да, жизнь, в смысле, дает себе жизнь. Мы убиваем корову, даем себе жизнь. Потом, когда кафандр погибает, тоже мухам даем жизнь. Мухи – это высшая цепочка цивилизаций. Но выше только пауки, которые мух поглощают. Поэтому единственное, что мы можем только изменить отношение к тому миру, в котором мы живем. Это ежесуточная должна быть работа мозга, душа должна трудиться и день и ночь, и день и ночь. Ума зрительно ставить себя в положение или ситуацию в какой-либо конкретный, вот ты какой-то конкретный человек не находился, и сейчас ты по сравнению с той ситуацией в шоколаде, и успокаивать так себя. То есть надеяться на лучшее, а настраиваться на худшее. Либо если, ну, не может такого быть, чтобы у всех все идеально было, без сучка и задоринки. Хотя, может, и есть такие уникумы, у которых все было без беспотыканий. Ну, тогда уже берите чужой опыт. Смотрите, как люди в Африке без воды погибают. Значит, тут два варианта. Здесь либо изображено так, как выглянула центральная часть гипербореи до катаклизмов. Почему я думаю, что это гиперборея? Как бы той гипербореи, которую нам дают возможность увидеть. Гиперборея, да. гипербореи. Четыре рукава реки. Сейчас будем сравнивать. Вообще, лучше, конечно, не за кадром это все делать, а все на записи, при этом мне комментировать. Если же я делаю это все за кадром, менее эффективно для принятия этой информации, которую я озвучу. Значит, я предполагаю, что в центре, на этой карте, которую я только что показывал, изображена гиперборея. Почему? Четыре рукава реки. Глубока река, вброд не перейти. А что там дальше? Не помню слово. Вода река, глубже не найти. Вот, вот рукава рек. Я не настаиваю, что это и есть гиперборея. Кстати, те, кто знают английский язык или латынь, приобщайтесь. Сейчас будем пытаться перевести название этого континента. Что здесь написано, я не знаю. Тем более, что здесь используется буква Ижица. Четок ошибся, не буква Ижица, а буква Ижа. Ну, кто-то скажет, слава, здесь написано Азия. Может быть, а может быть, название приписали значительно позже. То есть, понимаете, для существующих карт давали определенные названия. Ставочка при монтаже, как обычно. После совместных долгих изучений выяснилось, что все-таки это центр. Ну, можно сказать, столица, да. Вот. Поэтому, что мы теперь знаем? Знаем, что в книге к центру земли имеется в виду не под землю, не в недра земли, а к центру земли. Это, кстати, тождественная ситуация и с произведением Дымчатый Бог. Когда аудитория слышит во внутрь земли, почему-то подразумевает под землю. А во внутрь, внутренние земли, это в центре. Ну, и с Тором тоже разобрались. Отсюда и Торт. Вот. Масонская схема. Ну, и достоверная схема. То есть акватор, акватория. Эта территория зовется акватория. Аквавода, Тор, круг. Круг воды. На старых картах, в принципе, так и писали. Акватория или акватор. Ну, то, что я вам показал, мне кажется, что лучше все-таки, вернее, не лучше. Предположительно, все-таки, есть большая вероятность, что это и есть Гиперборея, а не Азия. Это я поближе увеличить. А и вот Александрийский маяк. Ну, возможно. Возможно. Слав, что скажешь про метеориты и кометы? Ну, кометы, это, скорее всего, инопланетный транспорт, у которого из сопла что-то вылетает. Плюс метеориты и кометы, могут служить отходами жизнедеятельности других цивилизаций, так как не все космические корабли класса Луны оснащены исключительно только роботами. Ставочка при монтаже, а то предвижу большое количество комментариев под роликом с вопросами Вячеслав, в недрах Луны роботы живут? Ну, преимущественно, в большом процентном соотношении робототехника, но при этом есть и органика, и биологические формы жизни в тех или иных процентных соотношениях. Бывают цивилизации, где живут существа, которым нужно питаться и производить дефекацию, а их туалеты заполнены до отказа, прессуется, влага там испаряется и дефекация прессуется в булыжник. И, как мы не жалеем муравьем, проезжая в поезде, нажимаем на смывной бачок, на муравьев, жуков летят всякие метеориты в виде наших испражнений. Точно так же и из огромного космического корабля могут скидывать какую-нибудь покажку. Вот. Возможно, они ее поджигают, чтобы она не сильно нам по маковке ударила. Потому что за все время падения метеоритов, а их официально в пустыне собрано огромное количество, я задаю вопрос, а почему эти метеориты так избирательно падают? Почему истории неизвестно, ну, если мы не считать ядерного обстрела, чтобы вот за последние 70 лет метеорит упал на какой-то город? почему он всегда падает в пустыне? Плюс ко всему можете серьезно не относиться, что они сбрасывают они могут сбрасывать вообще любой продукт. Где-то что-то накопали, пока летят из этого чего-то в какой-нибудь соте, да, ковшом зачерпнули, погрузили в отсек, из этого всего добивают то, что нужно, там, не знаю, воду, минералы, а жмых, которые уже, как бы, отработка отхода производства, это просто сбрасывается. А так как мы представители для пролетающих ниже по уровню развития, чем муравьи, они себе это могут позволить сделать. Если бы они подобное сделали в другой соте, где оккупационного режима нету, они бы были бы сбиты тут же. Такого они не позволяют в высокоорганизованных ячейках делать. С трудом разбираю этот транскрит. Диан пишет, вселенная плоская. Диан пишет, и мы находимся в центре вселенной, и на нашей поверхности слои. Был у нас хороший кришнаит Валентин, я ему уже показал, почему кришнаиды и другие исследователи думают, что здесь вселенная плоская. Мы с вами настолько микроскопичны для нашей планеты, что если даже мы возьмем один слой нашей планеты, мы можем его по праву называть вселенной. Вот ее плоскость, а как мы все знаем на древневедическом языке, слой называется шар, то есть планета наша шарообразная. Слой, ну как бы у нас же речь заменили, подмена понятий произошла или произошла. Следовательно, вот такой блин, на котором находится огромное количество сот, конечно, может иметь протяжение, как пишет Диан, световых лет, но никто не знает, что такое световые годы. Мне кажется, яджины это самая правильная вселенская мера перемещения. предположительно, это расстояние обусловлено не самой протяженностью вселенной, а вычисляется, сколько космический аппарат может пролететь энергии, сколько у него хватит. Ну, так, прыжок сделать, да, там, как они там любят называть, парсеки, да, скачок. Ну, это я все предполагаю, то есть, я имею ввиду, что яджины это нереальная длина, по той простой причине, что невозможно делать замеры Земли в каждой соте, потому что в каждой соте может меняться ландшафт. Максим, Вячеслав, что ты думаешь по поводу Авроры и Зевса? Я слышал это давно, еще мы в ролике Сергея Тарасова сотовая земля. Вот наш ролик совместный 16-го года. Не знаю, на каком фрагменте Сережа говорит, что наша похода создается искусственными агрегатами, формируются там облака, воздух, названия у них может быть много. Ну, судя по тому, помните, я когда-то в эфире показывал один ролик. Кстати, этот канал будет очень удобен для новичков. Дело в том, что здесь, на этом канале он был изначально создан как больше развлекательный либо юмористический, да? Просто здесь есть ролики, которым сто лет в обед. У этого ролика вообще официальная датировка, где-то вообще 16-й год, где флаги мира я рассказываю. Так вот, возвращаясь к теме облаков, если мы с вами смотрим вот этот фрагмент в ролике и при монтаже я использовал скорость по-моему, по-моему, даже не х4, а х8. То есть, обратите внимание, идет огромная скорость записи, идет огромный порыв ветра, облака при этом остаются на месте. Если мы с вами видим, что облака остаются на месте, не может ли это являться техногенным устройством? Объясните мне, человеку очень далекому от официальной науки, каким образом парообразная жидкость собрана в огромные водные массивы при порыве ветра в течение нескольких часов остаются на месте и не уносятся вдаль, как облака белокрылые лошадки. Артем Иванов пишет, а ваш Николай Н. говорил, что наша ячейка 15 км вроде. Давайте вот, я сейчас буду говорить медленно, скажите, вам нужна информация высшего порядка? Причем, учитывая то, что я ее уже озвучивал, это зародыш человека под микроскопом в первых хрониках говорил, что наша планета это живой организм, она имеет свойство расти. То есть, миллионы, миллиарды лет назад она была наша, допустим, сота, вот в чем спрашивают, а Николай говорил, 15 км, что вы думаете, он ошибся? Миллиарды, миллиарды лет назад, действительно, допустим, размер соты был с севера на юг, к примеру, 15 км. но, то место, где мы живем, это живой организм, который растет и через несколько миллионов лет наша сота начинает увеличиваться в размерах, следовательно, протяженность ее уже может быть не 15 километров, а 150 миллионов километров. в данном случае большое, мало, мало, большом. Мы появляемся вот так в этот мир и мы в миниатюрной копии видим появление нашей земли. Ну, вы помните, я миллион раз говорил свою любимую поговорку, чтобы узнать устройство того места, где мы живем, вам не нужно брать телескоп, вам нужно брать микроскоп, нам нужно брать микроскоп. Что вверху, то и внизу. Большое, мало, мало и большом. Чтобы понять, как наш мир устроен, рассматривайте наш мир в микроскоп. Вот, поэтому, видите, местные жители, они уверены, что могут понять Божий промысел. Мы даже самое простое не можем понять. Зачем нам узнавать, из чего купол сделан? Смотрите, нас окружает огромное количество городов предыдущей античной цивилизации. Я сегодня занимался тем, что собирал материал к новому ролику и изучал храмы. Некоторые храмы это вынос мозга. Как можно было людям, которые, как говорится, лаптями щихли, балев, создавать такое умопомрачительное великолепие таких размеров. Помните, я вчера в эфире говорил, что город-звезда это фундамент. Вот здесь хорошо это показано, но здесь, конечно, еще вопрос, может, на этом фундаменте было нечто другое, хотя, наверное, это же и было. То есть, когда цивилизация погибла, те, кто еще носители этих технологий, они создавали для себя маленькие бастиончики. Причем, они, эти бастиончики маленькие, они старались создавать очень высоко в горах, потому что здесь бегали людишки, которые кричали, а где доказательства, доказательства, где? Так, ну это просто рисунок, компьютерная графика, хотя еще под вопросом в Праге нечто подобное сооружение есть. Ну вот, вот, вообще шикарно, да? Вот скажите мне, кто знаком со стройкой, расскажите мне, как можно было на вот таком кусочке земли построить это. Ну, любой строитель, понимает, что мы сейчас такое не сможем сделать. Ну, если и сможем, на это уйдет не одно десятилетие, а эти дворцы создавались за месяцы. То есть, когда у хозяев той территории забрали жилище после бомбежек, они начали себе строить маленькие вот такие замки и старались их делать в недосягаемой близости, в недосягаемых районах для не только людей, которые тут бегали и тут жили человекоеды, всякие существа ужасного вида, которые исключительно чем занимались, тем, что нами питались. вот я вот сейчас покажу, допустим, памятник, да, ну, это кто-то скажет, что это фантазия художника, а я, допустим, знаю сто процентов, что такие существа здесь жили, и они и сейчас живут на близлежащих сотах, то есть, обратите внимание на женщину, которые не только, как говорится, крылья, да, но и обратите внимание, какие ноги, то есть, это реальные существа, которые здесь жили. К новому ролику собираю видеоряд, надеюсь, я его доделаю, может, озвучивать не буду, но просто видеорядом пущу, если еще его доделаю. Сегодня утром сидел, ковырялся. Какую я перед собой цель поставил? Найти храмы, вот, обратите внимание на экран, я специально, ну, как бы, уже заготовку показываю. Справа мы видим то, что храм находится на постсоветском пространстве, а слева мы видим так называемой Индии. Разница лишь в том, что если индийский храм, грубо говоря, золотом бить, будет почти тождественно. Ну, кто-то придерется, скажет, смотри, тут нижняя часть архитектуры принципиально разная, но у меня упор на купола идет, а не на архитектуру. На самом деле, куполов очень много, я сегодня полутора лопатил, но, к сожалению, только нашел такой подходящий. Почему именно такой подходящий, а не какой-либо другой? Потому что они визуально, вот эти два купола, или вот, видите, башенки, они очень тождественные, кому не трудно, если есть возможность, а куда кидать ссылки, в Дискорд, конечно, кидать. Просто я хочу развить эту тему, а звучит эта тема так, на земле нету нашей архитектуры, русичей. На данный момент мне действительно известно только три типа архитектуры, это античная, восточная и индусская. Три архитектуры. Кстати, найдете, если кто-то подскажет, третий тип. Оговорился, не третий тип, а четвертый тип. Если найдете, киньте ссылку, пожалуйста. Которую я, кстати, не заношу. Архитектуру, хотя ее можно заносить, но я ее не буду заносить. В Мексике это полигональная кладка или ихни пирамиды. Пирамиды это как бы не жилые строения, все-таки там не жили. Ну и некоторые вот эти вещи, которые я с куполами нашел, кто-то скажет, это же тоже станции были. Да, были станции. При монтаже делаю вставку, поймал себе на мысли, что по сути жилые здания только у античной архитектуры. Если так брать и рассматривать глобально, тут вопрос даже с восточной индусской архитектуры. Это все техногенные конструкции, станции или что-то в этом духе для добычи энергии. Если, конечно, кто-то найдет ссылки на здания неантичной архитектуры, которым больше 300 лет, я имею ввиду жилые здания, которым больше 300 лет. Это, кстати, очень интересная тема, на самом деле, если так копнуть, то у нас получается только один тип цивилизации жилого характера, а другие все техногенные конструкции. Понимаете, это как бы мексиканские вопросы, они ярко выражены, но можно их, конечно, в ролике затронуть как-то, объяснить, что, да, есть еще и мексиканские, но что такое мексиканские? Дело в том, что я лично отношу и шумерскую технологию, для меня, допустим, шумерский стиль шумеров и мексиканцев, то, что в мексике находится, это, в принципе, дождественные зиккураты, то есть у них все равно есть какой-то общий принцип построения, то есть я имею ввиду, чтобы радикально отличалось, вот допустим, античный стиль и восточная архитектура, это очень огромное отличие, но я все равно поставил задачу купола найти, да, то есть купола, чтобы, наверное, сам себе объяснить, современные церкви постсоветского пространства относятся к восточной культуре, к восточной архитектуре. Еще ставочка при монтаже, если сказать, что притягивается за уши восточная архитектура к церквям постсоветского пространства, то можно с полной уверенностью сказать, что они все равно относятся к античной архитектуре. Хоть круть, хоть верьте. И еще одна ставочка при монтаже, чтобы окончательно не запутать уважаемого слушателя и зрителя, говорю так, на территории постсоветского пространства присутствуют два типа архитектуры, это античная и восточная. Есть еще назовем условно буддийские храмы в духе Китая, то есть если мы пропишем буддийские храмы России, то вы подумайте, что вы попали на территорию визуально Китая, но это 100-150 лет, а нужно более 300, то есть в принципе понятно, два типа архитектуры, а где же наша русичи? Возможно кто-то скажет, что есть еще готический стиль, но я его тоже отношу к античному периоду и считаю, что они в большей степени опять же носили не жилой характер, а техногенный, то есть эти здания опять же служили для добычи энергии по всей видимости. Ну если вот ретивые есть в чате там пропи вот может он же эксперт по всем наукам сможет ли он показать хоть одну русскую архитектуру? Хоть одну? Я сейчас знаю, сейчас будут деревянные избы или деревянные храмы современные. Это я все понаходил. Мне интересует 16 век архитектура русских. Есть такая? Я не нашел. пока все передаю слово. Передам себе слово вставочкой перемонтаже под русскими архитектурами я подразумеваю все исключительно все постсоветское пространство. Ну если хотите Российской империи. То есть кто-то скажет как комментарий был под роликом все сожлись все спалили. Ну по-моему цари Российской империи жили в античной архитектуре насколько мне известно. Все сожли все спалили предлагаю не разбирать так как это не конструктив. Все намного серьезнее и официальные домыслы нас не интересуют. Тут это надо сразу отбрасывать эти побосенки про все сожли все спалили а рассматривать действительно и искать следы как говорится наших предков. Вот 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 и я об этом Вячеслав вчера так сказать не знаю как правильно интервировать и задавая вопросы по поводу его оселлости жизни я хотел поговорить ты берешь если русская архитектура я сидел вот опять же в разговоре со своими шаровтюхами друзьями объясняем разберемся что такое осел раз живет в этом поселке оставшись как я посмотрел ну треть остальные уехали ну по крайней мере даже пускай даже в другую деревню переехали но не живут в именно в этом поселке ну а что говорить про столетие и что говорить про 8-10 детей а что говорить про 26 там или 30 миллионов убивших официально там убитых за какие-то там 4 года да и до этого сколько там было первая мировая там все остальные что такое оседлость где правда архитектура тех кто именно конкретно строил и тот он именно живет и говорит я строил или мой дед это строил и говорю объясняю друзьям да говорю вот смотрите у нас здесь голубково храм есть югоисцы храм есть череменецкий храм не знаю они принципе вот рядом друг от друга в километре говорю почему вокруг вообще все деревянные дома-то деревни вот мужикам делать нечего было чтобы череменецкий монастырь строить на острове дорогу проложить и на острове построить камни затащить построить этот храм им это надо было вот просто груст просто логически вот почему не здесь в поле рядышком зачем надо было дорогу отсыпать на до острова чтобы поставить там храм вставочка при монтаже ну храмы около воды или вода подведенная к храмам возможно это охлаждение назовем в кавычках ядерных реакторов забавная друзья ситуация вырисовывается сейчас мы если поднимем историю каждого современного народа на земле то выясним что в каждом государстве для каждого народа существует столетняя а иногда даже и тысячелетняя история колоссальное количество на земле сейчас официально проживает всевозможных народов племен национальностей как по мне грустная картина вырисовывается все эти народы живут в домах с определенной архитектурой а ведь каждый народ живет по меньшей мере тысячелетия куда куда вот этот самобытный стиль делся неужели в норах жили а потом начали развиваться ужас ведь куда ни глянь мы живем в принципе ведь куда ни глянь мы живем на руинах погибшей цивилизации которая имела один определенный архитектурный стиль типаж определенный да я хотел сказать как бы напомнить иронично про советскую цивилизацию по советской цивилизации пройти значит мы все советские граждане потому что советский союз дал одинаковые типовые дома начиная с хрущевок потом сейчас классические районы в любой город приедь на окраину спальный район и ты будешь как у себя дома одни и те же девятиэтажки шестнадцатиэтажки двенадцатиэтажки все то же самое египтяне я вам доложу уважаемые слушатели и зрители на редкость были предприимчивые люди они умудрялись строить могилы которым официально четыре тысячи лет но не могли построить себе жилье которое хотя бы простояло тысячелетия вот так и жили они в ветхих шалашах в глиняных мазанках но чтобы сказать захоронить своего амператора причем кстати неизвестно сам амператор где жил где дворец амператора неужели он тоже как и простолюдины жили в каком нибудь шалаше ну а могилку уже знатную ему соорудили которая четыре тысячи лет простояла ни дворца не осталось императорского ни домиков простолюдин зато могила стоит не одно тысячелетие так карта шикарная сейчас попробую найти больше разрешения потому что некоторая не читается да часть западной индии америки или перу а вот знаете почему человек знаете есть такой канал германикус вот он мне скинул ссылку ну маленький только фрагмент но мне понимаете фрагменты никогда не устраивают мне пришлось сделать скриншот из ролика чтобы показать то что я вам покажу мне нужна была именно карта и мариночке огромное спасибо полная карта даст нам с вами полную картину но прежде чем мы будем с вами сейчас полную картину рассматривать пришлось сделать такой фрагмент но кстати здесь немножко так понимаю разрешение наверное больше но сейчас поищем карты более с большим разрешением часть западной Индии суть Америка или Перу ну мы знаем что Перу находится на территории Южной Америки но уже если мы с вами рассматриваем вот этот вариант и видим что вот Азия восточное побережье России и виднеется какой-то континент на нем написано Перу то мы с вами возвращаемся к моей схеме разрешение они максимально приближены к реальностям то понимаем что Перу находится в Южной Америке и следовательно карта нам про это говорит но можно придраться вот я возьму и придируюсь а ведь это переводили может нас таким способом хотят обмануть ведь на оригинальной карте написано может быть абсолютно другой смысл на оригинальной карте а нет действительно Перу написано я думал я хотел придраться честно хотел придраться сказать фальсификации но тут действительно написано Перу то есть понимаем что эта карта говорит вот восточное побережье на восточном побережье находится от России Перу смотрим мою схему на востоке от России Находится по моей схеме Перу Конечно Конечно здесь не хватает Участка земли Сейчас какую ничепуху Сделаю Помните я как то в одном из эфиров Сказал говорю ну судя по последним Наработкам получается У нас Две Аляски Одна канадская А другая Саша моя книжь следишь ли ты За моими пакостями Ух Я готов на пакости Ух я готов Так Что ж такое Где пипетка Что мы с вами сейчас сделаем И все на месте остается у нас И Берингов пролив И Аляски у нас По меньшей мере Две Одна канадская другая Аргентинская Сюда аккуратненько Вот уже Япония у нас готовая Вот у нас уже И Сахалинчик Сахалинчик Где Вот у нас и Сахалинчик Уже вырисовывается Поэтому Федор Кунихов Когда переплывал Тихий океан Какую то речку Вонючку переплывал На самом деле Как сказал Денис Берсенев Мы неправильно поняли Сказку про Федорова Кунихова Федоров Кунихов нам намекал Что Тихий океан Переплыть можно Как видите Не очень большой А в старые времена Этот Тихий океан Назывался Тихое море Но вообще Я думаю Что Тихий океан Все таки Вот это наверное Вот Ну а с вами По прежнему Вячеслав Котляров Спасибо Уважаемые Слушатели и зрители Что слышите меня Слушайте меня Всего вам доброго И до новых встреч В прямом эфире Пока пока Здравствуйте Уважаемые Слушатели и зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове 10 часов 21 минута 13.08 19 год В данном ролике Мы с вами Узнаем Каковы же Реальные Границы Того места Где мы живем Также мы С вами Узнаем Какое количество Куполов Над нашей Шарообразной Планетой Да да Вы не ослышались Те кто изучал Календарь Майя Мой ролик Прекрасно Знает Теперь Значение Слова Шарообразный А так же С вами Выясним Кто был На самом деле Кощей Бессмертный Небольшое Отступление Кто был Спаситель Мы уже С вами Знаем По ролику Кто был Спаситель А кто Победитель Теперь Нам предстоит С вами Выяснить Кто был На самом деле Кощей Бессмертный Слава Ты думаешь Какой Примерный Диаметр Сотовой Земли Хорошо Примерно Сейчас Мы найдем Точные Цифры Значит Смотрите Уважаемые Слушатели Зрители 57 секунд Я вырезал Спасибо Уважаемый Леонид Максимович Ваши Знания Должны Служить Роду Человеческому Слева Я показываю Схему Нашей соты Задача Наша Узнать Какое Же Действительно Расстояние Размер Нашей соты Какая Цифра Какая Давайте Послушаем Как ни странно Мы очень удачливы Очень удачливы Что никто из нас Даже Вот люди там ходят Сейчас Что чем-то занимаются Они не знают Как насколько они удачливы В какой момент Они родились И где родились Здесь На земле Да еще не просто На земле Не на Пхумандале На огромном Этом континенте 4 миллиарда Миль 4 миллиарда Миль Протяженностью Всегда в таких Случаях Очень важно Указать Визуально Цифру Если этого не сделать Мозг Нас Не всегда Воспринимает Цифры Ну и счастливые люди Люди И человеки Это я думаю Андрей Мне удалось Ответить На вопрос Какой размер Шсоты Давайте еще раз Как ни странно Мы очень удачливы Очень удачливы Что никто из нас Даже Вот люди там ходят Сейчас что чем-то Занимаются Они не знают Как насколько они Удачливы В какой момент Они родились И где родились Здесь На земле Да еще не просто На земле Не на Пхумандале На огромном этом Континенте 4 миллиарда Миль Протяженность С юга На север А родились На Пхарата Варше На Джампу Двипи Да еще Это остров В центре Этого огромного Материка И нам повезло Что мы родились В центре Ну когда то Это был До катаклизмов Один цельный материк Джамба Двипа Да То есть в центре Находится Само дерево Джамба Двипы Так как знания Которые озвучивает Леонид Они относятся К событиям Тысячелетней давности Поэтому Он нам повествует Про то Уважаемые Светлые Добрые Человеки Что мы живем В самом центре На материке В самом центре Соты Не по краям А в самом центре Джамба Двипы Ну Скандинавы Используют Ясень Некрасиль Название Дерево Пушкин Использовал Дуб Да еще На Бхарата Варше Куда сам Кришна приходит На Бхарата Варшу На Бхарата Варшу Да То есть Сам континент Он поделен На фрагменты Харата Варша И Если мы с вами Открываем ролик Календарь Мая Для тех Кто не в курсе Это Я создавал Этот ролик Сам Это Наверное Одна из самых Моих Больших Работ Где я В ролике Даю Подробное Описание Того места Где мы живем Вот Харата Варша Ну На тот момент Она была То есть Сейчас Абхараты Варши Осталось Ничего не осталось Несколько островов Тех Кто не смотрел Этот ролик Рекомендую изучить Давайте Заново Для всех Нас Пройдемся По услышанному Кстати Помните Я в ролике Говорю Фразу Название Давал От балды До конца Сам Не уверен Что Название Приписывал Правильно К моему Удивлению Недавно Изучая Труды Леонида Максимовича Был Приятно Удивлен Что я Обозначил Именно Правильное Место И правильное Название То есть Мы с вами Уже выяснили Что Расстояние 4 миллиарда Миль Севера На юг Вы На меня Будь ласка Наображайтесь Потому что Вот знания Такого порядка Они Должны Повторяться Даже Не 10 раз А по 100 Алексей пишет Причем Ведок Земля В малом Масштабе Не 40 тысяч А 200 тысяч Это я Ща-то Зачитаю 4 миллиарда Это 8 Миллиардов Километров Примерно Давайте Заново Как ни странно Мы очень удачливы Очень удачливы Что никто из нас Даже Вот люди там ходят Сейчас Что чем-то занимаются Они не знают Как насколько они удачливы В какой момент Они родились И где родились Здесь На земле Да еще не просто На земле Не на Пхумандале На огромном этом Континенте 4 миллиарда Миль Мы родились с вами На огромном Континенте Тут очень важна Терминология Потому что Материки Континенты Нам могут Неправильно Дать название В данном случае Наверное Автор Максимально верно Произносит фразу Континент 4 миллиарда Миль Слушаем дальше Остров в центре этого огромного материка Да еще В центре этого материка То есть под материком Я так понимаю Он использует терминологию Он подразумевает Вообще Соту И мы с вами живем В центре этой соты Никто даже не осознает Что Как ему повезло А он там в магазине За колбасой стоит Он не понимает То есть Вот так бывает Что мы что-то получаем И даже не знаем Что получили И в Бхагавадгите Кришна говорит Глупец Он даже не знает Какой тип тела получил В каком времени находится И как наслаждаться Или как совершенствоваться Ничего не знает Глупец Вот Уважаемые слушатели и зрители Небольшой фрагмент Но очень важный Был мной Озвучен Был мной показан Был мной воспроизведен Из одного из роликов Был взят фрагмент Леонида Максимовича Благодарю вас Друзья Вы являетесь Одни из самых Счастливых Человеков В нашем мире Только по той Простой причине Что вы Имеете возможность Получать эти Важные Уникальные знания А самое главное Что вы можете Их Понимать Вот эти Альтернативщики Они просто Порой меня заставляют Двигаться Честно говоря Не занимался Этой фигней Как бы сказал Бусулу Гудман Котляров Будет выпускать Это Уже Стотысячную серию Луна дала ответ И каждый раз Одно и то же Ну а что получается Ну если Люди находятся Местные жители В мороке Давайте я вот Самый простой Пример покажу Вот На вот этом Скриншоте Который я создал Да я понимаю Что Слева и справа Картинки Это Фантазия художника Ну Фантазии художника Они не берутся Ниоткуда Любая фантазия Имеет Четко Реально Существующую Скажем так Вещь Или объект Вот я показываю На вот этой Простой схеме Три Как бы Общеизвестных Арка Причем Я вот сегодня Когда слушал РНТВ И слушаю Что они там Рассказывают И вот эта фраза Мне я сейчас Ее это Расскажу Покажу Прям улыбнула А вот еще Другой вариант Это уже Луна Про которую Как бы Упоминал Пятисват Это Радуга Ну как бы Вообще Каждый корабль Всегда имеет Своё название То есть Допустим Корабль Аврора Корабль Ревизор В данном случае Там Арк Радуга Арк Фатон Так вот Сегодня в эфире Ой в эфире В своем Каком то Свежем ролике Они там Говорят Что уже Все Доказано Жизнь на Марсе Была Камни Нашли Которые Скорее всего Жизнь имеют И точно Такие камни Квебеки То есть Когда то Марс Видно Когда взрывался Камни Упали На территорию Современной Канады И То что вы видите На Марсе Вот эти круглые камни Точно такие же На территории Канады Смотрите Вот Я всегда говорю Официальная наука Она нас вообще Практически никогда Не обманывает Просто Если Ну вот То что они говорят Надо Просто слушать Ту информацию Просто которую Они озвучивают Надо подавать В правильном виде То есть Я сейчас создаю Быстренько Примитивную модель Того места Где мы живем Одна сота Да В соте Находится яйцо Так Ну а в яйце Наш это Желток Немножко вот так Вот в плоскость Ну она поделена На сектора То есть Здесь у нас Это какое-то Количество Лампочек Чтобы это все Освещать И вот теперь Момент Вот в кадре В этой передаче РНТВшники Говорят Такую фразу Была планета Фаэтон Ну или Фата И эта планета Крутилась Вокруг Солнца Ну практически 99% Когда слышат Эту фразу Они в голове Представляют Другую модель А я вам покажу Реальную модель То есть Вот черная Это специально Планета Фата Или планета Фаэтон Которая Действительно Находилась Здесь у нас Да И крутилась Вокруг Солнца Ну я понимаю Что Это надо показывать В 3 Проекции 3D проекции Два варианта Может не у всех Образное зрение Хорошо работает Ну я постарался Передать То есть Официальная наука В данном случае Не обманула Была действительно Планета Фаэтон Чуть-чуть Дополню себя При монтаже Вставочку сделаю То есть Под планетой Я подразумеваю Аналог нашей Луны А Луна у нас что Космический корабль Закамуфлированный Под планету Поэтому Есть некоторые Там Специалисты Говорят К нам Фаэтяне прилетают Ну может Они к ним прилетают Но только Они прилетают С космического корабля То есть Планета Фаэтон Это Космический корабль Класса Луны Закамуфлированный Под планету Которая Вращалась Вокруг Солнца Вот Маленькое Солнце Вот гигантская Планета Фаэтон Точнее Ну вот она Это Фаэтон Фата И так вот Я изучал их ролик Там вообще Все можно разбирать Полностью По полочкам Они Если переводить Официоз В понятные слова То Все по честному Никто никого Не обманывает Даже официально Они говорят Что земля наша круглая Известный канал Да Назвали Discovery Что означает Диск накрытый куполом Ну или как-то так Кто знает английский язык Поправьте Ну в Коране Вот эта многокупольная система Описывается То есть Получается Я вот рисую Так быстро Вот Первое яйцо Да Мы тут Потом За вот этим яйцом Идет Слой воды Вот И здесь плавает В этой прослойке Между следующей скорлупой Все что угодно И планктон И космические корабли И какие-то Другие тела Поэтому Как я говорил Когда пробили Вот этот купол Который над нами Ну высоту Точно не знаю Но наверное Где-то приблизительно Давайте Мне сложно Так Сказать Высоту купола Первого Ну 500 километров Ну давайте До тысячи Чтобы уже Вот Тысяча километров Мы уже упираемся В купол То есть Когда Пробили Купол Вот этот И хляби небесные Разверглись И воды Хлынули На нашу Бренную землю Вот это был Один из самых Страшных потопов Потом залатали Вот эту пробоину Буквально залатали Но уже произошла Разгерметизация Нашего террариума И вся экология Вокруг нас Это поменялось Ничего себе У нас почти 100 человек Ну здорово Здорово всем Значит первое Что у нас получается Вот я вам показывал Многокупольную систему Вот Вот эта Многокупольная Система Ну может Не буквально А фигурально Показана На этой схеме То есть В центре Наш желток О котором я Неоднократно Сообщал Да Вот он Ну стилизация Скорее всего В центре Там может По другому Все было изображено Нам это Сейчас не суть Важно Важно то Что Вот здесь Показано Вот эти Астролябии Они фактически Техническое оснащение Которое Местные жители В полной мере Не знают Как им Пользоваться Дальше Как многие Смотрели мой ролик Он назывался Кощей Бессмертный Домовой Нашей соты Или дух Нашей соты Но Еще как бы Рассказать То же самое В новом ключе Я могу Значит Кощей Бессмертный Ни кто иной Как Самый важный По интернету Межсотовому Генеральный Провайдер И когда мы с вами Читаем про смерть Кощей Которая находится В яйце А как известно В нашей соте Да В нашей соте Есть яйцо В котором Все Это добро Находится То Уничтожение Интернета Межсотового Провайдеру Принесет Погибель Давайте Схематически В упрощенной форме Заново По пятнадцатый Раз Сказку Моя смерть Далечие в море На океане Есть остров То есть В центре Нашей соты Имеется Гиперборея Да Вот Остров На этом острове Находится Дуб Дуб Это ясень Ингросиль Под дубом Сундук То есть Здесь Автор имеет ввиду Под сундуком Предположительно Саму соту То есть Наша сота В своеобразном Сундуке В сундуке Заяц Заяц Может являться Одной из ячеек Этого сундука Так как Наш сундук Имеет три ячейки Вот наша Допустим Территория Ячейка Зайцы Утка В этой ячейке Находится Континент Или материк Утка Вот он В утке Яйцо Бабл Вавл Вавилонская Башня Да Которая внутри Игла Которая направлена На центральную вышку Ясень Ингросиль Это игла И идет Прием Межсотого интернета Подача То есть Грубо говоря На каждом континенте Есть Была Вавилонская башня Антенна Игла Они были все направлены На Ясень Ингросиль И когда нам сломали Эту иглу То наступила Смерть Кощея Ну Не Не погибель Не полное Уничтожение А смерть То есть Произошла Сменомерность Это я сейчас Так Самой В упрощенной Форме Передал Сказку Пушкина Естественно В отличие от других Вещателям В данном случае Являюсь Автором Той озвучки Которую Мы с вами Сейчас услышали То есть Нигде в интернете Я такого не читал Да и вообще Много из чего Я озвучу И я Практически 98% Беру Из информационного поля Поэтому Кощей он бессмертный Он все равно Информационное поле Вещи лес Кощей Оно и сейчас есть Только мы Вот маленькие антенны Мы выведены из строя И не каждому Из нас Удается Самостоятельно Законектиться К информационному полю Земли Чтобы напрямую Скачивать информацию Только определенные обстоятельства Привели меня к тому Что я обращаю ваше внимание На данный реквизит Присылая всего 5-10 рублей На данную карточку Вы по сути Ничего не утратите Даже напротив В какой-то мере Приобретете Быть добро А вдруг это пойдет На основной канал Надо сказать А с вами по-прежнему Вячеслав Котляров Спасибо, что слушаете Слышите меня Всего вам доброго И до новых встреч В прямом эфире Пока-пока Будьте добру И до новых встреч В прямом эфире На Котляров FM Пока-пока Будь добру Это конечно Шедеврально 2016 год Купюра Настоящая Видите Уважаемые Слушатели Зрители Советский Союз Уже где-то построили Давно построили И без нас И валюту Уже там Напечатали Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров В данном эфире Мы с вами изучим На мой взгляд Ряд интересных тем Первое Узнаем Как на самом деле Производится Разметка Того места Где мы живем Также Обратим внимание На Древние карты Которые По факту Максимально Приближены К достоверности Ну и увидим С вами схему Обновленную Место Того мира Где мы живем Смотрите Что в этой игре Само Ярко Выражается И вообще Вся игра Вот кто играл Эмпуху Империи Знает Вот такой Чудесный принцип Ромбики Видите Ромбик Точно так же Этими ромбиками Была поделена Вся земля Помните Ну кто не помнит Тот теперь знает Теперь я вам покажу Уважаемые Светлые Добрые Человеки Как Наших сотах Ну жалко Тут восьмиграника Нету Кстати я постоянно Сам себя завожу В тупик С сотами Формой И с картами До конца Не разобрался Но Не судите строго На общий смысл Это не влияет Значит Что у нас получается В центре у нас Да там Допустим Гиперборея Потом идет Антарктический Круг Внутри Антарктического Круга Допустим Материки Вот они Четыре И за Антарктическим Кругом Материки Отсюда вопрос Как Древние Пилоты Современные Какие они Имели Карты Ну мы вспоминаем Морской бой Все играли Морской бой То есть мы берем С вами уважаемые Слушатели и зрители И начинаем понимать Как на самом деле На картах Шла Сетка То есть сейчас Я прямо в эфире Уважаемые Слушатели и зрители Показываю Максимально Правильную Разметку Которая Есть у Действительных Пилотов И теперь Вы видите Что вот этот Забавный Квадратик Точнее Прямоугольничек А еще Точнее Ромбичек Четко 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 Вырисовывается Да То есть Вот мы его Видим тут Вот мы его С вами Видим тут То есть Понятно Становится Теперь Да Вот такая Настоящая Разметка В соте Так Приглашаю Всех желающих В эфир Вячеслав Ты думаешь Числифи Иначе Подсолнух Его проявили Проявление Его Ну вот Кстати Опередил Меня испанец Точнее Надо было Мне озвучить Комментарий Когда я Завершил Свою Титаническую Работу До финала Я хотел сказать Про подсолнух Мы с вами Видим Подсолнух Конечно Можно было бы Запилить ролик Полномасштабный Для основного Канала На эту тему У тех У кого С образным мышлением Не всегда Хорошо получается Сейчас Подсолнух Найду Поэтому В Ватикане Я в большей степени Уверен Что та шишка Она не про мозги Наши говорит Шисковидную Жерезу А про устройство Наша мира Помните В Ватикане Есть такая Фифичка Вот она Эта фифичка Нам говорит О другом Мироустройстве Считаю ситуация Экстремальная Пусть они Увидят нас Может наше вмешательство Пойдет им на пользу Мы не в силах Им помочь Александр Нас разделяют Тысячелетние Значит вы предлагаете Подавить в себе Нормальный человеческий порыв Но мы не боги И были случаи Когда кто-то из нас Не выдержав Помогал этим несчастным Ну я не знаю Есть смысл Подсолнух Демонстрировать По-моему Все уже без меня Поняли Что я показал Копию подсолнуха И как Мирянин Видогор говорил Но в одном Из эфиров Ты знаешь Вячеслав Если по-честному Мне дед Как-то сказал Хочешь узнать Как выглядит Наш мир Смотри На подсолнух И только И только Когда я В эфире Увидел Вячеслав У тебя Устройство Мира Я сразу Понял Что имел Ввиду Дед Это Я тебе Странную Вещь Скажу Там Когда Прадед Обучал Ну более Там Молодых Моих Родственников Он Знаешь Что Странную Вещь Сказал Он Говорит Смотрите На подсолнухи И все Поймете Смотрите На подсолнухи И все Поймете Я так И не понял Но вот Слава Оказается Понимает Подсолнух Я серьезно Я не шучу Вот честно Я верю Потому что Подсолнух Это самый лучший Вариант Чтобы нам Помочь Вот Давайте я вам Просто увеличу И вы все Поймете Вот мои схемы А вот подсолнух И сравните То что я нарисовал Точнее Не я Это Братья Авир И Амирам Амир Что переводится Слава Вот То что Прадед Владимиру Завещал Смотрите На подсолнухи Сказал Что благодаря Мне Понял Что Что дед Хотел Сказать Владимиру Много лет Тому назад Да А первые ролики Кто мои смотрел Узнаете Вот эти Чудеса В решете Которые Я в своих Первых роликах Вам показывал Это все Из первых Роликов Сейчас Их Наверно Проблематично Найти На ютубе Скриншоты Хотя Давайте Попробуем Чтобы не быть Голословным Пишем Просто Сотовая земля И сразу Находим Вот эти Ромбики Вот Эта схема Которую я создавал Узнаете То есть Что мы На этом Ромбики Видим Это я Автор Если что Если кто Не в курсе Сварожий круг Я тут Показываю Давайте Я попробую Скачать И Увеличить Да Вот Смотрите Вот эти Соты Я еще Сто лет Назад Показывал В своих Роликах Видите Ячейка Сота Шестигранник Да Вот Сварожий круг Солнце Ярила Ходит По Ну тогда В первых роликах Я не обозначал Что Вот эти Континенты Асгарда Именно Находятся Четко У нас То есть Пока На определенном Этапе Разделял Их Ледяным Барьером Ну вот Вот эти Пресловутые Шестигранники Ну мне Наверное Их И нет Смысла Выделять Вы наверное Все прекрасно Видите На экране Хотя На эту Тему Вариации Вот Кстати Глаз Вот этот Пресловутый Узнаете Глаз Масонский Я делал Ролики На эту Вариацию Глаз Масонов Узнаете Все Ничего О Давайте Послушаем Ролик Как появилась Шарообразная Теория Тут Все Две Минуты Кстати Вот Я вот Слав Тебя Хочу Спросить Вот Эта Вся Телега Насчет Америк Она Для чего Вся Эта История Выдумана Для того Чтобы Миф Поддерживать О маленькой Шарообразной Земле Или Для чего Вообще Телега Сделана Была Сто лет Назад Шарообразную Сферическую Вбросили Триста Лет Назад Вбросили Плоскую И тогда Те тоже Возмущались Такие Были в шоке Плоская Земля Те которые Уже привыкли К плоской Земле Им уже Шарик Навязывали Те в свою очередь Орали Что Как Может быть Шарик Вот И Соответственно Это называется Как Окна Авертона То есть Вначале Вбрасывают Бразильский Фильм А через 100 лет В учебниках Будут На полном Серьезе Изучать И Показать Вот смотрите Древние Бразильские Мореплаватели Лично Обогнули Все Континенты И составили Карты Того места Где Мы Живем Таксист Вас По всему Городу Катает Потом Приезжает Делает Круг Привозит Вас К этой Точке И Вы Потом Понимаете Что Вас Катали Очень Долго Поэтому Есть Два Варианта Почему Китайцы Долго Летят США Их Московские Таксисты Подвозят Это Первый Вариант И Второй Вариант Может Выглядеть Так Вот Китай Вот США Самолет Из Китая Смотря Как В какой Город Ему Надо Лететь Вылетает Соединенные Штаты Америки Вот Он Летит Так Потом Так Летит Потом Так Потом Так Летит Потом Так Потом Сяк И Вот Он Пожалуйста Прилетел Вашингтон А Еще Наверное Лучше Он Отсюда Вылетел Типа На Восток На Запад И Вот Так Полетел Окольными Путями То Есть Это Вот Скажем Из вариантов Почему Вот Видите Почему Американцы Китайцы Долго Летят А Вот Так Маршрут Проходит Кстати Мне Вспоминая Анекдот Который Я Услышал Когда Мне Было 16 Лет Я Вам Сейчас Расскажу Ну В 16 Лет Он Был Для Меня Смешной Сами Понимаете Тот Анекдот Который Вы Сейчас Услышите Для 91 Года Был Очень Смешной Но Сейчас Он Не Смешной Сейчас Заставляет Задуматься Центр Нью-Йорка Новый Украинец Ну Были Новые Русские А То Еще Были Новые Украинцы Останавливает Машину Такси Братан До Харькова Довези Тут Такой В шоке Говорит Ты Шо Пелены Объелся Какой Харьков Это Соседний Континент Ну Тут Достает Пресс Денег Говорит Ну Давай Как Нибудь Договоримся Довези До Харькова Ложит Еще Несколько Прессов Денег Довези До Харькова Как Вы Не Понимаете Что Невозможно Я Никак Не Довезу До Харькова А тут Вообще Чемодан Денег Достает Ложит Ему На Капот Говорит Ну Что Довезешь До Харькова А таксист А вам Куда На Салтовку Или На Алексеевку Поэтому Вспоминая Вот Этот Анекдот До Харькова Довезешь Я Нарисовал Создал Замечательный Эскиз На самом деле Я Сидиатизмом А сейчас Это Вот Как бы Сейчас В интернете Найти А сейчас Я понял Что Там Интересные Вещи На Этой Карте Друзья Не знаю Как Я их Найду Правда Но Я Хотел Найти И вам Показать Так Я Беру Только Кусок Официальной Карты Не Переживайте Восточная Сторона Нами Не Тронута Давайте Что Полное Нам Пришло Понимание Что Слева Карта Уникальна Обратим Внимание На Местоположение Японии Значит Япония Вот Она У нас Япония Вот Она У нас И Что Получается То Есть Понимаете Что Тут Еще Должно Быть Ну Я Сильно Загнул Этот Поворот Ну Вот Как То Так Где Земля Поняли Куска Земли Не Хватает А Теперь Внимание Приз Студию Кто-то Смеялся Над моей Схемой Смеялся Потешался Издевался Давайте Я просто Восточную Часть Обрежу Нам Европа Не нужна Для исследования Нам Нужен Именно Восточное Поберегие Азии Тан 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 Вот А что Это у нас Теперь Вырисовывается По Аэродрому По Аэродрому Лайнер Пролетел Как По Судьбе Смотрим На моей Карте Местоположение Японии Вот Она Смотрим Что От Японии На моей Карте Находится Земли Смотрим На Левую Карту Вот Япония Вот Еще Краешек Земли Который Вот Здесь Вот Он У Меня И Вот Земля Кто-то Там Будет Свистеть Что Это Папуа Новая Гвинея Идите Вы Сами В Эту Она По Официальным Картам Находится Значительно Южнее Другими Словами На Этой Карте Предположительно Вышкребли Вот Тут Участок Земли То Есть В Оригинале Бы Эта Карта Выглядела Приблизительно Вот Так Сейчас Я Срослось Азия Евразия Что за Безобразие Знали Знали Злые Окупанты Знали Поэтому И песни Такие Внедряли Как вам Картина Маслом У кого Хорошо Быстренько Мозги Включаются Вот Япония Вот Земли То есть Вот Оригинальная Карта Вот Куда Ты полезла Вот Это Земля Показано Только Фраги Фрагмент Ну То есть Поняли Да Вот Скажите Мне На милость Где Если Вы думаете Что На современных Картах Эта Земля Есть Давайте Продолжим Давайте Ну Тут Уже Накладка Мы Знаем Уже Я Вам Показал С С Верхом Ну Это Просто Вообще Классно Нафиг Это Ну Красиво Интересно Я Что Как бы Думаю Где Четко Красиво Понятно Что Все Не Так Но В Представлении Где Где Кто Находится Это Уже Ближе Как Как Это Опа Америка Европа Азия Ебразия Что За Безобразие Четко Нам Подсказали В Частушках Смотрите Я Сейчас Уважаемые Слушатели Зрители Те Кто Сомневается Что Чем То Сомневается Я Предоставляю Официальный Вариант И Кто Скажет Вячеслав Ну Видишь Папуа Новая Гвинея Есть же Что-то Знаете Есть такой Анекдот Сравни И Кстати Не задумывались Почему Новая Папуа Новая Гвинея На две части Поделена Вот Она Папуа Новая Гвинея Вы Хотите Сказать Что Они Масштабы Не Учли Ну С Индонезии Не Смотрите Почему То Не Промахнулись То есть Обратите Внимание Индонезия На картах У них Идеально Отображено Если Мы С вами Хотим Извини Что Перебил Просто Шутку Они Понимаешь Карты Рисовались Перспективой То есть Если Ты Когда Находился В Санкт-Петербурге Рисовал Малайзию Она От тебя Далеко И Маленькая Да Тут Зависимости В какой Стране Мира Если Китайцы Создают Карту Они Японию Рисуют Маленькая А если Добрые Японцы То Они Японию Рисуют С пол Земли Я Кстати Я могу Найти Японские Карты Где Япония Ну Не с пол Азии Ну Четверть Азии Размером Сейчас Просто Это Очень Долго Искать Друзья Поверьте На слово Есть Японские Карты Где Япония Огромный Гигантский Материк То есть Что Мы С вами Теперь Видим Если Вы Хотите Узнать Смотрите На На современных Картах Допустим Тут Просто Продолжение Есть А его Нам Не дорисовали На современных Картах Мы С вами Внизу Видим Австралия Что Такое Австралия Это Антарктический Круг Да Здесь Мы Тоже Видим Вот Она Австралия Видите Открылом Само В каком Смысле Можно Сказать Аут Австралия То Аут Футболе Ну Как Загрань Да Вот Эту Линию Аут В картах Пишет Астрал Астралия Не Австралия Астралия Астрал А экватор На самом деле Аква Вода То есть Внутри Антарктического Круга Круг Воды Да Аква Тор А тор Мы знаем Что это Я уже Рассказал Тор Это круг 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 воды Акватор Или Акватория Этот Уникальный Трюк Я посвящаю Всем Светлым Добрым Человекам Внимание На экран Будем Творить Чудеса Значит Смотрите Что мы С вами Слева Видим Самую Классическую Официальную Карту Восточного Побережья России Кто Плохо Ориентируется Давайте Я Выделю Основные Места Камчатка Сахалин Япония Справа Мы с вами Видим Тоже Официальную Карту Так называемого Континента Северной Америки Датировка У него Серьезная 1791 Год В принципе В принципе Для этого Эксперимента Подошли бы Конечно И современные Карты Но я Хочу Именно Использовать Эту Карту 1789 Года Еще раз Повторюсь Этот трюк В принципе Можно проделать С абсолютно Любыми Картами Берем Справа Карту И Разворачиваем На 180 Градусов Затем Делаем Зеркальную Копию По Горизонтали И что Мы с вами Видим Даже Не просто Что Сахалин Камчатка И Начало Японии Образовались Кого-то Смущает Камчатка Такая Угловатая Дело в том Что на старых Картах Ее Иногда Так Изображали Не видеть Дельфинчика Как сейчас А именно На старых Картах Она так И выглядела Но это Не принципиально Принципиально То что Береговая Линия По удивительному Стечению Обстоятельств Тоже Сходится То есть Охотское Море И Глудзонский Залив По сути Одно И то же Сделал Небольшое Отступление Физически Возможно Это Разные Участки Земли Но Географически Чтобы нарисовать Северную Америку Картографом Так называемым Пришлось Использовать Эскизы Побережья России И вообще Вот теперь Как бы Много становится На свои места Дело в том Что Опять же Есть очень много Старых карт Где на востоке От Японии Находятся Земли Вот она Рядом с Японией Которая нет В наших картах Это Канада Что я только что Изображал В эфире Вот эта земля На современных Картах Этой земли Нет Но это Канада То есть На старых Картах Можно найти Вот такое Добро Короче Хотел делать Ролик Ну просто В эфире В двух словах Расскажу Решил изучать Шпицберген Вы знаете Что на Шпицбергене Своя собственная Валюта И она же Была Эта валюта И еще И Во времена Советского Союза Значит Вот Достоинство Разменный знак 1998 Год Я понимаю Это Одна сторона Монеты А с другой Стороны Монеты Шпицбергена Видите Шпицберген Я размышлял Может думал Они оригинальную Карту нанесли Но по моему Сеть островов Достоверную Причем Кстати Не хуже Вы где нибудь Видели Чтобы К Антарктиде Острова Группой Подклеивались По моему Там К Антарктиде Ледовитый океан Нарисован При монтаже Заметил Оговорился Два раза Не Антарктида А Арктика Вот еще Монета Шпицбергена Вот Еще монета Шпицбергена Видите Синий кит Представляете Отдельное государство Вы знали Что Шпицберген Это отдельное государство Слушай Вячеслав Такая тема Вот я смотрю Они В каких-то Годах-то Антарктиду Какого-то Государства Там объявили Сделали Доллар Свой Там По-моему Антарктида Или какой-то И По номиналу Обменивали На обычный Доллар Так Вот я говорю В пресс Гадал Как это Вся система Это работает Объявили Государство Объявили Деньгу Сделали Ну вот Этот вот Валютную Тему Что На что Менять Насколько То есть В самом Понимании В принципе Вот этот Вот Доллар Как Единая Валюта Всего Мира Она В принципе Ну Как бы Нужна Ну Она Как бы Ну вот Как карточки Да у тебя Единички Снимают То есть Циферки Да какие-то Непонятно Что Но Без валюты Это валюта То есть Это деньга Она Как бы Уже Сама Себя Не Интересно Название Валюты На Шпицбергене Называется Арктик Уголь Имеет ввиду Они уголь Какой Какой уголь Они имеют ввиду Или они имеют ввиду Даже не знаю Что они имеют Ну Арктик Может угля Купить Там же Холодно 100 рублей На покупку Углей Ну главное Что мы знаем Название Валюты Которая На Шпицбергене Арктик Подожди Рублей Арктик Рублей Или Что я не понял Да В советское время Там ходили Рубли А сейчас Там другая валюта Ходит Ну даже Не советского Времени Извините До Значит До 98 Года Ходили Деньги С латыницей Видите Местный Рубль Арктик Уголь 1998 Год А если Сейчас Наше время Рассматривать Эти деньги Наше время Приблизительно Так Как стоит Дело С деньгами На Шпицбергене Иное Название Данного Участка Земли Свал Барт Зрители Смущало Что Андрей Бухарин В своем Ролике Говорил Шпицберг А ему Показывали Тыкали В лицо Википедию Так Так Вот Тыкальщики На этих Картах На старых Так и Написано Шпицберг Отсюда Вопрос Кто-то Возразит Скажет Ну Сейчас Принято Шпицберген Говорит Да Подождите Сейчас Принято Шпицберген Сто лет Назад Принято Было Шпицберг Кто прав Тот Кто Первый Дал Название Или Тот Кто Позже Дал Название К примеру Вас Назвали Дали Имя Чабиток Ну Вот Вы Родились Вам Родители От рождения Дали Имя Чабиток Вчера Пересматривал Сторонний Канал Там Они Про Богатыри В основном Ролики Делают В ролике Говорилось Следующее Был Богатырь Илья Муромец А в детстве У него Якобы Или может В юношестве Было Прозвище Чабиток Ну Чабиток Это на самом Деле Сапожок То есть Мне так Было Забавно Я Делаю Ролик Точнее Вещаю В эфире Придумаю Отвольного Казалось Бы Ну Абсолютно Левое Имя Чабиток На следующий День Смотрю Ролик На стороннем Канале Где Говорят Что У Ильи Муромца Было Прозвище Чабиток Ну Может Многие Видели Этот ролик Там У него Сто тысяч Просмотров Чуть Не забыл Каллигула Тоже Носил Такое Прозвище Сапожок Ох Уж Эти Загадки Истории Неужели Илья Муромец Был Императором Рима Или Это Современные Исторические Побрехеньки Решать Вам Слушаем Дальше А Кто-то Потом Приписал Вам Дальше Чабиточек И вы Такие Ничего себе Мне родители Назвали Чабиток А вы Мне Назвайте Чабиточек То есть Мне родители Дали имя То есть Картографы Первые Картографы Дали название Шпицберг Кстати Обратите внимание Шпицберг Очень огромный Это Целый пласт Земли Это не один остров Это Огромный материк То есть Шпицберг Это часть Огромного Гигантского материка То есть На наших картах Рисует Это остров Уже Уже Как говорится Полным ходом Открыли Всевозможные Континенты Но не Не смогли Не смогли Создать Карту Маленького Островка Да Кто-то скажет Ну они не Оплыли его Поэтому Схематически Нарисовали Шпицберг Поэтому Когда Андрей Бухарин В своем ролике Говорит Шпицберг Он произносит Первое Исконное Название Острова А вы Пишите Уже Современное Название Пицберген Поэтому Если вас Назвали Чабиток То вы Конечно Возмутитесь Что вас Будет Кто-то Называть Чабиточек В интернете Еще Нашел Круче Карту Подтверждения Своим Словам Сейчас Я вам Ее покажу Скажите Не близка Ли Америка К Японии Не очень Близковата Я просто Выдерживаю Паузу Там еще Я кое-что Буду В этом эфире Не показывать Связаны С картами И Наверное Все таки Надо для основного Канала Это делать Все таки Полторы тысячи Человек Увидели Надо Чтобы Больше Наверное Увидели Так Ну опять Тогда делаем Рокировку Чтобы ничего Не забыть Как мы С вами Видим Здесь Америка Изображена Довольно Таки Близко В данном Случае Будем Использовать Материковое Образование Америка Получается Мы снова Сейчас С вами Выйдем На ту Схему Которую Я только Шо Демонстрировал Сделаем Упрощенный Вариант Япония Япония Я не буду Доставать Официальные Карты Я прекрасно Понимаю Что Многие Без Того Знают Что Континент Америка Не граничит Так близко С Японией Вы со мной Соглас Япония Америка Вплотную В каком Случае Она может Быть Вплотную Вот В этом Надеюсь Все Видно Все Понятно Чтоб Не возникало Лишних Вопросов Япония Япония То есть Видите Насколько Близко Подходит Америка Кто-то Скажет Неудачную Карту Подобрал Нужно Для большей Убедительности Чтобы Америка Была с правой Стороны Давайте С правой Если Это Рассматривать Как Берингов Пролив А Берингов Пролив У нас Тут Недалеко Ли Япония Находится От Берингов Пролива Ну Либо Древние Картографы Не умели Рисовать Но Остается Неизменным То что Я озвучил Попробую Схематически Создать Дальнейшем Очертания Материка С помощью Этих Карт Да Примечательный Момент Пока Монтировал Ролик Обратил Внимание Что С гугл Картинок Пропали Вот эти Монеты Их Еще Пока Можно Найти В Яндексе В Яндекс Картинках Ну Вот В принципе Обещанный Место Где мы живем А с вами По прежнему Вячеслав Котляров Спасибо Уважаемые Светлые Добрые Человеки За то Что Слушаете Меня Слышите Меня Всего Вам Доброго И до Новых Встреч В прямом Эфире Пока Пока Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове 17 часов 05 13 07 19 Год Ролик Который Вы сейчас Увидите И услышите В свое Время Изучила Порядка 20 Тысяч Человек Ну и еще Как минимум 100 тысяч Незнакомы Со знаниями И данными Которыми Я делюсь В данном Ролике Для тех Светлых Человеков Которые Уже Слышали Ранее Подобную Информацию Будет Отличная Компенсация Шикарный Видео Ряд Прилагается Быть добру Приятного Просмотра Там один вопрос В чате Вячеслав Скажи В двух словах Так есть Там смерть Жизнь Или нет Там это где Ладно Давайте по богам Заново Я озвучу Истинное положение Вещей А каждый Волен Принять Истину Или Отвергнуть Значит Что такое Бог Местные Жители В основной Своей Мази Думают Что бог Один Их Винить Это равносильно Что Годовалому Ребенку Объяснить Процесс Зачатия Появления Детей Он не поймет Он вас Услышит Но он не поймет Это равносильно Местным Жителям Основной Масси Говорить Про богов То что Я сейчас Планирую Сказать Они Как дети Малые Нужно Расти 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 Как там Говорил Тарихлевов Если за морковку Тянуть Морковка От этого Быстрее Не вырастет Сознание Сильно Вы понимаете Маленькое Вот Есть конечно Вещи Которые Допустим Сотовое Мироустройство Тут немножко Другой критерий Это самое Основное Это как азбука Как алфавит Когда человек Приходит в мир Первое Что он должен узнать Это где он живет А потом Что он жует А насчет богов Тут подтягивать Бесполезно Так как мы Все делимся На большое Количество Градаций То есть Человек Люди Жители И так далее Вниз И так далее Вверх Значит У каждого Человека Есть Свой бог Точнее Человек и бог Это одно и то же Бог Создает Для этого Мира Аватара Или Мобильный Телефон Давайте Мобильный Телефон Вот он Создает его По образу И подобию Создал Аватара И запускает В эту Реальность И Аватар Его бегает Через этого Аватара Бог Общается С другими Богами Это равносильно Как компьютер На игре Подбежал Один персонаж К другому Два игрока Находятся В разных Уголках Лица земли Они друг друга Не видят Но они видят Персонажей И начинают В чате Переписываться Общаться Есть малые люди Которые Не понимают Этого Это надо Очень долго Жить во вселенной Чтобы прийти к этому Есть просто Я говорю Многие вспоминают Им Становится понятно Что я рассказываю Рассказываю В принципе Самые детские вещи Это для детей Любой ребенок Это поймет Рассказываю Так Значит Среди нас Есть Зазомбированные Они тоже Очень долго Живут Но На них Повешен Дебаф Невежество Почему он Вешается Сейчас мы Не будем Разбирать В общем Раззомбировать Теоретически Можно Но Лучше Доходит Когда Сам доходит До этого Это идеально Есть Биороботы Их очень Много Спросите У Валеры Кто его Рожал По его Логике Наверное Робот Меня рожала Мама А мама Откуда Взялась Вот это Вопрос Распечатались Ты еще Короче Неуважительный И предкам Своим Отношится Да Так Получается Мама Откуда Взялась Распечатались Их Очень Много Они Скажем Так Неуправляемы Богом Есть Персонаж Который Мультиводством Занимается Создал Десять Тысяч К примеру И Ими Играет И они Ходят Одинаково Чешутся Одинаково Думают Одинаково По умолчанию Конечно Прошит У нас В каждого Биос Ну Функционал То есть Богу Не нужно Следить За Нашим Дыханием То есть Это у нас Как бы Ну По умолчанию Прошита Еда Вода Вода Воздух Дификация И все Так Далее Это мы Делаем Независимости От того Управляет Бог Или не Управляет Бог Управляет Мыслями Сами Боги По себе Они Тоже Разного Развития То есть Как игроки Да Вот приходят В игру Тысяча Человек Из них Десять Опытные Остальные Допустим Новички Естественно Опытные Как бы Понимают Что к чему Быстро Перемещаются И достигают Каких-то Виртуальных Высот Вот Поэтому Когда этот Скафандр Погибает То Игрок Создает Нового Себ-персонажа Иногда То ли По Сбою То ли По Осознанному Иногда Может Новый Аватар Получать Опыт Предыдущих Воплощений Всем здравия Здравия Наталья С равноденцием С новолетием Так Выходит Что Среди Богов Есть Идиоты Да Знаешь Почему Потому Что Каждый Бог Он Тоже Аватар Более Могущего Бога То есть Бог Создал Себе Тут Персонажа Но Он Является Таким Аватаром Но Уже Другого Бога Это Как Матрешка Вот Эта Серебряная Нить Она Идет Вверх 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 У Того Бога Более Могущего Тоже Есть Свой Игрок Вот Мы Маленькая Самая Маленькая Матрешечка Вот Потом Здесь Больше Которая Управляет То Еще Больше И так Далее Далее Поэтому Конечно И среди Богов Не Все Гораст Но Скажем Так Я бы Сказал Бо Боги Не Идиоты Просто Здесь Они Могут Позволить Себе Делать То Что Не Могут В своем Мире Делать Ну Вот По игре С бейсбольной Битой И Гадости Делал Прохожим Но В реальном Мире Из нас Так Никто Не Будет Делать То же Самое И С Богами Они Просто По приколу Или по Прыколу Отыгрывать Определенную Роль То 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 Человека Которым Управляет Бог У человека Есть Совесть Потому Что Она Идет Вот Эта Ниточка К Богу А тот Свою Очередь Аватар Другого Бога И так Вверх Поэтому Кошки На душе У нас Скребут Когда Мы Сделаем Что То Не Так Даже Самые Безобидные Вещи Мы Иногда За них Очень Себя Карим А Рядом С нами Живут Бессовестные Те Которые Биороботы Плохо Это Хорошо Или Хорошо Скажу Так Что Это Место Принадлежало И должно Принадлежать Человечеству Сейчас Наоборот Сейчас Биороботы У власти И они Получается Компьютеры Машины Заставляют Нас Делать Всякие Неприятные Вещи Это Даже Касается Еды То Они Нас Поставили Перед Фактом Что Мы Должны Именно Есть То Что Они Нам Предлагают А Если Мы Не Были В Окупации То Мы Бо Планету Лицо Земли Привели Бо Полный Порядок И У Нас Была Была Как Тысячу Лет Назад Райская Жизнь Висячие Сады Километровые Экведуки И так Далее Здоровая Пища Здоровый Воздух Но Машины Которые Окупировали Скажем То Место Где Мы Живем Нашли Идеальных Сателлитов Которыми Управляют Ну Что Еще По Богам Добавить Есть Высокоразвитые Цивилизации Которые Тоже Управляют Боги И Мы По Своему Глупости Наивности Высокоразвитое Существо Называем Богом Который Прилетел На летающей Тарелке Мы Точно Так Ж Сможем Стать Богом Для Какого Нить Африканского Или Бразильского Заброшенного Племени Когда Мы Придем В Их Не Племя То Нас Тоже Будут Читать Богами Если Просто Зажигалку Используем Он Подумает О Бог Из Руки Огонь Добывать Как Связаться С Своим Шефом Это Возможно Ну Возможно Тем Более Что Шеф В принципе Постоянно Слышит Это Самое Великое Таинство Найти Человека Согласия С Самим Собой То У него И на Душе Все Нормально Причем Неважно Где он Живет Там В палатке Там В шалаше Или В каком Нибудь На Какой Ни Трехэтажной Вилле Потому Что Зачастую Тех Кто Даже Имеет Басно Основные Состояния У них Душа Не на Месте То Они Конечно Стараются На Людях Держаться Там Чтобы Порядочком Там Для Храбрости Кто Заворотничок 100 грамм Плеснул Кто Другую Какую Нибудь Успокоишку Вогнал Чтобы Держаться На Людях А Сами На Собой Конечно Самоедством Занимаются Ну В принципе Самоедством Занимаются Не только Конечно Обеспеченные Все Занимаются Самоедством Чтобы Не было Самоедства Надо Приносить Пользу Когда Человек Начинает Приносить Пользу На Самых Маленьких Моментах Вот У нас Был Жалко Сейчас Не приходит В эфир Николай Гречуха Ивлянин Вот У него С друзьями Развлечения Он Выезжает За Город И Ходит По Паркам Мусор Собирает У нас Жители Свиньи Они Накидали Гадости Ну Как Я По себе Могу Сказать Чтобы Максимальная Была Связь Со Своим Игроком Это Только Приносить Пользу Окружающим Свете Спасибо Нашей Светочке Что она Выяснила Что слово Паразит Это положительное Слово Но пока Я еще Не нашел Замену Этого Слова Я пока По старинке Скажу Что паразиты Они По умолчанию Уничтожители А мы По умолчанию Созидатели И если Мы идем Дорогой Паразитов То естественно Мы теряем Диалог С Богом Связь с Богом А если Идем Дорогой Созидателей Так Комментарий Из Чата Какая польза Кому Бедолаге Помочь Одно Без Добросовестно Работать На благо Паразитов И власти Ну сейчас У нас Появилась Шикарная Возможность Так как Я Тоже Самый Обыкновенный Человек И Несовершенен В данном Случае В плане Советов Я только Могу Один Совет Давать Это Распространять Знания Америки Нету США Все время Были В Азии Рядом Гигантские Континенты И так далее Большое Количество Человек Оживает Ну пускай Ангел Уважаемая Наталья Здесь Мы Мы Не Стараемся Подобрать Истинное Слово Общий Смысл Я пытаюсь Передать Тем более В условиях Оккупации У нас Речь Настолько Урезана Что Мы Фактически Обрывоч Фразами Общаемся Общаемся География Получается Что Это Мой Конек Наберусь Наглости И скажу Что До моих Географических Открытий Еще Так Лихо С картами Никто Не Работал Я знаю Что Миллионы Будут Улыбаться С того Что Я Человечеству Озвучиваю Но Миллионы Это Они К сожалению Или к радости Даже Не знаю Они Но Они Могут Стать Человеками Вот В чем Прелести Нашей Жизни Земной Что Мы Можем Из Людины Стать Человеком Из Жителя Людиной Вот Вообще Любой Человек Приходит В этот Мир Человеком Но Потом Его Расчеловечивают Он Опускается До Едины Потом До Уровня Жителя Потом До Уровня Нежити Потом До Уровня Нелюдя Может Опуститься Чем Это Связано Опущение С Вниманием Жизни С Воровством Вот Это Уже Как Бы Идет Опущение И Разрыв В связи С Богом То есть Я Приведу Пример Когда В компьютерной Игре Какой Нибудь Вертал Варкрафт Вы Своему Персонажу Даете Выпить Спиртного Напитка Вы Им Уже Не Можете Управлять Он У вас Выходит Из Под Контроля Точно Так же И Неправедные Неблагочестивые Поступки Уводят От управления Персонажа Уводят От управления Чтобы Управлял Бог И Он Катится Вниз По Наклону Потом Его Под Белые Локатки Берут Инфернальные Сущности И Начинают Им Крутить Как Сами Того Хотят И Помочь Можно Иногда Вот Человечество В принципе Мы Должны Быть Как Дельфины Или Киты Когда Старый Дельфин Или Кит Ему Тяжело Уже Подняться И Вздохнуть Воздух То Другие Киты А так Они Могут На расстоянии Телепатически Общаться Плывут К нему Собираются Споднизу И Поднимают Своего Старого Кита На поверхность Чтобы он Набрал Воздуха Начал Дышать Вот Мы Человечество Точно Так же Должны Поступать Если Человек Оступился Если Еще Как бы Красная Черта Еще Не пройдено То Его Еще Можно Вытащить Ну Красная Черта Это Самый Беспредел Я Не буду В эфире Говорить Естественно Связано С убийствами И Которые Ну Не только С убийством Есть Еще Переход Красной Черты И Другие Вещи Пострашнее Убийства Что Пострашнее Убийства В общем Растление Детей Причем Не только На физическом Уровне Но И На интеллектуальном То есть Детям Засирать Мозг Лживыми Знаниями Что земля Маленькая И так далее Целый список Это тоже Растление Извращение То есть Давать Заведомо Ложные Знания Как же Робин Гуд Он ведь Нуждающимся Помогал Но это Нам сказали Что Робин Гуд Помогал На самом деле Он С властями Был в Даляхе То есть Бандиты И полицейские По сей день Сотрудничают То есть Шериф Нанял Этого Разбойника Чтобы он Грабил Подъезжающих К городу И Барыш Он делил С шерифом Поэтому Естественно Робин Гуд Был Никогда Неуловимый Потому что Он был Заодно С властями Ну и Придумали Байку Что он Бедным Что-то Раздавал О сотовой Земле Вопрос Хорошо Знаете Куда Меняться Вы знаете Путь Правильно Знать Мало Знания Неиспользованные На практике Не имеют С собой Силы Поэтому То что Я знаю Про сотовое Мироустройство Это Не было Никакой Пользы От этого Знал Я про это 20 лет Назад 20 лет Назад Кому Нибудь Я пользу Своими Знаниями Принес Нет А вот Сейчас Я принес Большому Количеству Человечества Пользу Своими Знаниями Тем более Вот Наталья Важный Момент Затрагивает Что До Знания О сотовом Мироустройстве Многие Задавались Вопросом Для Чему Мы Вообще Живем У Любого Человека Спросите Или Людины Для чего Он Живет Он Вам Либо Не Ответит Либо Скажет Ну Чтоб Дом Построить Дерево Посадить Детей Вырастить Машину Купить Что там Дачу Купить Квартиру Купить Ну И все А что Что-то Другое Добавят Сейчас Война Мы В оккупации Сейчас Задача Каждый На Своем Фронте Как Горется Помогает Человечеству Будучи Человеком Выходить из оккупации Гиперборею Попасть Можно Можно Даже Пешком Можно Из Мурманска Можно Прийти Гиперборею Посуху А высших Ультравысших Материях Это когда Уже Из оккупации Выйдем Тогда Мирное время Настанет Тогда и надо Размышлять По кругу Мы ходим Или по квадрату По краю Ходим Мы По краю Ходим Мы По краю Ходим Мы Родному Нам Лежут Пятки Языки Костра Чужие Сапоги Протерли Ноги Натерли Ноги Работники Ножа И топора Романтики С большой Дороги Вот Человек Любой Стремится К состоянию Конфорта И В первую очередь Это когда Конечно Душевное Равновесие Человек Тогда Себя чувствует Хорошо В любой Тарелке Где бы он Не находился В чистом Поле Или В загазованном Городе Если у него С самим Собой Лад Тогда Все нормально А Как прийти К Конфорту Опять же Делать добро Твори добро На всей земле Твори добро Другим Во благость Что оккупанты Ну Вообще То место Где мы живем Оно Давно Оккупировано Не одно Тысячелетие Просто сейчас Относительно Одна из самых Горячих Фаз Оккупации В чем Выявляется Эта Горячая Фаза Что Оккупанты Каждый день Убивают наших Детей Каждые пять Минут Они убивают Белорозового Ребенка И Это им Сходит с рук Значит Высокоразвитая Роботизированная Компьютерная Цивилизация Просто у нее Алгоритм Такой заложен Она Как бы Не руководствуется Ничем Ее запрограммировали Копай Уничтожай Создавай Как говорится Ад на земле И она действует То есть Она Цивилизация В себе Помощники Взяла Внешне На нас Похожих Представителей Флоры И фауны И поставила Их Над нами То есть Произошло Все наоборот То есть Должно Человечество В своем доме Это Хозяйничать А оккупанты Взяли И эволюционно Менее развитых Живых существ Поставили Над нами Кто Запрограммировал Роботов И когда Это не принципиально Одно Могу сказать Что это Произошло Очень давно Я бы сказал Миллионы лет назад Так как Тут сот Очень много Эти Роботы Они перемещаются Из соты В соту Если хотите Можете сравнить Это С вирусом Когда У кого-то Где-то там Есть компьютер Ему На этом компьютере Тысяча миллион Файлов И вирус Вначале Съедает Один файл Потом второй И так далее Вот роботы Это те же Вирусы Которые Съедают Вот эти Соты В которых Мы живем Что такое Эгоист В моем понимании Много лет Назад Было Выработано Еще даже До того Как я знания Получил Где-то 16 лет То есть У меня была И сейчас Такая философия Я всегда Получал И получаю Радость От того Что Кому-то Радостно И мне Настолько Это приятно Что я делаю Это для себя То есть Я получаю Ну давайте Используем Слово Удовольствие Да Я получаю Огромное Удовольствие Наслаждение От того Что Кому-то Здорово Классно Обалденно Причем Ну в разных Моментах Там не важно Получил Знание Или я там Ушел Трубач Классно Играл Кинул 5 гривен К примеру Бомжу Дал Двадцатку Ну такие Мелочи Ну так Понимаете Там большой Спектр У нас Как получается Что самое Проще Достучаться Через Финансовый Момент О чем Речь идет Все Я человека Счастливил И когда Я его Счастливил Я Получаю Просто Неописуемую Радость Поэтому Я это Все делаю Для себя Знания Озвучу Для себя Это Да Наверное Эгоизм То есть Озвучу Знания И Тысячи Человек Становятся Счастливы В той Или Иной Мере И Я Получаю Моральное И эстетическое Удовольствие Наслаждение Того Что я Кого-то Счастливил Вот Окупанты Они нам Очаромутили Речь Поэтому Зачастую Неизвестно Где Слово Имеет Положительную Смысловую Нагрузку Где Отрицательную Вот Эти Окупанты Как Паразит То есть Они Нашли Самых Гадких Здесь Представителей Ну Скажем Так Отребье Живой Флоры И Поставили Над Нами Есть Централизованная Власть Относительно Централизованная Ну Скажем Две Сферы Влияния Назовем Условно Англосаксы И Джапанцы То есть Окупантский Режим Специально Создал Две Группировки И Поставил Их Противовес Друг Другу Чтобы Они Борясь За свое Превосходство Уничтожали Нас Ну Вот Яркий Пример Когда я смотрел Там В далеком детстве Был удивлен Там Фильмом Американским Или Даже Чехословацкий Был По моему Довольно Старый фильм Чехословакию Приезжает Типа Миллиардер Забегая Вперед Миллиардер Оказался Находит Двух Человек Парня И Мужчину Говорит Вот Жвачка Тебе Вот такая Чама Мама А тебе Тряпа Папа И Кто из вас Лучше Прорекламирует Жвачку Тот Получит Миллион И Они Там Целый Фильм Рекламируют А в Конце Выясняется Что Это Просто Агент Рекламный Просто Не важно Какую Жвачку Рекламировали Цель Была Достигнута То есть Продажи Увеличились И той Жвачки И той В той Иной Степени И Они Всегда Два Лагеря Создают Пепси Кола Кока Кола Россия США Мне сегодня Так забавно Было Смотреть Фильмы Где Рассказывали Как Американские Самолеты Прилетают Разведчики Разведывают Что же там В Черном море Происходит А другие Самолеты Такие Ааа Мы вас Отпугнем А что Они Разведывают Это В принципе Диотизм Наверное Самые Несчастные Жители Здесь Это Наверное Военные Которые Думают Что они Действительно Защищают Что-то На самом деле Военные Созданы Для подавления Бунтов Если вдруг Выйдет Из-под контроля Как это Часто Бывает Население То в город Будут Кинуты Войска И Свои же Белоруси Белоруси Хлопти Будут Расстреливать Своих Ж граждан Это Происходит Постоянно Повсеместно В Илью Год Есть Ясень Инграсиль И Радужный Мост Окупанты Ничего Не скрывают А это По Всем Законам Вселенной Они Нам Говорят В фильмах В играх Книгах В мультфильмах Как Обстоит Дело А Поняли Не поняли Их Это Не волнует Самый Сильный Фильм Наверное Игра Престолов Там Показывает Истинную Карту Мира Азию И Америку Там Еще есть Ее Полную Найти Там Четыре Континента На самом Деле Показано Потом Они Нам Говорят Про Ледяную Барьер И Еще Они Нам В Игра Престолов Что Говорят Что Это Все Механическое Мы Живем Просто В Механической Табакерке Кто Не Смотрел Мой Ролик Тайна Печатима Грозного Посмотрите Так Начни С себя Фраза Ну Это Мерды Вкинули Это Специально Эту Вот Сторону Чтобы Чего То Достичь Надо Начинать Не С себя А С других Как Я Начал И Сам Начал Как Говорится Расти То Когда Ты Облагораживаешь Вокруг Себя Пространство Автоматически Ты Развиваешься Если Ты Начинаешь С себя То На Себе Зацикливайся Только Для Себя Там Что В общем Ничего Хорошего Так Как Я Человек Могу Реально Противостоять Окупантам Если Есть Такой Шанс Нас Уничтожает Со Всех Сторон А мы Максимум Созидаем Ну Я Уважаемый Слушатель Не раз Это Сообщал Буду Говорить Постоянно Единственное Что Мы Можем Это Распространять Знания Самый Сильный У нас Козырь Это Отсутствие Америки Да Я вам скажу Что Это Может Привести К Физическому Уничтожению Наших Скафандров Но Всегда Остается Один Шанс На Очень Большой Скорости Проехать На Мотоцикле Между Двух Ягантских Фур И Выехать Позади Их Здоровеньким И Приподнятом Настроении Вот Из-за Этого Одного Процента 0.01 Стоит Жить Как Там Пелось А жизнь Только Слова Если Любовь Есть Смерть Эй Кто Будет Петь Если Все Будут Спать Смерть Стоит Того Чтобы Жить А Любовь Стоит Того Чтобы Ждать Смерть Смерть Стоит Того Чтобы Жить А Любовь Стоит Того Чтобы Ждать Смерть 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 В общем Рудаков Сергей Анатольевич Реинкарнация Прошлых Жизней Сергей Курджиев Лама Седьмой Сергей Радонежский Очень Много То есть Я его слушал Очень много Смотрел Раз пять Мы с ним По скайпу Разговаривали Ну действительно Сильнейший Маг России Где-то Около Тридцати Лет Занимается То есть Семь 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 Рассказывал Как Как его Активировали Куда Сюда У него Школа В Новосибирске Академия Развитие Интуиции И Пробуждение Родовой Памяти Вот Ну постоянно Ведет Разговаривает Ну как С Алтайским Дедом То есть Вплотную Как оказалось В прошлых Жизнях Это Алтайский Дед-то Может быть Слышал Да Как же Его Фамилия Это Борис Как-то Володарский Слышал Может быть Ты про него Не Ну это Как бы Оцелители То есть Маги Так скажем Такие Такого уровня Я поизучал Действительно Очень Черьезно Даже в медитациях Мы вместе На стриме Сидели То есть Вот этот Новый год Я Прям То есть Вебинар Был То есть И прям В медитациях Вместе Сидели Прям очень Конечно Круто Все Соответствует Тому Что он Говорит Ну в общем Суть К чему Он Собрался Город солнца Строить У себя Улыбина Вот А так Как В стриме Появился Строитель Ну в виде Меня Я с ним Это Ну мы поговорили То есть Ему там Дома надо Строить Попросил Смету Проект Сделать Там На какой Ни один Экспериментальный Домик Ну и Разговорились Что-то Разговорились И он Говорит Что Заканчивается Переполюсовка До 24 Года И 2020 2021 Пойдет Большая Вода То есть Переполюсовка На маленьком Лобусе Да То есть Нет То есть Ну как бы Сказал От Европы До Урала Большая Вода Будете Но Я вот И вопрос То есть Раз они Все географически Ошибаются Да То есть Думают Что То есть Ну вот Был же Такой Вброс Что Вот На Алтай Все Надо На Алтай То есть На Алтай Только Вот Ванга Сказала Помнишь Да Раз нам Это Вбрасывают То есть И говорят Значит Что-то Туда Почему Толкают Я вот Думаю Сижу Да То есть От Алтайского Края До Америки Получается То есть Ну туда В ту сторону То есть Гораздо Ближе Чем допустим То есть От Алтая До Краснодарского Края То есть До гор Краснодарского Края То есть Ну вот Так вот Географически Посмотреть И вот Я вот Почему-то Думаю То есть Откуда у них Раз они все Такие Мощные Ясновидящие Почему Они географически Не могут Разобраться Причем Никто Из них Не может Разобраться Географически Ну Я Знаешь Это Просто Видишь Что тут Доминирует Так как Хорошее Расположение К тебе И уважение Я не знаю Рубит ли Правду Матку Или нет По отношению Да говорите Я что Вообще В твоем Вопросе Таится И ответ Самый Самый Вот я вспоминаю Первый Комментарий Там проходит Три-четыре Дня У меня Вконтакте Он по-моему до сих пор остался Когда девушка Вас тоже напишет Вячеслав Ну ведь просто невероятно Почему именно вы До вас было столько Медиумов Предсказателей И сейчас Огромное количество Экстрасенсов Но почему Никто не знал Про географию Про сотовую землю Вот Переполюсовка Ну да Пожалуйста Ну ты как думаешь Вообще Что переполюсовка То есть идет И действительно То есть Солар А вот Значит Значит В том плане Что Насколько я понял Ничего не идет Как быть С двадцать четвертым Годом Вот мы В двадцать четвертом Году С тобой созвонимся А потопа Нет И что делать И что делать Что скажет Мах и волшебник Ну Переполюсовалось Да Нет Просто Тут такая ситуация То есть Я вот просто Логически тоже Я уж очень Тоже Я сам по себе Штехнарь То есть Мы с тобой общались И у меня Вся режиссура По полочкам То есть Я как бы вижу Конечный результат Любого дела И как бы Ну вот Мы немножко Чуть-чуть Похожи с тобой То есть Я конечно Тебе в подвеске Не кажусь Но Нет Каждый в своем Селен Понимаешь Мы как То в пати Один воин Другой маг Все нормально Я не могу То что ты можешь И наоборот Все отлично Вот поэтому Мы собираемся Чтобы дополнять Друг друга Да пожалуйста Да это точно Ну вот тут Вопрос такой стоит То есть Так Конечный результат Как Так скажем Если То есть Время закончилось Так скажем Темного периода Ну наступила Сать и юга Что делать то Вот С этими 95 процентами То есть Население Которые не хотят Просыпаться И по прежнему Грудь не сосут А грызут То есть Это грудь Как бы земли Ну я К тому Что то есть Рано или поздно Как бы Ну вот этот кусок Лакомый же Он кончится То есть Да И То есть Людей Как бы Как бы там Не хотелось И все равно Много Не становится В том формате Как бы мы Могли Развиваться Да Я имею Ввиду Про нас То есть Белых С розовым Оттенком Вот И как Вот сейчас Вот В этой ситуации Как Вылечить Как Вычистить Так скажем То есть Разумы Как поменять На светлых Людей Есть ли Какая-то То есть Ситуация Можем ли мы Разбудить Там допустим Народ Ну допустим Ты конечно Очень большое Количество Людей Будешь Это 100% Да Но есть Которые Вообще Не хотят Их Большинство Ну Разбудим Мы еще Дополнительно Там 5% Да Я тоже Кое-какие Движения Предпринимаю То есть Да Что про тебя Постоянно Рассказываю И людей Все время Ссылаю То есть На твой канал На твои ролики Вот Ну а так А что дальше Что с остальными Делать Я их так называю То есть Люди Которые То есть Ну как Ну вообще С ними Никак Есть варианты То есть Очистить Землю От Такого То есть Неправильного Понимания Какие Варианты Мне кажется Только Вода Так Ну Первое По теории Больших чисел Конечно Есть Всегда Вероятно Что За это Воплощение Может Произойти Чудо То есть Как говорится В нашей Вселенной Все бывало Не такое Бывало Даже Что За один День Шло Тотальное Пробуждение Ну Пожинать Следующим Ринкарнируемся Мы Опять же Тут же В кандалах И ошейниках Или это будет Уже Как бы Свободная земля Да То есть Без оккупации Поэтому Мы Все равно Должны Трудиться На перспективу То есть Небесная Канцлярия Она вообще Все фиксирует Можно Конечно Лениться Можно Можно Филипка Включать Там Это Как говорится Допускается Но Тут же Во вселенной Все добровольно Никто Ничего Не навязывает То есть Если Человек У человека Есть желание Понимания То он Должен действовать Здесь Сегодня И сейчас Поэтому Что касается Тех Кто не просыпается Ничего страшного Вот Знаете Ну не будем Давайте возьмем Какого-нибудь Другого персонажа Ни на кого пальцем Не будем показывать Вот ему Допустим Сейчас 20 лет Этому персонажу Ну человеку Да И Через Лет 60 Он уходит В мир иной И говорит Вот слушал ролики Было мне 20 лет Вячеслава Котлярова И вот Ухожу в мир иной И вижу Что ничего не изменилось А все Хуже стало Или наоборот Он уходит в мир иной И видит Как говорится Результаты Как бы Деятельности Потому что Невозможно Я 3 года вещаю И все хотят Ну не все А Многие желают Чтобы вот уже Сегодня началось Это освобождение Не так быстро Не бывает Мы сейчас только Как говорится Один глаз открыли Мы даже второй не открыли Причем Многие не различают Даже И как я говорю Сотовцы Правду открыты Вот яркий пример С тем же блогером Валерой Крымским На которого Буквально поверили Там ложь Там ложь на лже сидит И ложи погоняет Часть сотовцев Поверили В эту несусветную ложь Что Что есть цех Огромный Что Котляров работает Не один Что у него там Огромное количество Помощников Я буду Я благодаря этому Когда меня обвинили Первый кто меня обвинил Это вообще был Юрий Степанович Рыбников Еще В шестнадцатом году Вот Поэтому Я просто не ожидал От Крымского Он был своим А тут такой Удар в спину Ну Наверное У каждого Святки должен быть Свой Иуда Какой же он Святка Если нет Того Кто за 30 лет Вот Поэтому Я очень скептически Отношусь К всевозможным Экстрасенсам Мне задавали вопрос В чате Как вы относитесь К этим Ну Современным Всем экстрасенсам Я говорю Либо шарлатаны Либо не их уровень То есть Есть вот допустим Действительно Знахари Которые Которые могут Исцелять Но Понимаете Если Даже вот Современный хирург Если он может Исцелять Да Человека То это не означает Что он Может разбираться В географии Потому что Он посвятил Всю жизнь Как говорится Скальпелю Ну Может конечно Параллельно Это И разбираться Я вообще Заметил Что истинные Знахари Истинные Те которые Могут исцелять Действительно Они Ну Если человек Талантлив То он Талантлив Ну Может не во всем Но во многом В частности Истинные целители Вот я по Зиночке Смотрю Она же вообще Может Буквально Буквально С того света Достать Вот она Сотовое Мироустройство Для нее Как семечки А вот Другие Как говорится Врачи Ну может Хирурги Исключение Они Ну не понимают Этого Поэтому для меня Тест всегда Один Это география Если человек Себя позиционирует Там с медиумом Он выходит В астрал Он Пятое Десятое То он Хотя бы Не должен Это Ну Потому что На самом деле Это тяжело Скажем так Будучи даже В земном Скафандре Объять Вот эту махину Под названием Сотовое Мироустройство Истинная География Но он Хотя бы должен Иметь логику То есть Как это получается Любой медиум Если он такой Действительно является Экстрасенс Он изучает Тот материал Которого предостаточно По Америке То есть Это порядка Десяти-двадцати роликов То есть Вникает в вопрос Потом Изучает Может ты помнишь Карта Где ни одного слова Не сказал Там я показываю Что континенты Имеют все Одинаковую Ну Береговая линия То есть Австралия Это копия Запада Австралии Это копия Запада Африки Восток Австралии Это копия Индии И так далее То есть Все береговые линии Они имеют Четкое очертание Допустим Пресловутый Канадский Вот этот Полуостров Я забыл Как он называется Это копия Нашего Европейского Вот этого Полуострова Ну и так далее То есть Если он И после этого Ничего не понимает Значит Он Ну мягко скажем Лукавит Что он экстрасенс И Вообще Что Что такое Экстрасенсы Есть же экстрасенсы Даже если он Экстрасенс Он же Сможет Не обязательно Быть на стороне Света И На стороне Этми Что вы думаете Он будет так Прямо говорить Я злодей Я пришел Вам вредить Конечно Он будет говорить Что он Нам несет добро Поэтому Цель И этих Экстрасенсов Они могут Медитировать Основной Мой посыл У меня Как говорится Сердце кровью Обливается Это уже говорил Миллионный раз Я просто не могу Делать Такие ролики Для ютуба Их удаляют Ну в лучшем случае Удаляют В худшем случае Это меня приводило К блокировке каналов Где я рассказываю Где наших деток На физическом уровне Каждый день убивают То есть Я как говорится Хотя бы Остановить убийство детей Потому что Ну мне невыносимо Потому что Сенсорика мощная Каждой клеточкой Чувствую Боли и слезы А что они хотят Я говорю Мы в оккупации Нас убивают И едят каждый день Чтобы избавиться От оккупации Нужно распространять Знания Что они делают Они ничего не делают Они медитируют Не вижу Я передаю тебе слово Не вижу Логики Не вижу Ну грубо Ладно Короче скажу Своими именами Короче все они шарлатаны Если не шарлатаны Пускай переубедят В чем переубеждение Мне не шарлатан Человек Рассказывает А это очень важно Что в Америке Не существует Я не знаю Почему Какой-то процент Даже слушателей Зрителей Не понимает Это Ну Фантастику Аферизма Да Я не знаю Смотрел Эти Крайние мои ролики Хотя я его выпускал Наверное уже месяцев Пять назад Или шесть Я наконец-то нашел Местоположение Канады И успокоился А сегодня в эфире Кстати даже на старых Картах нашел Подтверждение Того что Где находится Канада Потому что Мне действительно Было тяжело Понять Каким образом Жители Соединенных Штатов Америки Попадают в Канаду Минуя Россию И мне удалось Это все-таки Показать И я как бы Успокоился Ну Ты не сталкивался С этой информацией Да Где Канада Сейчас находится Ну Слав Я все твои ролики По два раза смотрю Спасибо Ну Затем Я просто С самого начала С самого начала Все Абсолютно Пересматриваю И я в принципе Ну Как бы По сути Мы с тобой знакомы Заочно То есть вообще Практически С самого начала То есть это вот Мы только так В живую Хорошо Что ты вот Сегодня зашел Потому что Вот эти у меня Последние Три-четыре дня Просто Ну Как говорится Я же не железный И вот эти Нападки На меня Это сейчас Как бы Зрители это не видят Но идет Идет Тот человек Тот человек Тот человек Который Который Вместе Со мной Шел В одном Ключе И снимал Ролики Что Америка Не существует Разворачивается В полном направлении Финальные слова Его ролика Котляров Земля никакая Не сотовая Ты всех Обмануешь И тут Прямо Вот как чувствовал Что Это для меня Будет Наверное Самое Это Ну он сейчас Слушает эфир Такое Суровое Что я мог От него Услышать Те кто Послушает Вот этого Аля Крымский Зайдут На Котляров ФМ Узнают Что Земля Сотовая Что вверху То и внизу Узнают Где Находится Америка Узнают Что рака Нет Узнают О Бигфарма Узнают О вакцинах И перестанут Вакцинировать Своих детей Значит Поколение Не потеряно Это прекрасно Это хорошо И хотя бы Одного ребенка Спасти Ну что же Красный флаг Ему в руки Пурпурный А потом Какая разница Почему же он Не взял Это слово Л-юдус Почему не взял А начал Какие-то Голоса Подстраивать Может Услышать Это только Объясняется О том Что это Преднамеренно Все дело То есть Не потому Что ему Так померечилось А потому Что надо Это делать То есть В двух словах Кто не понял Крымский И есть Цеховик И я Я это Я это Подробно Расскажу Есть Цеховик Да Громче всего Кричит Вор Держите Вор Так Как ты Говорил Уверена Что Это только К лучшему Все что Делается Все к лучшему Потому что Человеки Их Внутренний мир Это любовь И созидание А у Ника Крымского Это Разрушение У нее Есть Цеховик Наверняка Глубоко Законспирированный То есть Я бы так Сказал То есть Либо просто Два варианта Либо он действительно Глубоко Законспирированный Либо просто Жлоба Давит Что у тебя Так все ясно Четко Складывается И это же Действительно Видно То есть Видно Видно Человека Который Говорит То есть Ну вот Я как бы Раньше был Топ-менеджером То есть Да У меня в подчинении Было больше Тысячи человек И То есть Как бы Я научился То есть Когда человек Говорит То есть Я это уже На интуитивном уровне Чувствую Правда Это или нет И потом Трехлебов Научил По здравомыслию Пропускать Многие моменты То есть Вот Я тебе скажу Слав Я прям Ну как бы Мне достаточно было То есть Пару роликов Послушать То есть Чтобы Ну просто Примкнуться То есть К твоим знаниям То есть Да Которые ты Нам То есть Глаголишь Да И То есть Все вот это Вот Понять А эти Вот Как это Знаешь Караван идет Эти все Гавкают И гавкают То есть Это как бы Мне кажется Надо к этому Давно привыкнуть Не обращать внимания И кстати Тебе Убедительная просьба Да не трать Ты на них Энергию Свою Оставь ты ее Для тех Человеков Которые Просыпаются Сегодня Чего на них Обращать внимание Конечно У тебя там Адреналин Поднимается В этом Может быть И есть Как бы Ихняя роль Чтоб тебе Чуть-чуть Адреналин Поднять И чтоб тебе Немножко Энергии Добавить Что ли Да я ради Середняков Понимаешь Потом же Меня эти Середняки Когда через Несколько лет Дойдут до того Что Тот же Хрымский Их Обманул Они мне Первый Предъяву Скажет Вячеслав А что Трудно было Сказать Хотя бы Пару слов Что он Обманул Невозможно Это молчать То есть Вся работа На середняков Ради них То есть Есть Просто Алгоритм Событий И чем Человек Наперед Больше Просчитывает Вариацию Именно в этой Земной жизни Что будет То В зависимости От того Ну как В компьютерных Играх Что он Сделает Что скажет Какие События Развернутся Так как Я уже Мне удалось Озвучить Колоссальное Количество Знаний И данных И в будущем Я буду Тоже Удивлять Ну Наши Общие Знания Просто Мне посчастливилось Не знаю За какие Заслуги Больше Думаю Что наверное За внутренние Качества Наверное Только Из-за Этого Выбирают Потому Что Я Не вижу В себе Такого Я Какой Обыкновенный Как все Человек У меня Три Класса Образования Да И Один Проход Как Там Говорят То есть Вот Поэтому Давай Не скромничай Мы же Все Понимаем Слав Ну Это Как Садишься В шахматы Играть Знаешь Это Я Поиграл В шахматы И уже Понимаешь Кто перед Тобой Сидит То есть И какой Его внутренний Мир И на сколько Ходов Он может Вообще Понимать Одно Дело Натренированный Шахматист А другое Дело Перед тобой Сидит Стратегический Игрок Который Просчит Это Как Фильм Эффект Бабочки Кстати То есть Ты вот Сейчас Сказал Что То есть По поводу Просчета То есть События Это Эффект Бабочки Какие Вибрации Мы сегодня Выделяем Какие Желания Мы сегодня Имеем В ту Действительность Мы попадаем То же самое Правильно Ты говоришь В тех Ячейках Потом Мы и Рождаемся В итоге От своих Вибраций От своих Желаний От своих Мыслей От своих Действий Вот оно Как бы Эффект Бабочки Вообще Чёрко Ну вот Тут кстати Яркий пример Если ты ролики Не пропускаешь С контактером То есть Получается Что мне пришлось Ролик разобрать То есть Все его видели Все знают Про этого Геннадия Который там В 94-м Году В 95-м Году Его в гипноз Вводили Он вещал Но Инструментов Знаний Не хватило У тех Кто эти знания Получил То есть Я делаю ролик Где Пальцем Показываю Конкретно На те или иные Моменты И Светлые Замечательные Слушатели Вникать О чем была речь Поэтому Многоходовку Почему я привел Пример Как бы Мне говорит Что Нужно Я энергию Не трачу Я наоборот Наверное Сказать бы Как бы Термина Наверное Не хватает Раскручиваю Больше Вихревой поток То есть Я Ну Немножко Так В творчестве Начал Это Медлить Да Там С планет Теми же Открытиями А сейчас Я завелся Я себя Раскручиваю Раскручиваю То есть Это Опять же Для новых Открытий Нужно Поэтому Единственное Что я не соглашусь Что мерды Они Наши Не тренера Они наши Тренажеры То есть Как гиря Которые Берет И увеличивают Мышечную Массу Точно так же И вот эти Чудики Которые На моем Пути Зачем Я их Должен Отбрасывать В сторону Если он Мой Тренажер Я его Беру За рога Как там Этот Вакула Оседлал Чёрта И сделал Своё Дело Купил Золотые Черевички Подарили Золотые Черевички Так и я Зачем Такой Подарок Судьбы В сторону Отмахивать Нет Буду Буду Юзать Поэтому Очень Скептически Отношусь Ко всем Экстрасенсам Понимаю Только Знахари Они делают Своё Дело Кстати Сейчас Очень много Молодых Знахарей Появляется Буквально Каждый год Молодые Люди До 18 Лет У них Как-то Это Откуда-то Тоже Приходит Это Возможность Знаете Они Не собраны В одном Месте Они Рассредоточены По нашей Земле Матушке Как бы Через Определённое Расстояние То есть В каждом Закутке Просто Надо знать Есть Такой Знахарь Который Как говорится Исцеляет Поэтому Город Солнца Хорошо Но Так он Тоже Знахарь Он Методологию Отливания На воск Древнейшую То есть Рассказывает В таких Подробностях У него Даже Написано Вот Если Не сталкивался Где Где Очереди От Тех Отливных Войскам Исцелённых И благодарности Только настоящие Не так Как Есть Есть Такие Я сам Попробовал Отлиться На воск Слав Тебе Тоже Рекомендую Отлиться На воск Самому И вот Набери Академия Развития Интуиции Там Академия Смущает Академия Это же Переводится Ложь Ака Ложь Актер Ака Наверно То есть Как бы Уж так Некие термины Наверно Неправильно Да То есть И с буквицей Немногие Знакомы Согласен Чтобы Изучать Понимать Но вообще Попробуй То есть Я когда Отлился На воск На следующий День Ночью То есть Когда спал Ответы Были То есть Очень многие То есть Да Прямо так И сказано Ночью То есть Возможно Придут ответы То есть Почему И как Вот так И было Очень Интересно Попробуй Отличная Сам себя Не изучал Этот вопрос Почему Потому что Как бы Ну вот Скажу То что я На первую Скидку Приходит Дело В том Что И Назовем Их Все таки Серые Темные Наверное Неправильно Назвать Ну ладно По старинке Темные Они тоже Предлагают Свои услуги Причем У них Это Получается Гораздо Дешевле И быстрее Только Местные Жители Не знают Что Скажем Так Цена Потом Все равно Как говорится Будет Насчитана Они Знал Не знал Их Не волнует Вот Поэтому Если Я попробую Изучить Это Почитаю В интернете И может С информационного Поля Скачаю Я не хочу Так Огульно Говорить Что это От темных Информация Но Мне интуитивно Кажется Что Все Что Скажем Так Где Используются Всякие Обряды Это Уже Ну От Лукавого Потому Что Человек В принципе Должен Достаточно Иметь Возможность Исключительно Силой Мысли Работой Своего Мозга Не Не Использовать Вот эти Всякие Куколки Вуда Неизвестно За что За что Потянешь И Неизвестно Кто На этот Воск Что Примотал Ты То Восстановися А у Кого То Допустим Что То Высосишь И Всегда Вот Эта Передача Энергии Я даже Когда Тайге Писал Не только Скажем Научные Доклады Но еще И писал Художественную Развлекательную Литературу И там Я описывал Про одного Парня Который Гадал На картах И Момент Когда Ему Бабушка Передавала Этот Дар Она Ему Передавала Через Веник То есть Она Веник Вложила Эту Энергию И Этот Веник Взял В руки И Получил Эту Возможность Скажем Так Тоже Гадать На картах Поэтому Вот Эти Все Что Касается Материального Мира Вещей Ну Я Пока Скептически Отношусь К этому Мне Кажется Сила Должна Быть Сила Мысли Когда Человек Чистым Разумом Что-то Пытается Сделать Не Прибегая К Заколкам Булавкам Потому Что Это Костыли Если Человек Допустим Знаете Есть Такое Понятие От Сглаза Если Человек Прикрепил Себе Булавку И Он Уже К Ней Привык И Булавка Отражает Удары От Сглаза То Когда Он Случайно Эту Рочный Удар То Он Придумал Себе Костыль Оберег И Когда Он Его Лишился То Он Не Смог Защититься Поэтому Человек Должен Быть Максимально Автономен Чтобы На своих Исключительно Ресурсах Силой Мысли Ставить Защиту Улучшение Сопротивление Также Исцеление Я Всегда Стараюсь Много Лет Силом Слово Исцелять То Никаких Медикаментов Никаких Пасами Руки Пасы Не делаю А просто Слово Говорю Ты Будешь Ходить У нас Сейчас Появился Человек В эфире Александр С Казахстана Молодой Парень Попробую На ноги Поставить Хотя По законам Местной Жизни Человек Который Сломал Позвоночник Себе 5 лет Назад Он Не должен Ходить Но я Попробую Силой Слово Все Таки Поставить Его На ноги Вот Поэтому Скептически Отношусь Передаю Слово Что на физическом Уровне Происходит Когда идет Отливание На воск Это Все Маленькие Пальши Звук Плохо Стало Как будто Микрофон Включил На воск В момент Того Как процесс Происходит Ты в воду Горячий воск Льешь И потом Вокруг себя Восьмеркой То есть Вокруг своего Тела Обводишь И все Лярвы В момент Застывания Воска Прилипают Там То есть Ты как бы Из своего Энергетического Поля Ты просто Убираешь Все Нити То есть Всю энергию Которая от тебя Отсасывается Если взять К примеру Простого Обыкновенного Мясоеда Который Допустим Барашка Ест Так А барашек Потом Питает От этого Тела И как бы Это же Всегда Так Допустим Как вот Вопрос Задать Одно Дело Плохо Убивать Животное Другое Дело То есть Необходимо Было Его Убивать Так Вот Трехлебов И говорил Как раз Здесь Что То есть Когда Нам По необходимости У предков Убивались То молились За эти Животные То есть Чтобы они Отправлялись В следующий Класс Выше Развивались Соответственно Все нити Те Которые Должны Как бы Откачать Ту Энергию То есть Как бы Заменив То есть Да То что Ты как бы Его лишил Жизни Соответственно Он уже За жизнь Должен Добиться Определенных Результатов Вот это Мы должны Компенсировать Своей энергии Могучей Которая У нас Есть А когда Ты молишь За это Существо И просишь Чтоб оно Ну как Оно Тебе Здесь Помогло То есть Здесь Сейчас А ты Прочишь Чтоб Оно То есть Дальше Развивалось И уходило И все И нет То есть Связи Нет Так скажем От тебя Откачки Энергии И когда Ты Делаешь Отливание Навоз С определенными Словами Те Как раз Все Такие Есть Лярвы Все Что есть Присосанно То есть Просто Все Все Обрывает Хозяйство И Это Древнейшая Методология Воск И она То есть Такая Крутая То есть Что Это Просто Я Подвечал Вопрос Я Вспоминаю Меня Бабки Но В детстве То есть Отливали Я Как бы Судили Родом В Кемеровской Области Скиннера Непосредственно Так у нас Там Тоже Таких Знахарей Очень много Было И основное Так скажем Инструмент Это Отливание Навоз Я тебе Ссылку Поизучал На Самый Да Я Попробую Прокомментировать Пока Свежие Мысли И У тебя Что-то С микрофоном Как бы Глухо Звук Идет Последние Две Минуты Не Хотел Перебивать Ага Сейчас Хорошо Так Какую Мысли Зафиксить Блин Надо Было Сразу Воск Метод А Вот Про Лярвы Значит У меня Там Два Вопроса Да Возможно Отлепляет Лярвы Но Сейчас Пока Не знаю Насколько Я Такой Насчет Пищи Я Мясоед И Я Все время Перебираю Какое Мясо Есть И Сейчас Остановился Для себя Мясо Индюка Ем То есть Думаю Ну Это Птица В принципе А Качество Мяса Превышает Ту же Курицу И так Далее То есть Индюк Это Вообще В принципе Животное С тех Земель То есть В частности Родина Антарктида Антарктический Круг Хоть и мясоед Но Я Не Испытываю Никакого Дискомфорта Вот Ну Как бы Сейчас Эту тему Не хотелось Касаться Хотя С другой Стороны Вот Сейчас Со Светланой Это Только От Светы Зависит Разрабатываем Такую Мысль Которая Необычно Звучит Дело В том Что Наш Скафандр По Большому Счету Не Предназначен Ну Тотально Для Для Овощей И фруктов А как раз То для Мяса Потому Что Большое Количество Овощей И фруктов И Ну Скажем Там Злаковых Желудок Не Перерабатывает Мы Как Глотаем Так И он Выходит Ну Яркий Пример Конечно Кукуруза Но На самом Деле Если Взять Там И Помидоры И Вишня И Только Мясо Оно Скажем Так Порошок Перетирается Нашим Организмом Причем Света Говорит Что Желчь Непонятно Это У хищников Только Желчь Для чего Нам Тогда Дали Желчь А это Только Для Перегонки Мяса Нет Это Не Означает Что Давайте Все Мясо Есть Я Сторонник Ближе Как Принято Называть Грузинская Национальная Кухня То есть Колоссальное Количество Зелени Травы И Мяса То есть Огромное Количество Зелени Там Петрушка Укроп Там Я не знаю Кинза Там Еще Вот Именно Много Зелени Ну да Там Овощи Можно И Мясо Если Кому Мясо Вредит Конечно Человеку Его Лучше Не Есть Но Без Мяса Я Не Могу Ещать И По Поводу Лярв Да Возможно Я Не буду 100% Варить Что Я Сейчас Прав Но Есть Такая Тема Отцепляя Более Маленькие Они отвечают За разное Там Скажем Так Заставляют Человека Делать Кого Сладкое Есть Кого Курить И так Далее Но Когда Уже Приручил Маленьких Лярв И ты Уже Знаешь Как С ними Управляться Немножко Легче Выживать Но Когда Мы Отцепливаем Вот Этих Слабых Лярв На Них Место Приходят Средние Лярвы Когда Средних Отцепливаем Уже Более Мощные То есть И вот Когда Мощные Приходят Тогда Человека Буквально В смысле Скручивает В бараний Рох Я Конечно Опять же Не буду Утверждать Что С воском Может Будет Произойти То же Самое Это Опять же Может Кстати Быть Индивидуально Кто Сильный Духом Там Наверное И лярвы Не страшны И мощные Но Я вспоминаю Фет Формос Когда Там Ведьма Взяла Облик Матери И Вначале Его Простой Веревкой Связывают Говорят А ну Где твоя Силушка Порвешь Ее Он Раз Порвал Я С детства Эту сказку Помню Художественный Телевизионный По моему Фильм Потом Она Больше Веревку Берет Он Рвет Еще Больше Рвет А потом Уже Такой Веревкой Связала Вот Этой Лярвой Мощной Что Все Одолело Это Скажем Чуть Лени Безбежная Тема То Лучше Пускай Будут Вот Эти Веревочные Чем Найдут Более Мощные Да Может 2% Человеков Которые Проходят Через Этот Обряд С Воском Он Испытывает Какую То Мощь Ну А где Статистика Всех Это Надо Проводить Как Говорится Серьезные Исследования На Притяжении 50 Лет Отслеживать Что С кем Произошло После Этих Пока Скептически Отношусь К воску Там На яйцах По моему Выкатывают Еще Что Там Много Этих Есть Самый Мощный Эффективный Препарат Это Сода Перекись Мед Что Еще Орехи А вот Кстати Слав Извини Пока Не ушла Мысль По поводу Соды Значит Появилась Сода Алтайская Органическая Сода Вот То есть Это Сода Скалу Индийские Содовые Озера Какие-то В общем Это как бы Не химический Так скажем Добыт То есть Сода Да А это В озерах И как бы Такая сода Я ее заказал Продается она На авито 350 рублей Стоит Баночка Один парень Продает Я вот сначала Две купил А вот сейчас Еще десять Заказал Вот И вообще Прям Очень Прям Это совершенно Прям Другая Сода Ты прям Чувствуешь Прям по-другому У меня Прям Я прям Попил Когда первый раз По методологии То есть Которая С твоего Канала То есть Пришла Да То есть Попробовал И так И сяк Но вообще Очень Прям круто То есть Вообще Совершенно Другая Тема Так что Я тебе Рекомендую Закажи Себя Обязательно А как Называется Я просто На слух Не запоминаю Там Мне либо В скайп Надо Написать Либо Может Еще раз Повторясь Я запишу А я Знаешь Как Я тебе Даже Статью Написал Есть Группа Такая Родить Бога Называется Набери Вконтакте Родить Бога И там Асгар Родионов Там Статья Развернутая По Алтайской Соде И как И чего Значит Улу Дин Ски Содовые Озера Очень круто Конечно Ну там Прям Приводится Как И у меня Вообще Мысль Возникла Поехать Съездить Туда И Производство Наладить Очень Крутое Я Кстати Что Потерялся Я Ну Как Бы На Физическом Вакууме Двигатель Делаю То есть Ну Слово На Букву Э Не Называю Вот Занят Очень Сильно И Вот Как Боже Сейчас На Стадии Завершения Скоро Запуск И Буду Пробовать Если Получится Конечно И Вообще Надо Выпустить Ролик Всем Срочно Помогать Слав Слав Котлярова Поставьте Себе Авто То есть Как Это Называется Автоплатеж Все Сделайте Автоплатеж По 50 По 100 Рублей Это Вперед Как Говорится То есть Не Мы Поможем Славе Слава Помогает Нам То есть Мы Помогаем Славе Я Считаю Так Должно Быть Еще Если Не Ну Да Как Это Сказать Не Подделка Еще Кораллы Ну Могут Правда Продать Порошок И Сказать Что Это Коралловый Порошок Но Сами Высушенные Кораллы И Перетертый Порошок Это Очень Большая Мощь Это По Аналогу Соды Но Тоже Очень Эффективно Потому Что Это Вообще Как Говорится С Глубин Морских А Вот У Меня Тоже Есть Каменное Масло То есть Природный Иммулятор Что Подобное То есть Сейчас Сказал Это Каменное Масло Оно Переводится На самом Деле Оно В Порошке Маленький Маленький Порошочек И Вот Что Представьте Там Достаточно Капельки И Там Разводишь С водой И Там Эффект Мощный Все Что Хочешь Тебе Вылечит Ну Круче Сота И Круче Меда То есть Нет Кстати У меня Я В детстве Был В местах Таких Что Где Зубы Пропадают Так Скажем Вот И Под коронками Зубы Начали Болеть И А у Меня Я То есть Это Начал Сотовый Мед Есть То есть Сотовый Мед Который Не касается Ни медогонки Железной Ни ножов Железной То есть Он Имеет Свои Высокие Вибрации Достаточно И тут Я начал Воск Отжевать Жевать И ты Представляешь Даже Под коронкой Зуб Перестал Болеть То есть Вообще В планах Нет Сейчас Даже К зубному Врачу Идти Потому Что Ну Просто Тупо Живая То есть Сотовый То есть Ну Как бы Вот Прошли Зубы Так что Всем Рекомендую Порекомендую Слав Жевать Воск И Зубные Боли И вообще Вас покинут Раз Навсегда Пасек Уже Мы Открыли То есть У нас Развитие В этот Год И вот То есть Немножко Накачали Так скажем Вот 20 Литров Мы Сняли Липово В горах На Деревянной Медогонка Будет Специально Куплено Ножи У нас Керамические Которые То есть Будут Срезать Вот Этот Вот Забрус Вот И я Не знаю Слав Как Будет Поделиться С тобой То есть Этим Наипрекраснейшим Медом Высоких Вибраций Ну Не знаю Посылка Или Он Не дойдет Не Но Ты Если Как Черкануть Куда Нибудь В Какое Место Я Знаю Что Конспирация То есть Куда Нибудь Чтобы Как Пришел Забрал Что Ли Все равно Рано Или поздно Концовка Марганцовка Ну Сколько Успел Оставить Важного После себя Я Вошел Да Там Пласт Какой-то Есть Задел Но Все Познается В сравнении То есть Уже В принципе Предостаточно Я всегда Говорю Я Готов Что Каждый Эфир Может Мой Быть Последний Особо Про это Не заморачиваюсь Ну А вообще По теории Больших Чисел Должен До 104 Лет Еще Здесь Это вещать Собственно Как был Запрограммирован Эту ячейку Да Это изначально По умолчанию Посмотрим Может Так В городах Точно То есть Так долго То есть Невозможно Будет проживать Какие тут Они дела Тут эти 5G Да То есть Тема Это сейчас Муссируется А у меня Вообще Сложилось Впечатление Что Они 5G Вышки Уже давно Установили То есть Вот эти Вот все Везде Которые Коробочки Торчат Просто они Пока не всегда Работают Или работают Ну совсем По чуть-чуть Нас как бы Приучают Наш организм К тому Что они По чуть-чуть Этот Кстати Сергей Анатольевич Рудаков Он Рассказывал То есть Как он Почувствовал Впервые То есть Работу Этих Вышек Которые Раньше Работали 2-3 часа Жарив Наши мозги По ночам Да А сейчас Они работают Круглосуточно Практически То есть Это получается Ну я так Делаю Вывод Ага Чуть-чуть Но нас перевели И тогда То есть Вот все-таки ЛТЕ Когда появилась В горах Пчелы Там с ума Посходили То есть Вообще Там умирали Погибали То есть Там не урожай Там большие То есть Да Когда ЛТЕ Именно появилась А вот сейчас 5G Готовят нам Это что Если прочитав Что такое 5G Это получается Они просто Хотят управлять Нами через Аппаратуру Через Как бы То есть Ну как Какой-то То есть Грубо говоря Мощнейший Идет сигнал На какой-то Прибор То есть Да Которым там Ну грубо говоря На пылесос Да То есть А пылесос Уже будет Связываться с нами Вот почему Им нужна такая Мощная То есть Волна Чтобы Скажем Ну вот Нами управлять А как это Я в городе Центра У меня У меня в центре Города Офис Я прихожу В офис У меня Ну какие-то Дела поделать Я первым делом Одеваю Медный обруч На голову Потому что Если я не одену Медный обруч На голову В этом месте У нас там 18 вышек Торчат Да у меня Просто мозги Вшкипают Через 2 часа Это же Ну вот как Нас Так что Я не знаю Если До 104 лет Вещать В горы Крадслав Уезжать Ну Может с годами Переберусь Горы Пока Нет возможности Для тебя Всегда у нас Место в горах Есть Кстати Ты же знаешь Северный Кавказ У меня там Нычка Построена Такая В виде Там Полгектара Земли Вокруг Еще 10 И никого Вообще В радиусе Тысячи метров Прям вообще Главное Чтоб интернет Там был А? Интернет Там есть Интернет Вот да Появился То есть Но Единственное Условие То есть У меня Конечно На земле У меня там Это Бескровное Питание Слав Что я там Яблонь Насадил Фруктов Груш Там у меня Старых деревьев Порядком 50-70 А этот Как он Называет Новых Еще То есть Около 30 Посадил Ну райский Сад Так скажем И по книжке Шумшука То есть Родить Бога То есть В райском саду Наши предки Как говорится То есть Новое поколение Добывали Вот Так что Вот Такое Все В мыслях И в планах Горы Краснодарского Края Величайшие Горы Где-то Примерно 800 Над уровнем Моря Там Река Горная То есть Рядышком Так что Если что Там Всегда Как говорится Готовы Прямо Принять Тебя Да я тебя В гости Звал Уже Как-то Раз Ты Сказал Что Мне некогда Ролики Ничего Со временем Никуда Не спешим Ну а что Ну а у меня все равно Никак Даже вот сейчас Если допустим Вырваться У меня все равно Не получается Это Ну Посмотрим Со временем Конечно Хотелось бы Ну ты Смс Напиши Куда Посылку Да Я Скайп Набежу Да Я Скайп Можно индивидуальный Смс Если не хочешь Да Ничего Я уже Столько раз Это Блин У персонажа Заводите Умудряюсь Еще Это Рубиться Компьютерную Игру Так ты Че Все Наш Не спал Что Ну да Не Когда Ешь Ну Секрет Какой То есть Значит Я Целый День Знаешь Что Что Происходит Ночью С Нашим Мозг Наш Мозг Ночью Начинает Лечить Наше Тело Наш Скафандр Он Переключается Если То есть Не Дать ему Такую Возможность Значит Ну Прям Тебе Обязательно Нужно То есть Восполнить Что Ты Пропустил Да Я же Никуда Не Денусь Если Уже Усталость Косит Так 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 Потом Могу И 14 16 Часов Спать И Ничего Тем Более Я Сказал Что Я Просто Целый День Высыпался Но Поэтому Ночью Такой Бодренький У меня Сейчас День С ночью Попутан То есть Я Днем Сплю До Вечера Там Восемь Просыпаюсь И В эфир Захожу Ну Ладно Тогда Пожелать Тебе Можно Там Добрейшего Утро Говорит Слава Очень рад Тебя Благодарю За то Что Мы Так Пообщались Хорошо С тобой Я Потом Письмецо Тебе Напишу То есть Свои Мысли Идеи То есть Может быть Как-то Применешь Делая Ролики Спасибо Ладно Благодарю вас До встречи Да До встречи Быть добры Андрей Счастливо Счастливо И Пурпурный И Раз Два Три Четыре Пять Шесть Всего Шесть Союзных Республик Что Не хватает Что В руках У меня Молоткастый Серпастый Советский Паспорт О Молоткастый И серпастый Советский Паспорт Более подробнее В следующем ролике Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харьков 22 часа 25 минут 03.07.19 Год Вы знаете За все годы Вещания Я честно говоря Немножко Подустал Когда мне присылают Мои собственные Работы Говорят Посмотри Вячеслав Какое было Открытие Сделано Ну я как-то На это все время Глаза закрывал Ну вот Недавно Мне человек Скинул Скриншот Из моего Собственного Ролика Сказал Смотри Как было И как стало Мало кто знает Что вот этот Перевод Сделал я Лично сам То есть Я взял Оригинальный Текст Лево Оригинальный Текст А справа Это Я лично Сам Решил Сделать Перевод Причем Не приужахнется И не испугаться Это еще Кстати Под вопросом Здесь Может не приужахнется Другая Может быть Смысловая Нагрузка Я попытался Человеку Объяснить Что это С моего Ролика Скриншот И я автор Этого Скриншота Человек Мне не поверил Для того Чтоб человек Мне поверил Мне пришлось Уйти В далекий Четырнадцатый Год Долистаем До самого Конца Ленту У меня есть Как и многих Из вас Страничка Вконтакте Кстати Крымский Был не первый Кто обвинил Меня в том Что я на кого-то Работаю Юрий Рыбников Намного раньше В шестнадцатом Году Сделал ролик Где я объяснил Что котляров Получает деньги За то Что Рассказывает всем Истинное положение Вещей Значит Настройки Просто сбились Я был в полной Уверенности Что сейчас Текст будет Но может и к лучшему Что вы увидите В прямом эфире Что я сейчас Домотаю До самого низа И покажу вам На мой взгляд Довольно важные вещи Во всяком случае Интересные Когда-то Эту статью Отправлял В проект Виталия Сундакова Но Виталий Владимирович Ничего Не скоснул Значит Давайте еще раз Вы видите текст Не успел Добрыня Слово молвите Справа Другой текст Современный Перевод Есть те Кто говорят Что я у кого-то Этот скриншот Взял На самом деле Обращайте внимание На дату Вдумайтесь 14-й год 10 января 14-м году Я пишу статью Она очень короткая И я эту статью Вам сейчас Прочитаю Но перед тем Как я ее буду читать Хочу обратить внимание На текст Гром гремит Да свищет молния А как летит Змеище Горынище О тех 12-ти хоботах И ниже я пишу А ты их 12-ти хоботах Видите Это я писал Еще статью В 14-м году В 14-м году Я уже эту статью писал И решил Просто В своем ролике Майковский Крымский Галоши Или История паспорта СССР Показать этот фрагмент Давайте вместе с вами Изучим Что же я писал В 14-м году Здравствуйте Все Буду предельно Краток И максимально Понятен Недавно Решил Перекладывать Русские былины На манер Поэтических Произведений В процессе Написания стихов Столкнулся С открытием С которым Возможно До меня Никто не сталкивался То есть Поняли Я брал Старые былины И переводил На советский язык Как вот здесь Потому что Текст Многим Непонятен Был Пишу я далее Пресловутый персонаж Былин Змей Горыныч И не менее Известная героиня Греческих мифов Медуза Гаргона Является По сути Одним героем Другими словами Одному и тому же Чудовищу Наши предки Давали Разные имена Ситуация Тождественна С высшими силами Один и тот же Бог Имел разные имена У разных народов Сущность его При этом Не менялась Та же ситуация И с альтернативным Миром Одно и то же Чудовище Имело Несколько имен Но В целом Был один персонаж Доказательство Моему открытию Привожу Оригинальный Текст Былины Добриня И Змей Ну и По ходу Пьесы Буду Комментировать Гром Гремит Да свищет Молния А как Летит Змеище Гориныще А ты их Двенадцати Хоботах А добрыня Той змеи Не приужахнется А ты их Двенадцати Хоботах Знаю Не поверите Но Об этом факте Я задумывался Значительно Раньше Приблизительно В семь Девять лет Приблизительно Семь девять лет Мне было Не ты их Двенадцати Головах А ты их Двенадцати Хоботах Ну тут я преувеличиваю На самом деле Я раньше Про это Про эту сказку В лет пять Шесть Уже знал Но думаю Что скептически Отнесутся То что Человек может Помнить то что Он в пять лет Читал Точнее слышал В том случае Да в том случае Было слышал Читали мне сказку И запомнил И у меня в голове Крутилось Почему хоботы А не головы Тогда Поэтому я здесь написал Семь девять лет Чтобы Чтобы не было много скептиков Но на суть не меняет Главное что из далекого детства Я запомнил Что хоботы Медуза Гаргона не имеет По сути волос Пишу я дальше А вились у нее змеи В какой то мере хоботы И визуально И функционально Хорошо Возможно пока не убедительно Дальше Больше Он отшиб Змеи двенадцати До всех хоботов Он отшиб Змеи двенадцать До всех хоботов Тут упала Змея Да На ковыль Траву Да Брынишка На ножку Был поверток Он скачал На змеиные Да Груди белые Да На кресте У Добрыни Был Булатный нож Он ведь хочет Распластать Ее Груди белые Он Скачал На змеиные На груди Белые Он ведь хочет Распластать Ее груди Белые Дракон Рептилия Ящер А тут Груди белые Ну может быть У крокодила Грудь белая Да Там если перевернуть Белая Может грудь Все таки Белая Имеется ввиду Грудь Передняя сторона В случае с крокодилом Нижняя сторона Да А не женская Грудь Может имеется ввиду Ладно Может не женская Смотрим дальше Это еще не все Дальше мы видим Что змей Змея Была больше мать Так как она Причитает О своих малых Змеенышей Ай ты Ай добрыня Сын Никитинец Никитинец Мы положим С тобой Заповедь Великую Тебе не ездите Далече Во чистое Поле На тую Гору Сорочинскую Не топтать Больше Младых Змеенышей Не топтать Больше Младых Змеенышей Он Маловероятно Что перед лицом Неминуемой Гибели Будет думать О детях Младых Змеенышей Возможно Только она Ведь Наверное Только мать Может волноваться За свои чада Перед лицом Неминуемой Гибели И финальные строчки Полностью Заявляют О том Что змея Все же она Он Выпустил змею Как из-под колен Своих Поднялась Змея Да вверх Под облаком Случилось Ей лететь Да мимо Киевграда Увидела Она Князеву Племянницу Молоду Забаву Путятичну Идучи По улице По широкой Тут Препадает Змея До косырой Земле Схватила Она Князеву Племянницу Унесла В гору Да в глубокую Случилось Ей лететь Да мимо Киевграда Увидела Она Племянницу Схватила Она Князеву Племянницу В данном Тексте Все очевидно Случилось Ей лететь А не ему Ей Увидела Она Змея Да Не он А она Ну дальше Я пишу Банальность Уповая На чудо Что в плане Того что был Первым Кто заметил И подметил Что даже Горыныч и Горгона Неслучайные Совпадения Случайности Неслучайные Эту статью Я написал Еще в 14 Году Сейчас я настаивать Не буду Что Горыныч и Горгона Это один и тот же Персонаж Я Предлагаю вам Ознакомиться С текстом Самостоятельно И сделать выводы Но Тот момент На который Обратил внимание С самого начала Ролика От их 12 хоботах Имеет место быть И не просто Имеет место быть А то что я Действительно Еще в далеком Детстве Обратил на Это непонятное Словосочетание Своё внимание На сим Разрешите Откланяться С вами По-прежнему Вячеслав Котляров Спасибо Что слушаете Слышите Меня Всего вам Доброго И до новых Встреч В прямом Эфире Пока Пока-пока Тут надо мелодию Ставить Ту-ту-ту 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 Сейчас мы С вами Услышим И увидим Поразительные Открытия Последнее Видео Валерия Крымского Про Паспорт Маяковского Где он Просто-напросто Сделал Очень Поразительные Наблюдения Которые В принципе Было И у всех Перед глазами И у меня Перед глазами Просто Никто на это Никогда не обращал Внимания Да Да Денис А теперь Уважаемые Слушатели Зрители Я вам покажу Именно я Вам покажу На что Никто Из вас Не обращал Внимания Потому что Это вообще Никому Не было нужно Начинаем изучать Я Много И долго Готовился К этому Ролику Начинаем Издалека По длинному Фронту Купе И кают То есть Маяковский Который Уплывал В Америку Плыл На Огромном Судне Принято Их сейчас Лайнера Называть Следовательно На этом Борту Были И другие Пассажиры С других Стран И С других Населенных Пунктов Поэтому Произведение Четко Читается Читаем Вместе Чиновник Учтивый Движется А теперь Внимание Сдают Паспорта Иностранцы Которые Находятся На судне Сдают Свои Паспорта И Маяковский Сдают Свою Пурпурную Книжицу Вас Смущает Что Книжка Красного Цвета А не Пурпурная Что Мы с вами Знаем Про Пурпур Может Мы с вами Ничего Не знаем Кто Нибудь Из вас Знает Что Такой Пурпур А я Вам Здесь Я привел Всего Лишь Шесть Видов В данном Случае Возможно Пурпурный Фиалковый Но я Настаивать Не буду Потому что Пурпур Это краситель Различных Оттенков От черного До фиолетового Цвета Это Огромное Количество Оттенков Огромнейшее И винно Пурпурный И красно Пурпурный И лилово Пурпурный Мальчик В кадре Показывает Фиолетовый Цвет Он Действительно Уверен Что Пурпур Это Фиолет 50 Оттенков Пурпура Подсказывают Светлые Человеки В чате Се Стар Так вот Денис Расскажи мне Пожалуйста Дорогой Ты наш Человек Где Противоречия Маяковский Плывет Се Спокойно В Америку Садится На пароход На котором Я уверен Он был один Советский Гражданин Ну может Пять Чтобы не Убежал Остальные Все пассажиры Иностранцы У каждого Иностранца Паспорт Сдают Паспорта Среди Кают Купе Кают И я Сдаю Мою Пурпурную Книжицу Вообще Если изучать Историю Паспортов То мы С вами Найдем Очень много Удивительных И поразительных Вещей И насчет Вот этой Пурпурной Книжицы Это далеко Еще не все Это только Присказка Сказка Впереди Давайте Выясним Что такое На самом деле Означает Паспорт Есть в футболе Такое слово Пас Цельная Передача Мяча От одного Игрока Одной команды Другому Игроку Той же Команды То есть Пас Передача Порт Это Куда Прибывает Суда То есть Пас Передача Из одного Порта Прибытия В другой Порт Прибытия Вообще В те годы В 29 Году Был В принципе Заграничный Паспорт К сожалению Мы обложку Не знаем Была ли у него Вообще Обложка Может он Просто Эта бумажка Складывалась В 4 Прихлопа Притопа Да И просто Вкладывалась Пурпурную Книжечку И там Просто Из этой Пурпурной Книжечки Доставалось Просто Вот он Дает Книжку Из этой Пурпурной Скажем так Книжицы Он выдает Заграничный Паспорт Потому что Паспорт Это только Между Портами Удостоверение Это внутреннее Положение Дальше Почему бы Не допустить Что стих Маяковского Был Отредактирован И те Вещи Которые Были Допустим В оригинальном Тексте Могли быть Убраны Ну как Вариант А уже При Переиздании В 53 Году Прошли Редакцию И уже Текст Был Искажен Это как Дождик Молния А как Летит Змея Горы Начат Их 12 А головах А добрыня Той Змея Не испугается Переиздание В 53 Году Прошли Редакцию И уже Текст Был Искажен Даже Несмотря На это Что Мы Текст Взяли С вами В том Виде Который Нам Предлагает Интернет Мы же не Книжку Взяли А Взяли Интернет То Уже В принципе Моя Подача Которая Была Озвучена Все Равно В пух И прах Разбивает Всякие Традания А теперь Идем Дальше Про Паспорта Конечно Их Можно Было Все Напечатать В 53 Году Для Этого Фабрика Должна Была Работать Печатать Паспорта И куча Другой Печатной Продукции Вообще Проблема Если Вы Изучите Как Обстояло Дело В Советском Союзе С Печатанием Вы Ужаснетесь Оно Не Было Разбито Поэтому В Советском Союзе Не Хватало Книг Ну В принципе Это Сознательно Тормозилось Чтобы Люди Меньше Читали То Есть За 53 Год Там И пускай Там 75 Для Фальсификации Или пускай 91 Фабрики Должны Были Работать Круглосуточно Чтобы Создавать Фейковые Документы А главное Вручную Их Расписывать Потому Что Это Не Редакция Фабрики Да Точнее Не печать Фабрики Ну Кстати По поводу Ручки В принципе Первая Была Изобретена В Тридцатые Годы Если Не Ошибаюсь Да Здесь Конечно Я Привел На фотографии Наши Старые Добрые Советские Ручки Которые Многие Из нас Грызли Колпачки Но Это Не важно То Что Шариковые Ручки Уже Были С 1931 А По Некоторым Данным Изначено Раньше Означает Что Для Детей В школе Чтобы Они То ли Время Теряли То ли Наоборот Лучше Становились Давали Чернила А для Заполнения Документов Возможно Использовались И В 20 Годы И 30 Ручки Чтобы Быстрее Дело Проходило Но Это Сейчас Тоже Не Принципиально Почему Как Там Происходило Дело С Ручками Важнее То Что Дальше Я вам Покажу Дальше Я вам Покажу Следующее Удостоверение Мы Сейчас С вами Видели Удостоверение 20 Годов А Теперь Я вам Покажу Достоверение 30 Годов А Здесь Уже Опасные Вещи Я вам Сейчас Прочитаю Помните Ролик Который Я Создавал Нас Заселили В 1953 Году И В этом Ролике Сказал Что Все Жители Городов Были В ГУЛАГах Что Такое ГУЛАГ ГУ Это Миллионы ЛАГ Это Лагерь ГУЛАГ Это Миллионный Лагерь То Есть Огромное Количество Лагерей Миллионных Да И Тогда В ролике Я сказал Ну Несколько Городов Работали Такие Как Харьков Ленинград И Сталинград Допустим Берем Харьков Сам Харьков Был Пустой Наверное Это Неудач Например Харьков Было Несколько Городов Которые Работали Харьков Ленинград Ну И Сталинград То Есть У них Население Было А Вот Допустим Курск Или Киев Задача Была Выдавить Бомбежками Людей С Минска Выдавливали И Тогда В ролике Я сказал Ну Несколько Городов Работали Такие Как Харьков Ленинград И Сталинград Какое Было Мое Удивление Когда Я Узнал Что Только Для Трех Городов Были Выданы Паспорта Этот Паспорт Был Выдан Только Гражданам Трех Городов В Тридцать Третьем Году Такие Паспорта Получили Жители Москвы Ленинграда И Города Харькова Ох Уж Этот Харьков Да То Есть Три Города Три Города Жители Граждане Имели Эти Паспорта Другие Города Не Имели Ну Как Мы Знаем Там Харьков И Ленинград И Возможно Москва Тоже Производила Большое Количество Техники Возможно И Больше Городов Имели Паспорта Со Стопроцентной Уверенностью Конечно Не стоит Заявлять Что Всего Три Города Ну Вот К примеру Грузинский Язык Возможно Город Тбилиси Имел Для своих Граждан Тоже Документ Но Одно Остается Неизменным Основное Количество Граждан Советского Союза Были Без Паспортов И мы Это Даже Знаем Из Официальной Истории Хотел Бы Немножко Остановиться На Харьков Почему Харьков Из Трех Городов Советского Союза Такой Загадочный Город Ну Почему Только Москва Ленинград И Харьков Имели Паспорта Конечно Какой Нибудь Обманщик На Ютубе Вам Может Сказать Что Паспорт Это 53 Года Нет В 53 Году При Хрущеве Или Там При Каком Нибудь Пилермутере Появляются Вот Такие Паспорта Как Видите Они Разительно Отличаются От того Паспорта Который Я Вам Только Что Демонстрировал И Уже В 1974 Вводятся Уже Знакомые Нам До боли Паспорта В 20 Я Так Понимаю Их Было Два Вида И Скорее Сего Цвет Играл Огромное Значение Если Я Вам Сейчас Покажу Удивляшку Что В 87 Году Был Паспорт Советского Союза Служебный То Почему Не было Тоже Какого Служебного Паспорта Где Написано Бессрочное Да Который Отличался От Вот Этого Удостоверения Которое Тут Вроде Не написано Что Это Бессрочное То есть Это Удостоверение Давалось Для Всех А Вот Это Уже Достоверение Бессрочное Уже Наверное Для Элиты Так Как Мы Можем Более Старые Варианты Ну Кто Скажет В 53 Году Их Распечатали Находить Такие Надписи Бессрочное Паспортная Книжка Бессрочная Видите Еще Пишется С я Тими И Тими 15 Копеек Книжка Стоит Обалдеть Ну Наверное Распечатали Специально В Советском Союзе Создали Типографию Где Буквица Была Дореволюционная И Распечатывали Вообще При желании Вот таких Книжечек Конечно Даже В интернете Можно найти Много Ну Сейчас Какой-нибудь Независимый Исследователь Скажет В 53 Году Распечатали Этот паспорт Заграничный Или Фотографию Ну Подрисовали Причем Выпустили Их вагон Сейчас Если вы будете Заходить В интернет Вы можете Покупать Довольно Таки В большом Количестве Всевозможные Документы Той эпохи На чем Мы с вами Остановились На Харькове Что Это За загадочный Город Харьков Сейчас То что я Прочитаю Удивит Не только Светлых Человеков С разных Уголков Лица земли Но и самих Даже Харьковчан Первые Общие Факты Которые Мы Слышали Это Парадокс Том Что первая Всесоюзная Ёлка Была Поставлена Именно В городе Харькове И только Уже на второй Год в Москве Почти 80 лет Назад Харькове Зажилась Первая Советская Ёлка Харьков Впервые В Советском Союзе Провели Праздник Новогодней Ёлки И уже На следующий Год В Москве Даже Если Это Фейковая Информация В чем Я сомневаюсь Есть Доподлинно Известные Вещи Которые Не являются Фейком Это То что Помимо Ёлки Впервые В городе Харьков Был Расщеплен Атом Во всем Мире У память Выданного Эксперименту Расщепления Атома Ядра То есть Павить Эксперимента Расщепления Атома Который Состоялся В 32 Году Украинском Физическом Техническом Институте Ну и Фамилии Кто Расщеплял Впервые В Харькове В мире Создают Арктический Вездеход Харьковчанков Озвучу Сейчас Наверное Самое Уникальное Насчет Харькова То что Я обещал Что даже Сейчас Удивляться Сами Харьковчане Харьковская Область Была Размером С Германию И имела Даже Выход К морю Харьковчанам И сейчас Грех Жаловаться На нехватку Пространства Сегодня Наш регион По площади Сравним С такими Европейскими Странами Как Бельгия Албания Но был Период В истории Когда Харьков Был центром Куда Большей Территории В 1919 Году Харьковская Губерния Как единица Административного Деления Принято Вооруженными Силами Юга России Включала Себе Не только Нынешние Земли Но и Территорию Екатерининской Курской Орловской И Полтавской Губернии А также Входила В Харьковскую Губернию Северная часть Таврической Часть Киевской Черниговской И часть Тульской Губернии В это время Харьковская Губерния Была Размером Современную Германию Но я думаю Вот эти фотографии Которые Я сейчас Покажу Это конечно Тоже В 1953 Году Распечатали Для тех Кто не в курсе Почему я говорю 1953 Год Распечатали Есть исследователи Которые На полном Серьезе Говорят Что Нас на физическом Уровне Распечатали На принтере Ну кто Кто смотрел Мой ролик Про 1953 Год Я объясняю Откуда Нас Их Точнее Завозили То есть Были Несолько Городов Которые Имели Не только Жители Но еще И паспорта А также Вокруг Каждого Города Было Огромное Количество Всевозможных Сел И деревень В которых Также Жили люди Ну и Также Огромное Количество Концлагерей Точнее Гулагов Здесь Наверное Кто-то Скажет Видите Крыло Немецкого Самолета И кто-то Скажет Ну Вячеслав Наше Время Пририсовать Крыло Можно Ну хорошо Пускай Немцы Тут написано В 41 году Нигде Не летали Да Вот Так Выглядит Госпром Это на Советском Языке А На украинском Держав Пром То есть Означает Не газ А гос Государственный Держав Пром Вот Тоже Справа Как он Выглядит Сейчас Видите Здание Думаю Не от Вольного Были Так Построены То есть Большое Ухо Наушник Или Приемная Антенна В городе Харькове Существует И поныне Как видите Здесь На площади Есть Много Машин Сможем Мы С вами Рассмотреть Эту Площадь Поближе Давайте Попробуем А вот Эта площадь Поближе Вот Машины Да Конечно Не такое Количество Как Здесь Но То Что Эти Две Фотографии Были Сделаны Приблизительно В один И тот же Период Означает Что Мы С вами Сейчас Видим Что Происходило В 41 42 Году На Одной Из Крупных Площадей Мира Сейчас Конечно Харьковская Площадь Уже Возможно Не настолько Велика Она Может На 12 Месте Но Нам Помню Школьникам С гордостью Как Строили Харьковский Газпром То есть Его Начали Строить В 25 Году Это Как Бы Считается Небоскребы По тем Временам Проект Ну Нам Говорят Проект Был Конкурс На самом Деле Уже Был Готовый Проект Это Наверное Тоже Фейковая Фотография Строительства Скорее Сего Газпром Да Наверное Не в 25 А в 53 Строили И Если Тень От Лошади Отпадает Видите Вот Вправо А Тень От Граблей Влево То Скорее Всего Это Фейк Конечно Решать Вам Уважаемые Слушатели Зрители Это Наверное Один Из Первых Роликов Которых Я Просто Делюсь С вами Той Информацией Теми Знаниями Данными Которые Которые Накопал Все Самостоятельно Даже Не прибегал К помощи Статей Хотя Есть В интернете И Официальные Статьи По поводу Тех или иных Моментов Тех же Паспортов Я решил Самостоятельно Изучить Тему Паспорта Многие Из вас В детстве Сталкивались С такими Облигациями Лично Я помню У своей Прабабушки На чердаке Нашел Большое Количество Таких Бумажек Здесь 55 Год Написано Возможно Они были 55 Года Мне Просто Запомнилось Что они Были Зеленые А вот 1946 Года Да Возможно Облигации Печатали В огромном Количестве Да Чтобы Подделать Историю 39 Год Вообще Конечно Чтобы подделать Историю Что людей Распечатали В 53 Году Их же Надо Распечатанных Было Чем-то Кормить Не могут Распечатанные Люди Святым Духом Питаться Значит Заодно И распечатали Огромное Количество Домашних Животных Домашние Животные Это не Дикие Животные Огромное Количество Домашних Животных Нужно Кормить Поить Доить И так Далее Поэтому Скорее Всего В те Годы В 53 Году Распечатали Большое Количество Однолетних Культур А их Тоже Знаете Огромное Количество Культурные Растения Самосевом Не Сеется Да Но кто-то Говорил Что это Возможно Теоретически Я Я Вам Сейчас Не Буду Читать Лекцию И Моделировать Варианты Что Глобально Все равно Хоть Круть Верь Без Человека Все равно Ничего Не Получится Поэтому Мы Выясняем Что Раз Нам Предложили Что В 53 Году Нас Распечатали Значит Распечатали Еще Животных Домашних Причем Видов Огромное Количество Представляете Какое Количество Видов Здесь Всего Лишь Только 3-4-5 Вариантов Животных А их Превеликое Множество Плюс Для Кормления Животных Распечатали В 53 Году Огромное Количество Овощей На Принтере Ну и Нам Тоже Овощи Нужно Наверное Есть Ну а Дальше Давай Печатать Деньги Всякие Фальсифицированные В 53 Году Как Металлические Так и Бумажного Образца Всякие Делать Подделки 23 Года Сахарный Заем Все Надо Было В 53 Году Не только Людей Распечатывать Но и Еще Куча Фальсификата Вообще Если Мы С вами Прикоснемся К теме Облигаций Это Понимаете Облигация Это Очень С точки Зрения Производством Не Дешевая Вещь Я вам Скажу Там Должна Быть И Бумага Подобающая Водяные Знаки Конечно В 53 Году Жители Разгромленных Городов Занимались Тем Что С утра До вечера Печатали Облигации Чтобы Спустя Годы Нам Потомкам Можно Было Придумать Историю Но Вот Хитрые Фальсификаторы Тех лет Я так понимаю Пошли Значительно Дальше Они Не Остановились На Распечатывании Денег Они Начали Взрывать Собственные Города Не Я Я Я Чтобы Было Максимально Достоверно В данном Случа Я Показываю Город Харьков Но Что Это Означает Что Означает По Мнению Некоторых Авторов Либо Это Фотомонтаж Либо В 53 Году Харьковчане Для Достоверности Бомбили Собственные Города И Сейчас Исследователь Скажет Смотрите Здесь Тени Не Такие Ладно На эти Тени Не будем Обращать Внимания Посмотрим На Двух Женщин Это Идет Лицо В тени Это Идет Светлое Фотошоп Я Попробую Найти Есть Вот Это Что Мы Сейчас Фотографии Смотрим Есть Хроника А К Видеоряду Очень Трудно Придраться То Есть Такая Версия Что Это Не Фотографии А Это Из Видео Просто Пленки Наделали Эти Фотографии Но Есть И Видео Подобное Криншоты Можно Криншоты Да Хорошо Тогда Где Деревья Где Деревья Да Давайте Тогда Посмотрим Хронику Что Нам Хроника Говорит Возможно Это В 53 Году Снято Я Наставить Не Буду Кстати Вот Показано Показан Газпром Очень Долго И Тщательно Готовился К этому Ролику Где Деревья Где Деревья Стараюсь Максимально Уважаемые Добрые Светлые Человеки Донести Свои Мысли Это Что Недостроенные Или Разбомбленные Похоже Разбомбленные Ну Харьковчане Видите Что Фальсифицировать Историю Ну Не только Харьковчане Жители Всех Городов Постсоветского Пространства Занимались В 53 Году Тем Что Просто Бомбили Собственные Города Ну А че Такая Развлекуха Была Тоже К теням Трудно Придраться Потому что Это уже Видео А видео Знаете Вещь упрямая Ну Возможно В 53 Году Кто-то Залез Под люк Чтобы Всех Обмануть Потому что Сейчас В кадре Трамвай Появится Возможно 53 Я Настаивать Не буду Я сейчас Просто Предлагаю Фактаж Вот Город Харьков Славный Возможно Это В 53 Году Снимали Хотя Датировка У него Идет Времена 41 Тире 45 Возможно Меня Обманули На Ютубе Знаете Можно Все Что Угодно Скачать И Все Что Угодно Подписать Но В данном Случае Я Просто Вырезал Один Момент Здесь Указано Я Не Стал Навязывать То Что Предлагают Авторы Здесь Утверждается Что Звучит Сирена И Граждане Начинают Передвигаться Очень Быстро Машин Ж Нет Чего Спешить Переходить Дорогу Ну Может Не Сирена Может Поступают Машины Ездят В городе Возможно Это 53 Год Мальчик Идет Не Мобильный Леон Телефон Себе В рот Засунул Давайте Посмотрим Просто Вы знаете Был Стрим Недавно Один Персонаж Сказал Смотрите В Харькове Мобильный Телефон Засовывают Могу Даже Показать Этот Скриншот По Мнению Одного Персонажа Этот Мужчина Держит Планшет Мне Почему То Кажется Что Это Галоши Теперь Вот Слава Еще Восхищался Этой Фотографией Слава Эти фотки Уже Показывал На стриме Да Да Только Я хочу Сидит Человек Держит Телефон Планшет Мне Почему То Кажется Что Это Галоши Сидит Человек Держит Телефон Планшет Чего Ты Взял Что Это Телефон Это Размытая Какая То Ерундушка В руках Дальше Что Чем Ты Докажешь Что Это Телефон Лицо Темное Почему У него Лицо Темное У рядом Сидящего Парня Проходит Рядом У них Все Освещено Хорошо Вот Стоит Затылком Все Прекрасно Видно А у Этого Все Темное Как Я Даю Гарантию Это Все Фотошоп Какую Гарантию Даешь Гарантию От Валера Крымского Сидит Человек Держит Телефон Планшет Мне Почему То Кажется Это Галоши Я Даю Гарантию Это Все Фотошоп Какую Гарантию Даешь Гарантию От Валера Крымского Сидит Человек Держит Телефон Планшет Мне Почему То Кажется Это Галоши В Одной Руке У него Одна Галошина И Вторая Галошина Ну Можете Ошибаюсь По Меню Персонажа Здесь Тени Не Такие Многие Видели Фотографии Уже Города Харьков В интернете Понимаете Харьковчанам В 1953 Году Приходилось И вывески Писать На Немецком Языке Потом Взорвать Собственный Отель Красный Чтобы Уже Достоверно Было Что Война Была Все Таки Фальсификация Должна Быть Фальсифицирована Набрали Откуда Ряженых Бабушек В 1953 Году Хотя Дотировка У фотографии В 1942 Год Дома Опять Повзрывали Вот Еще Повзрывали Дома Харьковчанам Просто делать Было Нечего Детвора Тоже Растень Не падает Правильно Значит Танк Это Нарисован А Мальчики Это Вообще Пионеры Наверное Восьмидесятых Годов Вот Так Харьковчане Выживали В 1942 По мнению Некоторых Авторов В 1953 Году Уже Будучи Распечатанными Они Откуда Брали Старые Вещи Надо Было Еще Вещи Распечатать Мало Распечатать Людей Они Же Голые Или Сразу Распечатывали Вместе С одеждой Наверное Голых Распечатывали И уже Распечатаны Люди И шли К харьковчанам И покупали На бараховке Одежду Этот Танк Можно И сейчас В центре Города Харьков Найти Официальная Фотография 1942 Год Но Танк Стоит Не на том Месте Где то Рядышком И поныне Но Тоже Скажут Что Пускай В 1953 Году Любили Развлекаться Целые Обозы Лошадей Гонять Туда Сюда По городу Детей Наняли Чтобы Они В 1953 Году Создавали Декорацию Мост Взорвали А что Потом Решили Фальсифицировать Что Англия США И город Харьков Хай ЖВ Военный Союз Народив Харьковчане Просто были Приколисты Почему бы Ряженых Каких Нибудь Представителей Не найти Других Республик И написать Просто Транспарант Англия США Пойди Разберись Кто из них Англичанин А кто Американец А где Представитель Города Харькова Сложно Тут Каждый Из них Может быть Представителем Англии Хотя Может это Все Харьковчане А плакат Фотошоп 5 Разгромленные Дома Тоже Декорация В 1953 Году Видите Там Надо было Все на немецком Писать То есть Приблизительно Понятно Должно Было Распечатано Все Все и Вся Бутылки Этикетки 1934 Года Хотя Может За границей Были Не распечатаны Тогда Уже Жители Надо Искать Обязательно Что-то Советского Образца В общем С паспортом Понятно Выяснили Что На корабле Огромное Количество Граждан И чиновник У них Паспорта Собирают Чиновнику Паспорта Дают Ну а Представитель Советского Союза Сдает Свою Книжицу Книжицу Ну была У нее только Книжица Бессрочная Но все таки Книжица Ну и Пурпурная Как мы Выяснили Пурпур Это Имеет 50 оттенков От черного До темно Фиолетового Ну И красно Пурпурный Есть Вот такие Друзья Наблюдения Трудно Будет Избавиться От огромного Количества Всевозможных Ящиков Которые Наверное В 53 Году Распечатали Эти паспорта Все Хотя Это Действительно 53 Года Наверное Датировка Еще раз Посмотрим Как Паспорт Эволюционировал 20 Образец Был Да Для Ну Для всех Граждан И красный Наверное Уже Можно Было Маяковскому Дать Чтобы он За границу Мог Выехать Также В 30 Годах Был Для Нескольких Городов Советского Союза В 53 Году Создали Новый Паспорт Ну И Тот Вариант Паспорта Который 74 Мы Все Привыкли К нему Обязательно Надо Вкрапить Что Континента Северная Америка Не Существует Его Нам Нарисовали Ну Те Кто В курсе Они Светлые Чайки В теме Ну И Плюс Ко Всему Наша Планета Гигант Хотя Распечатанные В 53 Году Так Не Считают Они Почему Думают Что На Плоской Земле Любой Из Нас Человек Понимает Что Земля Не Может Плоской Вот Огромная Планета Огромнейшая Состоит От Большого Количества Слоев На Каждом Слое Огромное Количество Сот Каждой Сот Яйцо Каждом Яйце Желток И Вот Мы Все С Вами Дружно Живем В Одном Из Три Яйцо Иванова Роман Да Да Это У нас Владивосток Да Да На Карте Нанес Несколько Городов Дну 12 Походу Стрима Будем Еще Добавлять Значит У нас Тут Мордель Плата Что Меня Интересует Кстати Кто У нас По Му Есть Сейчас В Эфире Из Мордель Плата Да Ена И Уже Подключился Спасибо Значит Лос-Анджелес Меня больше всего Интересовал Это у нас Лора И Из Владивостока У нас Как раз Да Роман Вот Ну и Также У нас Есть Луга Это Ленинградская Область Ну Заявлено Было Астрахань Нижевск Новокузнец Красноярск Сейчас Вячеслав Меня поправит Потому что Я не знаю Какие Конкретные Вот здесь Есть У нас Еще Трамбул Ну это Около Нью-Йорка Практически Нью-Йорк Это Расул Из Читы У нас Александр Значит Из Атланта Тоже кто-то Был Я тут У меня Списочек Есть Городов Да Я возьму Слово Пока Ничего Важного Не убежало Хочу Обратить Внимание Значит Уже У нас В кадре Два Замечательных Кадра А именно Справа Расул Демонстрирует Что у него В Соединенных Штатах Америки Как видите День Да В Италии День В Владивостоке День Чита День Норильск День Нашему Максу Уважаемому Верим на слово Что у него День А не ночь У меня тоже Из окна Видно Светит Я тут Шторку Разновесил У меня Светло На улице Но там Дождь идет Там Посморно У меня День У меня Практически Полдень Сейчас У меня Час дня По Москве И у меня Практически Полдень Да Я уже Запустил В эфире А кстати Светлана Вот Эта Точка Темная Она И визуально Также Она Видна Или Она Визуально Очень интересный Эффект Получается Я всегда Смотрю на солнце Через Сидиром И Спектр Там Достаточно Семи цветов Состоит И можно Посмотреть Невооруженным Глазом На вот это Солнце Солнце Представляет Собой Абсолютно Белую Тарелку Без всяких Затемнений Без всякой Короны Так как Заснять Это практически Невозможно Я пыталась Заснять На телефон Подставляя Вот это Сидиром Не получается Ну Нет у меня Такой возможности Иметь Какого-то Фильтра Надо покупать Наверное И Если смотришь Невооруженным Глазом Оно Абсолютно Белое И получается Так Что это Как бы Антипод Вот того Что мы Сейчас Видим На камере У меня Сейчас Я специально Вот камеру Немножечко Сдвину Чтобы понять Что это Онлайн Так Ну ладно Сейчас Вступление Небольшое Сделаю Значит Привет Друзья Значит Сегодня Мы с вами Подискутируем О том Можно ли Одновременно Видеть Солнце С разных Точек Земли С разных Городов В одно И то же Время Ну С точки зрения И ТПЗ И гелиоцентризма И сотовой Теории Ну То есть Все Рассмотрим Посмотрим Официальные Сервисы Насколько Они Соответствуют Значит На мой Взгляд Этот вопрос Очень интересен Для обсуждения Сам по себе Эксперимент Очень Грандиозный Когда Разные Люди Прошу Микрофоны Выключите Микрофоны Выключите Когда Вот Разные Люди Именно В прямом эфире Из разных Городов Показывают Солнце Я вообще Считаю Что нам Вообще Нужно Больше Практики А то Вдруг Вот этот И сервис Кстати У нас Яндекс Время Вдруг Он тоже Нас Обманывает Или Не совсем Точен Ну Скажем Так По Отношению К реальности Вячеслав Вячеслав Котлеров Прекрасный Следователь Часто Бывает У нас В гостях В гостях Моего Канала Конкретно По данной Теме Я Как минимум Ну Свои Своё Несогласие Высказывал Там Пару роликов Делал Ну Так как Я Как бы Тоже Нахожусь В поисках Истины Возможно Я и ошибаюсь Ну Уважаю Его версию Вот Ага Вижу Иванова Роман Да Да Это у нас В Владивосток В Владивосток Солнце Да Да Еще Вот Часик Где-то До заката Ну Солнце Нету Вот Такая Ну Она У нас Такая Да Ну Видно Что Светло Да Значит Ссылка На Колеров FM В описании Под Видео Обязательно Переходите Подписывайтесь Итак Сегодня У нас В гостях Ребята Из нескольких Городов Я тут Сделал На На карте Нанес Несколько Городов Ну 12 Походу Стрима Будем Еще Добавлять Короче Думаю Самое Время Передать Слово Вячеславу Вот На Котлеров FM Параллельно Идет Стрим Как я Понял Так что Можете Туда Тоже Приходить Там Смотреть В общем Слава Хочу Чтобы Ты Представил Ребята И города Если Я кого-то Упустил Ну И Озвучил Твою Версию И Так Сказать Ну Истинное Положение Вещей Давай Тебе Слово Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Приветствую Зрители Двух Площадок Макса Беляева Котляров FM В Харькове Как обычно Все Отлично Ну Для многих Не секрет Что я Осознанно И сознательно Ё-моё Вот видите Закон по власти Сейчас Та секунда Я понял Так Ну ладно Тогда Значит У нас Еще есть Геннадий Ник Такой Интересный Геннадий Бейфелд По-моему И там Темно Я не знаю Только Какой город Единственный Такой Вот Вопрос У меня Мардеплата Вот Отлично Отлично Вот Очень Хорошо Мардеплата Сознательно Я Стал Инициатором Данной Скажем так Трансляции То есть Максу Давно Написал Это первый ролик Он меня Вдохновил На дальнейшие Открытия То есть Что мы Сейчас Видим По факту На самом деле Уже Два Уникальных Кадра Это Владивосток И Соединенные Штаты Америки В частности Вдумайтесь Расул Находится На Восточном Побережье Это Нью-Йорк Уже Нью-Йорк Приложите К Владивостоку Возьмите Глобус Посмотрите Какой Разбег Это Другое Полушарие Дальше Мы захватили Благодаря Олегу Из Норильска Значит Северную Часть Ну Будем Говорить России Хотя Говорят Что Полярный День Поэтому Там Солнце Но Вот Удивительно Сейчас Будет У нас Солнце Очень Долго В кадре В Норильске А скоро Мы увидим Солнце В Аргентине Вдумайтесь Помогает Байкал Я Подписал Забыл Просто Город Там Рядом Буквально С Байкал Помогает Чита Италия Ну и Михаил Соболев Санкт-Петербург Не включает Ну Макс Беляев Говорит Что у него Светло День Вот Пока Вроде Все Ожидаем Чью камеру Лос-Анджелес Я подключил Лора Да Лора Здесь Странно Что Камера Выключена Хотелось бы Вот Лору Мне Больше всего Интересно Хотелось бы Увидеть Лора Просила Ей позвонить Лору Ей надо Позвонить Так она Вот она Я ее вижу Здесь Она как бы Онлайн Вот у Светланы Странное солнце Черная точка В середине Вот это Очень странно То что вы видите Это не черная точка Это полностью Все солнце Черное А вот эта Корона Сейчас Показывается Таким вот Образом Довольно Таким Импортантно Ну вот Это Массивно А само по себе Вот это Солнце Вот это Есть Черное Потому что Сейчас у нас Очень жарко Светло На улице И вот В данный момент Во всей вероятности Это эффект Веб-камеры Что идет Такая корона Это не точка Это само Така барбароса Нам хотел показать Еще в Бельгии По-моему Да Так И мне Больше всего Интересен Еще у нас Есть Иванов Роман У нас Владивосток Расул У нас Нью-Йорк И там И там Светло Сейчас И немного Владивосток На связи Владивосток Всегда на связи Возможность Есть Отлично Ну Сонто Не светит Погода Плохая Ну Еще Наверное Часик Часик Еще Светло Будет В любой Другой День Завтра Послезавтра Я вам Закат Засниму Самый Красивый Ну Сейчас У нас Затянуто Все Это Бывает По неделе Две По месяцу Прямо Июнь Это Стабильно Все Затянуто Сейчас Август Будет Ой Вообще Погода Море Пляж Я Просто Заехала На гору Сейчас Минутку Отлично Отлично На гору Чтобы Как раз Мы вместе Наверное В третьем Рассвет Потому что Я так понимаю Вот Сейчас У нас Мы видим Лора Из Лос-Анджелеса Роман Из Владивостока И Расул Из Нью-Йорка И так Сейчас Я вас По порядку Здесь У себя В этом Сервисе Так У нас Идет Лос-Анджелес Первый Второй Владивосток Третий Нью-Йорк Вот они У нас Отлично Так Значит По официальным Данным Вот то Что я у себя Вижу У меня Получается Что Значит Лос-Анджелес Рассвет В 5.44 По официальной Версии От Сервиса Яндекс.Время А сейчас У тебя местное Время 3.17 То есть Я так понимаю До рассвета У тебя Еще Ну Как минимум Тут Почти Около Даже Больше Двух часов Да В начале В начале Пятого Я уже Буду Смотреть Ну Показывать Верно С утра Будет Такое Небо Затянутое Но Светло Будет Вы Увидите В принципе Где Более Светлое Место Вы Увидите Это Так Отлично Сейчас Уже 6.19 То есть Практически Час назад Солнце Зашло Расул Подтверди Так ли Это 50 минут Назад Вот Отлично Да Все Хорошо Так По крайней мере Мы Понимаем Что Нью-Йорк У нас Все В соответствии Лос-Анджелес Будем ждать И встретим Так Владивосток Я что Хотел Еще Вам Показать Ребят Ну К сожалению Я в этот Скайп Не могу Транслировать Но В самом Стриме Вы Также Можете Смотреть Смотрите Ситуация Какая Ну То Что Я Показывал Там По Официальной Версии Тут Еще Один Момент Интересный Есть Вот Слав И Даже К тебе Наверное Больше Вопрос И он Основной Для Меня Вот Если Взять Сейчас Секундочку Я Сверну Города Так Если Взять Версию Вот Твою То Что Казахстан У нас Китай Там Рядом И То Что Ты Говоришь Что Наши Карты Не Совсем Верные И Где-то Здесь Рядом Должны Быть Соединенные Штаты Вот Основной Вопрос Для Меня Если Лос-Анджелес И Владивосток Видят Солнце В Противоположных Сторонах На Небосводе То есть Владивосток Видит На Западе Уже Садящееся Солнце А Лос-Анджелес Только Только Вот Сейчас Встретит Уже После Захода Во Владивостоке И Мы Это Сейчас В прямом Эфире Постараемся Ну Как раз Наблюдать Если Все Будет Хорошо Вопрос По твоей Версии Вот США Рядом Там С Казахстаном Или С Китаем Тут Получается Нестыковка Получается Либо Твои Карты Неверны Либо Ну Вот Тогда Тебя Нужен Комментарий Слав Передаю Слово Верны И дело В том Что Я В полном Восторге Ну Не хотелось Бо Схему Мою Выводить Во первых У меня Схема И масштабы Там Я Миллион Раз Говорил Их Надо Перерисовывать Но Уже По этому Моменту Ну Давайте Я все Таки Попробую Засветить Это Быстренько Скайп Демонстрация Экрана Чтобы Показать О чем Речь Идет Математика Получается В следующем Владивосток Смотрите Солнце Уходит Владивосток Здесь Находит Расул Находится Нью-Йорке Нью-Йорк По моей Схеме Здесь Но Не цепляйтесь За масштаб Это Артур Я вот На свой страх Добавил Человек Не общался Наверное Артур Есть Возможно Чисто Тебя Слав Перестало Слышно Быть Артур Либо Микрофон Фонит Переберю Вас В Владивостоке Солнце Уходит На запад А если Сейчас В Америке Солнце Встает Тогда Ночь Получается Что Только На Питом Океан Что Подождите Дайте Мысли Довести Роман Извини Пожалуйста Вот Как раз Роман И Смотрите И сказал Что Идет На запад Видите Расул Выключи Пожалуйста Поиграться Одно Удовольствие Смотрите Вот Владивосток Масштабирование Не точно То есть Здесь Береговая Линия Имеет Более Протяженность Вот Владивосток Солнце Начинает Уходить На запад И В Владивостоке Будет Темнеть Следовательно Вот Нью-Йорк По моей Схеме У Расула Начинается Рассвет Все Верно Правильно Все Я тоже Сюда Считал Что С Владивостока Солнце Уходит В Америку А не С Америки Солнце Приходит Во Владивосток Вот Почему То Вот Так Приблизительно С тех Краев Сидит Свистит Доволен Я Не Я Мя 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 Вот Зачем Вот Сейчас Слушают Человеки В записи Этот эфир Расул Просто Своим Свистом Соловьиным Просто Загубил Весь Эфир И Он Же Не Понимает Что Он Мешает И Он Радуется Он Что Рассказывает Но Не Хватает Понимания Что Надо Уметь Пользоваться Микрофоном Или Вообще Даже Не Включать Его Показал Нам Солнце И Все Давай До Свидания Отключенный Микрофон Идет Свист Нет Когда Ты Включаешь Микрофон Идет Свист Когда Выключен Свист Нет Так Значит Давай Слав Ты Там Говорил Я Перебил Извиняюсь Да Не Все Нормально То Я Уже По Своей Схеме Показал Но Те Кто Мои Местные Жители Очень Плохо Ориентируются В Географических Картах И мне Пришлось От балды Сделать Политическую То есть Человек Сделал Чтобы На политической Выяснилось Что Лучше Мозги Работают Кстати Допустим Лора Очень интересные Вещи За американцев Рассказывает В частности Человек Это Когда Она ему Показала Гранд Каньон Точнее Гранд Каньон Казахстанский Он был Скажем Так В шоке Он просто Туда Все время Выезжает И у него Есть желание Проверить Если Там Казахстан Вот Ну Вообще В принципе Если мы Сейчас Добьемся Идеальной Картинки А именно Если Аргентина И Лос-Анджелес Нам Покажут Светлую Пору Дня То Уже Это Ну Попа Смотри Легендарный Твой разбор Полета Аргентина Украина Ты же Не будешь Отрицать Что По официальной Теме Земля Крутится Не важно То есть Это уже Первая Большая Ошибка То Скажем Так Давайте Крутить Глобус И тогда Сравнивать Вот Усложняем Называется Дальше Я как-то Нашел Один ролик Ты в этом Ролике В старом Показывал Что Правильный Эксперимент Ну Я могу Даже Найти Показать С позиции Наблюдателя И наблюдаемого То есть Не только Смотреть С высоты Солнца Как ты Это делаешь Ну Сейчас Я Ролик Быстренько Расшарю Смотрите Пару лет назад Замечательно Макс Беляев Тут Наблюдашку Провел То есть Человек Показывает Солнце Как наблюдатель То есть Сверху А потом Макс Беляев Нас Зрители Обращают Внимание Что следует Смотреть Еще со стороны Человека То есть Я полностью Уверяю Что Шарообразной Планеты Если Не пластмасски Расставлять Не пластмасски Расставлять Расставить Камеры Тех городов Солнце В объектив Не попадет Это первое Второе Геннадий утверждает Если в Аргентине Светло То у них Везде Светло Третье Ну ты же не будешь Насставить Даже если Земля Шарообразная Неужели Мы все Даже шароверы Они же тоже Не думают Что Ихняя планета Имеет Идеальную Шарообразную Форму Как бильярдный Шар То есть Они больше Склонны К геоиду Правильно То есть Больше Для Рэгби Скажем так Дынь Чем Идеальному Шару Слюснутый На полюсах Поэтому Шар не крутил Раз Камеры Не установлены Два Вот Вот почему ТПЗ Она и прижилась Очень хорошо Здесь то как раз Никаких противоречий Нет Кто то спорил По поводу Перспективы Якобы Перспективы И ее Работы Ну как бы Для нашего зрения То есть Типа Солнце Должно было бы Уходить В точку Согласно Законов Перспективы Так вот Это для маленьких Тел Чем больше Само тело Само тело Его угловые Размеры Тем соответственно Для наблюдателя Находящегося Внизу Для него Перспектива Работает По другому Оно видно Издалека Оно скрывается Для наблюдателя Который внизу Стоит Да Потому что Мы видим Самолет Если он летит На высоте Километр Всего Какой-нибудь Кукурузник Такой простенький Самолетик И он у тебя Над головой Пролетает На высоте Километра Ну он Такой большой Для тебя Он тебе кажется Он как четверть Неба твоего Как бы небосвода Твоего Он Скажем так Закрывает И когда он уходит И как будто бы Горизонт Снижается Хотя ты понимаешь Что он на высоте Километр летит И потом скрывается Там Если он так вот Над тобой Прямо над головой Пролетел Сперва Его нос Якобы Скрывается Потом хвост Вот Потому что он сам По себе большой И виден издалека И вот здесь Все в соответствии С обычными законами Перспективы Не должно Там уходить в точку И вот то что ты ролик Показал Который я два года назад Выкладывал Да Здесь я абсолютно согласен Я же почему и говорю Согласно ТПЗ Еще можно это прикрутить Вот то что Во Владике Оно садится Солнце А в Лос-Анджелесе Потом через два часа Только Оно появляется И его становится видно Здесь еще В соответствии С этим Можно Ну как бы Договориться А вот вопрос По картам Больше мне интересен Потому что Тогда Ну в моей версии Я так понимаю Если Китай Там рядом Штаты И кстати говоря Ребята очень хотят На меня уже несколько Человек выходило Которые В Соединенных Штатах Ну как бы Живут И они тоже хотели бы Очень стрим сделать Причем даже Прямой эфир Там поездить По их каньонам И поискать Там Ну тот же Казахстан Поискать Тот же Китай Поискать Там уже У себя В Соединенных Штатах Поэтому Если ты не против Слав Мы этот эксперимент Также в прямом эфире Если у них интернет Там будет В этих каньонах Мы с удовольствием Будем транслировать На двух каналах Потому что Я за Объективность То есть Я ничего Не против Не за Я вот просто Вот вижу Как обстоят Дела Вот Да Спасибо Значит Хорошо что Тема Китая Затронули Демонстрирую Пасхалки Значит Первую пасхалку Демонстрирую Многие знают Что в фильмах И мультфильмах Идет подача Нам истинного положения Вещей В третьей Тринадцатого сезона Или наоборот Третьего сезона В тринадцатой серии Барт Симпсон Ну естественно Не буду ставить этот ролик На заднем дворе Копает яму И у него Потом происходит Диалог Там С его родственниками Ему задают вопрос А зачем ты яму копаешь Барт Симпсон Произносит фразу Если долго копать Америку То можно накопать Китай Можете все Переслушать Этот бультик Недавно попадается На глаза Другой мультфильм Многие знают Домашний козел Называется Масонский мультфильм Значит Я попросил Человеков Чтобы они сделали Слепок С этой картинки То есть Здесь мальчик Подымается Не транслируй Пожалуйста Не в коем случае Я же и у себя Тоже веду Ну типа Это луна Я попросил Сделать художников Чтобы они перерисовали Я предположил Что это наши континенты И когда они перерисовали Получилось Что Опять же Мои континенты Совпали с этой луной Но я уже Я сейчас не буду Тратить время Показывать То есть То что мы видим Очертания здесь Ну скажем так На вот этой луне Да То есть Если грамотно Их разложить Рисунки делали То мои континенты Совпадают Резюмирую Резюмирую Да я прекрасно понимаю Что Многие из вас Уважаемые слушатели Видели Данный эфир Почему я Вновь На него Обратил внимание Чтобы еще раз Сказать Немного О главном А именно Именно в данном случае Не стоит доверять часам А стоит доверять Глазам Если вы не видите У себя над головой Солнца Но у вас Светло Ясный день Это не значит Что Солнца нету Это значит Вы просто его не видите Из-за облаков Из-за других Каких-нибудь Погодных Или атмосферных Эффектов Ведь основной посыл В чем заключался Данного эфира Светло было Практически везде И не важно Попадало Солнце В кадр Или не попадало Главное Что все лицо Земли Было освещено Светом И в завершении Я хочу Сказать Афоризм Перефразировавши Известную Цитату Которую Опять же Многие Слышали Или практически Все ее Слышали Звучит она Так Чем больше Ложь Тем скорее В нее поверят И я Решил Придумать Продолжение Этой поговорки А чем чудовищнее Истина Тем больша Вероятность Что ее К сожалению Не примут А с вами был Вячеслав Котляров Спасибо что Слушали Слышали меня Всего доброго И до новых встреч В прямом эфире Быть добро Пока И те Которые Как сказал бы Славе Котляров Осознают Истинное положение Вещей Карта Гулагов Масштабы Концлагерей Просто Поражают Наше воображение Здравия В этом ролике Я высказываю Своё личное мнение Здравствуйте Уважаемые Слушатели и зрители С вами Вячеслав Котляров Ну вот Уже С первых Секунд Валера Сообщает Нам Что он Рассказывает Своё личное мнение Кто вчера смотрел Ролик связанный С 1953 Годом Помнит Что была тема Что О том Что Валера Должен был Предупредить Он Рассказывает Своё личное мнение Если его Личное мнение Кого-то Оскорбляет Это уже Отдельная тема Вот Моё личное мнение Что Сторонники Плоской земли И Шарообразной Которые продвигают Заведомо Ложную Тему Является Пособниками Окупантов А Чем занимаются Окупанты Правильно Нас уничтожают Но это не только Моё личное мнение Но ещё и мнение К этому мнению Весь праведный Человеческий Род Присоединяется Поэтому Какие могут быть Вопросы к Валере Его личное мнение Всё И категория Юмор Валера Никому Ничем не обязан Это можно Тогда придираться К любому ролику То собственно И надо делать Подсказывать Что вы Совершаете преступление И вообще Как бы На фоне того Что Валера Спас Сотни Тысячи Человеческих Жизней Буквально А именно Сообщил Что континента Северная Америка Не существует И доказал это То знаете Если Кого-то Он случайно Задел Плечом То Посмотрите На весы Спасенные Сотни Тысячи Жизней И кого-то Он плечом Задел Причем Дальше Мы постараемся Выяснить Кого же Он все-таки Плечом Задел Давайте Послушаем Дальше Хочу Вам Сказать Что Заселяли Нас И в Пятьдесят Третьем Году И в Пятьдесят Первом Году В Пятьдесят Первый Год Мы уже Начали Нормально Жить Ну В принципе Даже Дальше Не Как бы Может И стоит Смотреть Но Уже Валера Произнес Важные Сакральные Фразы Нас Завезли Пятьдесят Третьем Году Еще Тема Мной Не Обкатана Я Ее Обозначить Карта Третья Четвертого Года Давайте Наверное Все таки Расскажу За Пятьдесят Третий Год Проведем Первую Пробную Обкатку А там Посмотрим Что Будет Так Накачал Я тут Кучу Карт План Барбаросса Значит Я Очень Тезисно Сейчас Буду Сам Смысл Стараться Передать Значит Это Была Необычная По всей Видимости Война Сейчас Детали Не принципиально Принципиально То что Вот эта Территория Которая Показана На карте На этой Территории Была Задача Выдавить Местных Жителей С этой Территории Немножко Отступления Все Таки За Территория За Территория Территория Хочу Сообщить Очень Важно Приблизительно В эти Годы Начинают Людей Как нам Сказали По ложным Обвинениям Ссылать Концлагеря Карта ГУЛАГов Просто Масштабы Концлагерей Просто Поражают Наше Воображение Огромное Количество Которое Было Создано С Тридцатых По Шидесятые То есть Как правильно Валера Сказал В начале Ролика Что Плоть до Шестьдесят Первого Года Заселяли Вот Как раз Подтверждение Этим словам В двух словах Расформировали Концлагеря И Заселяли Жителей Но это Немножко Забегаю Вперед Хотя Принцип Понятен В тридцатых Годы Из Большого Количества Городов Начинают Миллионы Людей Заселять В концлагеря Обратите Внимание Какое Количество Концлагерей Огромное Просто Огромное То есть Миллионы Людей За колючей Проволокой Значит Видно Система Очень Работала Либо Медленно Для оккупантов Либо Окупанты Расценивали Я имею Ввиду Глобальные Планетарные Окупанты Что Лучше Сделать Так Как Они Запланировали И Поэтому Чтобы Выдавить Жителей С определенной Территории В частности Современной Территории Украины Белоруссии Нужно Было Произвести Серьезный Скажем Так Обстрел В частности Использовались Самолеты Где Намерные Города Сыпались Бомбы То есть Вот эта Территория До Москвы Она должна Быть Была Максимально Обезлюдена В частности Города Допустим Берем Харьков Сам Харьков Был Пустой Наверное Это неудачный Например Харьков Было Несколько Городов Которые Работали Харьков Ленинград Ну И Сталинград То есть У них Население Было А вот Допустим Курск Или Киев Задача была Выдавить Бомбежками Людей Вот С Минска Выдавливали То есть Люди Бежали Куда только Могли Преимущественно Там Центральная Россия Казахстан Ташкент Спасали Жизни То есть Пролетел Самолет Допустим Ну Какой город Мерефа Покидали Бомбы Люди Быстренько Начали Оттуда Ретироваться Города Опустошали И приблизительно Вот Наверное Вот красной Чертой Провожу Ну Нужно было Эту территорию Очистить Причем Эта территория Совпадает Можно сказать С очень опасной Карта Которую Которую Я вчера Показывал Я сказал Такую Карту Нельзя Показывать Никому Ну Давайте Я Все таки Покажу Вы Про ней Никому Не Рассказывайте Вот На вот Этой Территории В принципе Показано Где Не должно Было Быть Жителей То есть Их Уничтожали Жители Я много Раз говорил Что Территория Украины Это Самая Многострадальная Территория За последние Двести лет Здесь Кровью Полит Каждый Сантиметр Это Земля Боли Слез И страданий Нету Ни одного Такого Участка На земле Где За Небольшой Хронологический Момент Истории Было Столько Отнято Жизни Начиная Даже С официальной Истории Ходили Там То Крестоносцы Официально Да Куда То Тут Все Уничтожали Потом Всякие Наполеоны Туда И сюда И ходили Но Куча Войн Всевозможные Сражения Крестоносцы Участок Земли Просто От чудовищной Боли Еле Дышал Значит Что у нас Получается Выдавили Но не только Конечно Тот участок Который Обозначил Возможно Границы Выдавливания Жителей Были Еще Больше Давайте Вот так Вот Возьмем Вот Это все Выдавливали Теперь Возвращаемся К гулагам Три Четвертые Годы Как Было Сказано По Шестьдесят Происходили Чудовищные Эксперименты Которые Живут По сей День Кстати Самое интересное Что когда я Эту карту Не нашел Я не думал Что она есть В открытом доступе Карта Оригинальная Просто Свободно Нам предоставлена Я хотел Схематически Допустим Взять Какую нибудь Карту И от вольного Нанести На нее Концлагеря Получается Я бы не промахнулся Концлагерей Такое количество Что Куда бы Их не наносил Я бы не промахнул И что у нас Получается То есть С 30-х годов На территорию Огромного количества Концлагерей Вывозят Огромное количество Человеков Дальше их Судьба И участь Очень печально Половина Жителей Концлагерев Идут Как расходный Материал А половина Концлагеря Держат Для определенных Целей Сейчас я то что Произнесу Это будет Одновременно И шок Для многих И максимально Приближено К истинному положению Вещей Значит В гулагах Начинают Выращивать Определенную породу Жителей Где они брали Такое количество Обезьян Может из Бразильских Джунглей Но Убивая Определенных Заключенных Они брали Пересаживали Епофис И Семенники В обезьяну Следовательно Через какое то время Видите Эксперимент Почти 30 лет Длился Вырастали Шариковы Как и женского Пола Так и мужского После Уже взрослые Особи Давались На скрещивание Другим Выжившим Заключенным В результате Этого У них Появлялись Дети То есть Поняли Смысл Взяли Обезьяну Сунули Ей Гипофис И семенники Человека Через какое то время Она Ну не то чтобы Как в фильме Там За считанные дни Стала на человека Похожа Нет Вот именно Была задача Чтобы это Существо Было скрещено С человеком Заключенным То есть Если это Мужская особь Значит С женщиной Да Если это Женская особь Тогда мужчина Скрещивается С ней И получается Шариковый Спустя годы Начиная С 1953 года Эти границы Скажем так Снимаются И в 1953 году Начинают Заселяться Города Как и Нормальными Человеками Так и Шариковыми Я вот то Отступление делал То есть Смысл такой Так и не довел Мысль до конца Вот берем Допустим Курск Сам город Пустой А по периметру Все таки Живут Люди Человеки Это я просто По Харькову Знаю Что Харьковская область Вся была Заселена Ну скажем так Военными Принято их Называть немцами Они долго там были Какая у них Задача была Может Чтобы люди Из городов Не бежали И не прятались В этих селах Их надо было Выдавливать На восток То есть Те кто В селе жил Они их не трогали Но если был Пришлый То их Не знаю Какая судьба Ждала Ну Либо разворачивали Обратно Наверное Их ждала Участь В концлагерях Либо к себе Куда-то Тудой Забирали Вот Поэтому Смысл Понятен Я думаю Естественно Сейчас Вот эти Шариковые Они недовольны То что Лера Крымский Их вывел На чистую воду Эксперименты Которые проводились Как бы В этих Концлагерях Были по нашим меркам Бесчеловечны Это фрагмент Из фильма Остров Морро Ну Основной посыл Понятен Все вот эти Рассказы Про Шарикова И про Эксперименты Это не сказки Это отсылка к тому Как мой собеседник Сказал что Высший разум Создал Местных жителей И заселил их Да Человеческим Мозгам Это Местным На тот момент Было не под сил Поэтому Курировали Давайте Инопланетяне Назовем Представители Более Высокоразвитых Цивилизаций Которые В совершенстве Владели Генной инженерией И естественно Для них Не составляло Труда Из животных Делать Похожих На нас Вся проблема Конечно Пошла Что скафандры Все перемешаны Это Много Есть Отклонений В частности Я уже говорил Зубы Мудрости Если Родина Диких Обезьян Бразилия То что Получается Берется Череп Челюсть Вперед Вытянутая И Зубы Заполняют Да Полностью Всю эту Челюсть Но Берет Верх Гены Русичей И челюсть Приплюсну Приплюсну Боится Да И Дальним Зубам Просто Место Не остается Где им Расти В общем В любом случае Становится понятно Почему Настолько С нами Жестоких И глупых Жителей Находится То есть Кому то Подфартило Кому то Скафандр И внутренняя Составляющая Дала Верх Над животным И каждый Из нас Иногда Ежесуточно С этим борется Ощущает Себе Внутри Зверя То есть Опять же Как схема Выглядит Дедушки Бабушки Жертвы Эксперимента Ну Другим Вообще Не надо было Их В эти Концлагеря Забирать Определенные Народы Национальности Они уже Давно Были Выращены По другим Принципам А вот Нас Русичи Уничтожали Вот Дедушка Бабушка Потом У них Дети И внуки Зачастую Бывает Что Допустим Те кто Сторонники Истины Они пытаются Своим родителям Объяснить Что Мир Выглядит Не так Там Полета В космос Нету Землям Миллиарда Раз Больше Континента Северной Америки Нету Но они Не слышат Потому что Доминирует Этот ген Животного Также Эти же Взрослые люди Пытаются Своим детям Объяснить Дети Их порой Их порой Не слышат Их Не слышат Не слышат Да Поэтому Здесь Можно сказать Что природа На детях Отдыхает В кавычках То есть Вот это Звено Которое Приняло Сотовое Мироустройство Природа Сила природы Вот этой черной Чудовищной На них Отдохнула То есть Животные Инстинкты Которые Были Переданы От предков Но ослабли На среднем Звене Не смогли Влиять На работу Мозга Но Уже Переключились На внуков То есть Через поколение Скажем так Опять Животные Инстинкты Срабатывают Этим Можно объяснить Почему Многие Не помнят Как говорится Своих Родственников Прадедушек Прабабушек Я вам скажу Так Вы не огорчайтесь Все Потому что В той или иной Мере Мы все Запачканы Все Без исключения Этими Экспериментами ВУЛАГа То есть В той или иной Мере Мы были На разных Этапах Разбития За последние 70 лет Скрещены С представителями Этих Чудовищных Экспериментов И поэтому Я всегда говорю Главный критерий Это совесть Есть совесть Значит человек Нет совести Значит Не человек Поэтому Поблагодарим Валеру Крымского За то Что он Обратил внимание Очередной раз На этот факт Если бы не он Мы с вами Не узнали Что на самом деле Происходило Сравнительно Недавно Ну Еще хочу сказать Теперь понятно Почему Некоторые Шариковы Беснуются Конечно Им Неприятно Потомкам Швондеров Всяких Что Валера Их вывел На чистую воду Что их Завезли В 1953 году Их бабушек Получены Вследствие Чудовищных Экспериментов Конечно Они будут Эти Ставители Генной инженерии И очень Недовольны Вот вам И Тоже критерий Как я нарисовал Чтобы понять Что происходит Значит На Котляровым Многие ждут Вторую часть Жизнь после жизни Жизнь после жизни Все ждут Уже 5 дней Прошло 20 тысяч Просмотров Но Она есть Вот Можете Зайти на Котляровым Видео Где наша Вторая часть Вот она Уже есть Вконтакте 3 Кто был на кресте Полтора тысячи Просмотров Вы этот ролик Не видели Не Я ссылку Оставлю в описании Кто хочет Посмотреть Сейчас Еще не Отредактированный Вариант Поэтому Валера прав Завозили Шариковых В 1953 Году Вот Ну и Нас Тоже Из близ Лежащих Деревень То есть Правильно Было На ролик Назвать Не нас Завезли В 1953 Году А их Завезли В 1953 Году Теперь Они Вот видите Выпендрены Нам устраивают Про бабушек Каких-то Вспоминают Для основного Канала Что сказать Ну Ролики Я выпускаю Вообще Каждый день На Котлярову Фэм Я понимаю Что Не все В состоянии Изучить Эфиры Которые Несколько Часов Ничего страшного Усилия и труд Все перетрут А с вами Был Вячеслав Котляров Котляров Спасибо Что Слышали Всего доброго И до новых встреч В прямом эфире Пока Пока Здравствуйте Уважаемые слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харькове 11 часов 37 минут 10 06 2019 Год Поздравляю Нас и себя На канале Круглосуточном 7000 подписчиков Кто впервые Видит и слышит Подобное У меня несколько Каналов На ютубе Данный канал Котляров Фэм Сотова Земля Предназначен Для круглосуточных Эфиров Которые уже идут Больше двух лет Я посчитал Что Зачем за кадром Создавать ролик Когда можно Его создавать Прямо в эфире Также Вот Здесь есть Немножко каналов Отображено Как и мои Так Те которые Я рекомендую К изучению Вот основной канал Индивидуумы Которые не знают Что есть канал На котором у меня 81 тысяча подписчиков Да Сейчас попробуем Совместными усилиями Разобрать Один необычный Ролик Многие его видели Но Думаю Что многим Будет интересно Его послушать С моими Комментариями Так я понимаю Эта запись Была сделана В 94 году Кстати По удивительному В стечении обстоятельств Я тогда Писал в тайге Книги По сотовому Мироустройству Изучивший его Детально И скрупулезно Имея ввиду Данный ролик Пошел к выводу Что Это не постановка А даже Если Постановка То В любом Случае То что Отвечает Под гипнозом Человек Заслуживает Внимания Но больше Склонен Конечно К тому Что Есть большая Вероятность Что К нему Законнектилась Реальная Сущность Понимаете Он одну руку Полтора часа Держит вверх Неподвижно А другой Машет Действительно Попробуйте Подержать одну руку Полтора часа Вверх У нас затечет А второй Помашите Давайте Приступим К изучению В эфире Конечно Это будет Происходить Часа два Если не больше Ну а Для основного Канала Это Думаю Минут Тридцать Займет Попробуем Вложиться В тридцать Минут Потому что Два часа Для основного Канала Это Много Это Контакты С иным Миром Или с иным Разумом Мы даже Не знаем Что это За мир Они Себя Позиционируют Как Энергетический Мир И Семинар Был очень Впечатлейший И там Выступал Александр Глаз С помощью Гипноза Они умели Уводить Человека В иное Какое-то Состояние Измененное Состояние Сознания И Через него Могли Ну во-первых Бывать в других Квартирах Он сообщал Что там делают Там Картошку жарят Еще что-то Они звонили И Проверяли Мы сейчас Придем на вашу Картошку жареную Ну многие знают Что Когда я В эфирах Делился Телемиными Своими мыслями Соображениями И моментами Из своей жизни То у меня В принципе Нечто подобное Было То есть Находясь у себя В квартире Я мог мысленно Переноситься В другой Конец города И Видеть Что там происходит Ну естественно Я переносился К своим знакомым Ну а потом Их Пугал Рассказами С жуткими Подробностями О том Что они говорили Что они делали Вот Сейчас у меня Этой способности Нету Во всяком случае Она Уже три года Не беспокоит Меня Ну на самом деле Это Нелегко было С этим жить Потому что Я это не контролировал Оно происходило Самопроизвольно Хотя В некоторых случаях Конечно Появлялась мысль Интересно То Что делает В этот момент Из моих знакомых В другом конце города И Словно По мановению Волшебной палочки Сознание Переносилось Туда И Все было Воочию Видно И слышно Шутливо Отчасти Было Эксперименты А потом вдруг Этот человек В трансе Он В сомноболическом состоянии Вдруг заговорил Причем заговорил Особым Как бы тоном Он Сказал Что вы нарушаете Законы космоса Ну ребята Естественно А как надо А что там И им сообщили Технику безопасности И они стали Общаться Как они считают С иными цивилизациями И Гера в сердце Сказал Гера Ну скажи это Словами И Гера вдруг Заговорил Причем заговорил Не обычным своим Ну разговором Как мы Со словами Паразитами Там Ну и прочее А вполне Литературным Таким хорошим Голосом Умная речь И они кстати Профиктовали Эту технику Безопасности Они показали Что мы должны Допустим Каждый раз Перед сеансом Умываться То есть Смывать То ли негатив То ли Перед каждым сеансом Умываться Обращаю внимание Техника безопасности Перед каждым сеансом Умываться Дело в том Что Я за три года Был очень часто На сторонних площадках На сторонних Конференциях Где были Разные Персонажи Вот И порой За Часовой Двухчасовой Трехчасовой Эфир Иногда больше Эфиры Длились Я мог 20-30 раз Сбегать в ванну И умыться Я постоянно Умывался Потому что Негативный налет Который Сопровождался В эфирах Не давал Возможности Дальше Нормально Вещать И находиться В этом эфире Поэтому Мне приходилось Каждый раз Вти в ванну И холодной Водой Примывать Лицо Вот Перезагрузился Перезарядился Вода Это сила Ну а на тех Кто висит В эфире Собеседники Или вещатели У некоторых Очень большое Количество Всевозможных Лярв Висит Это кстати Вот тоже Отдельная тема Как Многие Да не многие Практически Все Слушатели Неважно Ютуб Это или Телевидение Очень сильно Страдают От того Что На тонком Плане Вещатель На них Вешает Колоссальное Количество Негатива Негатива Паразитов Лярв И Люди Потом Задаются Вопросами О чем Мне не везет В том О чем Мне не везет В этом Я не намекаю Я буквально Говорю что Телевидение Многие Каналы На ютубе Противопоказано Смотреть Вы конечно Можете Их смотреть Но Потом Не задавайтесь Вопросами Почему У вас нету Здоровья Вы утрачиваете Да потому Что Вещатели В основной Своей массе Мягко Скажем Шарлатаны Несут Полную Ахинею Чушь Информация Как и пища Едите Потребляете Некачественные Продукты Скафандр Начинает Разрушаться Принимаете Неправильную Информацию Ложную И Скафандр Разрушается И Тонкий План Тоже Рушится У нас Много тел Порядка Семьи Девяти Да Вот Они Страдают Поэтому Та сущность Которая Законнектилась Через Контактера Очень Серьезно Осведомлена Либо Рядом Находится Очень мощный Гипнотизер Который Посылает Силой Мысли Вещателю Определенную Скажем Так Тему Тогда Это Очень Талантливый Одаренный Гипнотизер То есть Мало Что он Гипнотизер Так Он еще И Практически Абсолютно Верно Отвечает На все Вопросы Ну Мы будем Изучать Посмотрим Что оно Получится Вот Действительно Мне Придраться Было Не К чему Я Пытался Найти Слабое Место Небольшой Незначительно Нашел И то Это Не то Что я Нашел Что там Обратил Внимание Что это Постановка А Тут Ответ Я обращу Обязательно Невнимание Дальше Меня Не устроил То есть Сущность Явно Носит Нейтральный Характер С минусом То есть Она скорее всего Не очень Агрессивная Но Нейтральная Тоже Я не назвал Светлые Вообще Они Никогда Не Коннектятся У Светлых Такого Нет Это Только Альтернатива Светлым Может Законнектиться Найти Контактера Но Чтобы Сильно Не Томить Там Будет Такой Вопрос Насчет Друзей Врагов И Ему Задают Вопрос И Говорят В этом Ключе Мол Враги Дружба И Он Типа Отвечает Если Вы К Человеку Будете Хорошо Относиться То Он Будет Хорошо Относиться Если Вы Будете Относиться К Нему Как Врагу И Он Будет К Вам Относиться Как Врагу Корни Не Согласен Додумаю Вы Уважаемые Слушатели Зрители Тоже Не Согласны В Нашем Мире Зачастую Бывает Чем Лучше К Человеку Относиться Чем Он К Тебе Выбирает Позицию Доминации Что Ли А Среди Несвоих То есть Рядом С нами По соседству Живут Очень Много Всевозможных Представителей Разных Так Сказать Племен И Мы Знаем Что Как К ним Не Относись Сколько Им Добра Не Делай Они Все Равно Отплатят Нам Черной Неблагодарностью Ну Слушаем Дальше То Что На Нас Цепляется Во Время Дня После Сеанса Обязательно Умываться Снимать Часы Чтобы Они Не Мешали Не Должно Быть Зеркал В Доме Вблизи И Прочем Там Много Таких Разных Тонкостей Да Часы Вообще Я вам Скажу По большому Счету Нельзя Носить В частности На Руке Сейчас Вот Благо Мер Вот Этих Технологий Многих Отпало Надобности Носить На Руке Часы Телефон Есть Да Я Сейчас Не Буду Очень Долго Объяснять Про Вред Часов Ну Скажем Так Человек Имея Этот Механизм Если Он Еще Механический Попадает В Некую Зависимость От Этих Часов Эта Зависимость Может Вести Как И Положительным Поступкам Точнее Как Положительным Событием Так Отрицательным Поэтому Лучше Быть Автономным И Не Иметь На Себе Вот Такие Механизмы Вообще Стараться Чтобы На теле Было Как Можно Меньше Всевозможных Украшений Это Все Ну Как Б Отдельная Обширная Тема Но Это Все Крючки Я До 40 лет Вообще Ничего Не Носил Только В 40 лет Отдел Оберег Сварага Вот Мы Велись В Чечении Почти Четырех Лет С Конца 93 Года По Конец 1997 Года И За это Время Набрали Ну Примерно 140 Аудиокассет Два Фильма Сняли И Материала Очень Много Набрали Может Видите Я не изучил 170 Аудиокассет Но Те вопросы Которые Он в основном Задает Они Во первых Самоповторяемые Только По разному Подаются И они Связаны В основном С потусторонним Миром И Загробной Жизнью Скажем так Или с другим Светом Надеюсь Хватит у меня Силы Времени Изучить Другие Материалы Человек Задает Вопросы То что Его волнует Чего он боится На По хорошему Надо было Задавать вопросы Про технологии Про исторические События Вот Ну может Знаете По одному Ролику Судить Не просто Дело Потому что Это Первый Ролик Который Я Действительно Полноценно Сегодня Изучил И Понял Что Надо Делать Эфир И возможно Если я не поленюсь Будет ролик Для основного Канала Основной Канал Всегда ждет Сенсации Но Дело в том Что Сенсации У меня Присутствуют Практически В каждом Ролике Две Три фразы Все равно В любом Ролике Это уже Сенсация Еще раз Повторюсь Понимаете Я не смог Придраться Я не смог Придраться Я вот Слушал Очень внимательно Чтобы Ну Найти Подловить Не вышло Все Что было Отвечено Было Очень Грамотно И Иногда Даже Хитро Отвечено Давайте Дальше Изучать Сеанс Эти Возможности Связи Контактной Ситуации И Геннадий У него Как раз Получается Выход На Контакт Геннадий Чуть Похож На Актера Который Играл Шурика Александра Демьяненко Сейчас Все это На ваших Глазах Произойдет А здесь Он уже Похож На актера Который Играл В фильме Кузник Замка Иб Молодого Монте Кристо Забыл Фомнер Этого Актера Возможно Дворжецкий Очень Важный Момент Вообще Такие Ролики Не Рекомендуется Смотреть И Слушать Легко Внушаемым Людям Даже В записи В вас Гипнотизер Может Ввести В транс А выводить Кто будет Поэтому Будьте Осторожны С подобными Роликами Так же Как я ранее Говорил Будьте Осторожны С Ютубом С вещателями Вы Сами Того Не Ведая Слушая Заведомо Ложную Информацию Вводите Свой организм Свой тонкий План В такой Вектор Который Идет Просто К саморазрушению В чате Подсказывает Чтобы я Связался С руководством Газпрома Чтобы главный Бухгалтер Смог Создать Для меня Ежемесячное Финансовое Содержание Но Даже Если бы Это было Возможно Я бы Это Не Делал Единственное Что В силу Определенных Обстоятельств Я сейчас Обращаюсь К тем Зрителям Если это Пойдет На основной Канал Для которых Не составляет Труда Делать По их Меркам Незначительную Помощь В основном Мне вот Помогают Человеки Которые Ну Сами Как говорится Хлеба на воду Перебиваются А так как У меня Аудитория Большая Среди Уважаемых Слушателей Зрителей Есть Назовем их Условно Много Миллионеров Вот как раз От них Я бы Принял бы Помощь Есть Некоторые Миллионеры Которые Мне Как бы Единоразово Помогали К ним Я не обращаюсь Я им Благодарен И я помню Их помощь Помню Каждого Человека Которые Помогли Часто Обращение К тем Кто Состояние Помочь Но Не Хочется Или Не Видит В этом Потребности Как Сказал Мне Один Из Миллионеров По Скайпу Не Андрей Кузнецов Другой Понимаешь Слава Если Если Нам Продавал Эти Знания Мы Б У тебя Покупали За Большие Деньги А так Как Ты Нам Даришь Мы Тебе Как Говорится Ни Копейки Не Дадим Не Не Только Да Он Ну И Другие То Если Был Бы Пресс Курант Тогда Они Заплатили Но Я Не Могу Себе Это Позволить Потому Что Я Тоже Своего Рода Контактер Только Другого Плана Скажем Так По Местным Меркам Ультра Совершенный План Потому Что Чтобы Мне Получать Информацию Мне Не Нужно Погружаться В Транс Мне Не Нужно Использовать Препараты Которые Изменяют Скажем Восприятие Состояния То есть Все На своих Ресурсах И Ставить Ценники На Общее Достояние Я Не Могу Поэтому Единственное Что Я могу Подсказать Что Если У кого Есть Возможность От Помощи Не Откажусь Но Опять Я Обращаюсь Именно К Тем Человекам Для Которым Не Составляет Труда Сделать Небольшую Помощь Потому Что Деньги Это Энергия А Энергия Она Двигатель Да Всего И Все Давайте Слушать Дальше Хорошо Скажите На Переводчика Сильно Влияет Необычная Обстановка Мы Говорили Мы Не Покидаем Что С Того Сможете Либо Услышать Тут Вообще Вопрос Был Занят Не Спутает Ли Дисконфорт Переводчик А Ответ Идет Мы Вас Но Хотя В принципе Если дальше Внимательно Слушать То Эта Сущность Она Иногда Хитрит Иногда Юлит Иногда Прямо Говорит И Кстати Иногда Даже Читает Недоговоренные Мысли Недоговоренную Фразу То есть Допустим Кто-то Из этих Троих Задает Вопрос Он Его Этот Вопрос Не доводит До Логического Финала Но Сущность Уже Как бы Считывает Информацию Напрямую И Прекрасно Понимают Что Будет Спрашивать Или Что Хотел Спросить Скажем Так Интервью Вы Утверждаете Что Существуете В эмоциональном Плане Земля Что Вы Бестелесны И Представляете Особый Вид Энергии Сегодняшний Сеанс В эмоциональном Плане Как-то Отличается От Прежних Наших Сеансов С вами Вы Невнимательны Мы Не говорили Что Мы Существуем Мы Говорили Невнимательны Мы Не говорили Что Мы Существуем Мы Говорили Что Приходим То То И Тут Мы Приходим Да Действительно Они Могут Приходить Уходить На Большие Расстояния Но Знаете Если Сущность Находится Очень Далеко От Контактера То Она Не Услышит За Большое Расстояние Скажем Так Звоночек Что Какой-то Земной Гипнотизер Хочет Скажем Так Подключить Телефон К Разговору Это Если Сущность Находится Досягаемой Близости Ну По Нашим Меркам Там Несколько Километров Ну Или Сотни Сотни Километров Тогда Да Для Этих Существ Это Как В Информационном Поле Загорается Такая Красная Кнопка Маяк И Они Уже Идут На этот Маяк То Есть Как Б Знают Что Именно Какой-то Скафандр Разблокирован Не И И И Могут Взять Под Контроль Думаю Приходит Ваш План Вспомнить Это Существенная Поправка Да Мы Забыли Что Именно Приходите Да Думаю Да Они Приходят Но Именно Тех Которые С нами Выходят На Связь Они Именно Здесь Постоянно Находятся Ну Скажем Так В нашей Соте В нашей Ячейке Если Бо Он Находился В соседней Соте И В соседней Чейке Он бы Не смог Законнектиться Вот В пределах Этой Соты Да Вот Кстати Чтоб легче Было Понять Не По Километражу А по Сотам То есть Если Эта Сущность Находится Здесь В каждой Соте Есть яйцо Если Эта Сота Если Эта Сущность Находится В этом Яйце Она В принципе Любого Сможет Ну Скажем Так Углядеть А Если В соседней Соте То Нет Для Них Это Невозможно Есть Другие Более Скажем Так Высокого Уровня Но Они Не будут Тратить Время На То Чтоб Коннектиться То есть Я имею Ввиду Есть Допустим Те Которые Находятся В Тридесятом Царстве И Тридесятом Государстве Они Могут Услышать Да Что Идет Звонок По Скайпу Они Обратят На Это Внимание Грубо Говоря Но Не Пойдут На Контакт Причем Они Вот Эти Более Могущественные Они Ставят Экраны Глушилки Чтобы Не Отвлекаться Выключать Скажем Так Звук Когда Им Звонят На Компьютер По Скайпу Чтоб Скайп Не Отвлекал Звонками Они Его Глушат Потому Что Желающих Из Разных Миров Существ Законнектиться С тонким Миром Каждую Секунду Во Вселенной Превеликое Множество И Они Постоянно Активируются Постоянно Трезвонят И Эти Сущности Высокоразвитые Чтобы Огородить Себя От Раздражения Этого Они Просто Ставят Мощный Экран И Не Слышат Это Пипиканье Каково На ваш взгляд Сейчас Состояние Переводчика Он Скован И Или вам Сегодня Все таки Легче Общаться Через него Нам Всегда Было Трудно Приходить К вам Независимо К нему Или Другим Вы Вы Полны Другими Заботами Вот Он Опять Задает Вопрос Испытывают Ли Сам Контактер Какие То Физические Трудности Да А он Отвечает Нам Было Всегда Трудно Приходить То Есть Он Вообще За него Не Говорит За Контактера Вопрос Про Одно Ответ Совсем Про Другое Вставочка При Монтаже Желаю Еще Озвучить Дополнительное Наблюдение Заметьте Сущность Всегда Юлит И Хитрит То По всей Видимости По канонам Вселенной Сущность Даже Враждебно К нам Настроена Она Не Имеет Права Врать Но На Поставленный Прямой Вопрос Она Не Отвечает Ей Задают Конкретно Вопрос Чувствует Ли Контактер Себя Как То Неловко Но Сущность При этом Отвечает По Другому По всей Видимости Наверное Все таки Контактеры Испытывают Какие Перегрузки Вне Зависимости От Того Внутренне Он Будет Себя Хорошо Чувствовать Или Нет После Выхода Из Этого Транса Но Сущность Скорее Всего Подпитывается Энергией Предположительно Как От батареек Или Как Пища Просто Так Добрые Дела Негативные Сущности Не Делают Значит Есть Какая То Выгода И Тут Ж Они Говорят Нам Трудно К вам Приходить При этом Ранее Они Говорили Мы Всегда С вами То есть Хитрая Сущность На Поставленные Вопросы В лоб Не Отвечает Потому Что Врать Не Может А Не Отвечает Прямо Потому Что Правдивый Ответ Звучал Б Прямо Так Что Контактер Испытывают Определенный Дискомфорт И Будет Испытывать И В дальнейшем И То Что Он Вышел Из Сеанса В Добром Здравии Не Означает Что Сущность Не Подпиталась Тонким Планом Если Кто-то Скажет Ну Сейчас Человек До сих пор Жив Здоров В Хорошей Форме Да Вполне Возможно Что Основное Физическое Тело Материальное Оно Будет Выглядеть Безупречно Но У нас Жесть Масса Тонких Тел 7 9 Мы Всего Лишь Видим 3 7 Процентов В Зеркале Того Что Есть По Факту То есть Смысл Понятен Вы Смотрите В Зеркало Но Вы Видите Всего Лишь 3 7 Процентов От Того Вашего Я Которое Есть На Самом Деле Ну Вот Такое Вкрапление Давайте Послушаем Дальше Оригинальный Ролик Ну Это Не Важно Важно То Что Будет Дальше Потому Что Дальше Будут Уже Ответы Довольно Таки Прямые Не Будет Сущность Юлития Будет Отвечать Очень Прямо И Конкретно Нам Как Исследователям Если У вас Осуждение За Прерванный Контакт Мы Примерно Месяц С вами Не Общались Мы Говорили Вам И Говорили Сегодня Мы Не Покидаем Вас Вы Или Желаем Мы Не Покидаем Вас То Смотрите Опять Возвращаясь К началу Разговора Мы Не Покидаем Вас То Что Имеет Ввиду Сущность Вначале Он Задает Вопрос Вы Здесь Нет Мы Не Здесь Мы К Вам Приходим Сейчас Мы Вас Не Покидаем Эта Сущность Находится Именно В нашей Соте Естественно Она Нас Не Покинет Никак Ну Никак Она Не Покинет Ну Грубо Говоря Да То Ну Ладно Не Буду Придираться Начало Не Особо Как Б Принципиально Давайте Дальше Хотели Не Желаете Слышать Нас Потому Для Нас Нет Прерывов Вспомнить Мы Говорили Вам О Времени Вопрос Сейчас А почему Он Говорит Мы Николаев Второй Типа Ну Уважаемый Константин У нас Так Принято Мы Не Можем Говорить От Одной Персоны То Что Происходит Вот Сейчас Допустим В этом Кабинете Ну Скажем Так На нашем Плане Никого Не Видно Лежит Контактер И Через Него Вещает Сущность Но Дело В том Что С этой Рядом Сущностью Еще Находится Несколько Сущностей Еще Три Пять Сущностей То Они Рядом Ну Скажем Так Стоят Наблюдают Слушают А Один Говорит По Вот этому Человеческому Телефону То есть Поняли Мы То есть Они Рядом И Он Говорит Не от Себя А так Как Они Несколько Сущностей На самом Деле Пришли Эти Сущности Они Как Бы В этом Астральном Мире Стараются Держаться Стайками Потому Что В одиночку Очень Опасно Перемещаться В этом Назовем Условно В тонком Плане В Инфернальном Мире Поэтому Они Всегда Группами Три Пять Семь Иногда Больше Поэтому Мы Один Вещает А остальные Наблюдают И слушают Вот скажите Что вы можете Пожелать Тем Кто Категорически Не согласен И не Приемлет Что Существует Жизнь После смерти Что вы Им скажете Ничего То То есть Они Сами Должны Дойти Или Вы Подумайте Если У вас Не Хотят Слышать Вы Будете Кричать Да Вот Как Мне Всегда Говорят Вячеслав А где Доказательства Но Если Меня Не Хотят Слышать Зачем Мне Кричать Но Если Тех Кому Я Говорю Что Континента Северной Америки Меня Не Слышат Ну Зачем Мне Кричать Зачем Я Вещаю Только Для Тех Кто Меня Слышит И Желает Слышать Но Это Аж Глупо Навязывать Особенно Истину Истина Вообще Она В априори Не Может Быть Навязана Она Может Быть Только Озвучена Тот Кто Услышал Он Может Ее Принять Или Не Принять Далее Если Вы Не Верите Это Ваши Проблемы И Куда Вы Попадете Вспомните Вам Сказано По Вере Вашей Вы Помните Да Вот И Подумайте Если Вы Не Верите Эта Сущность Очень Осведомлена О местных Скажем Так Зигзагах И Местных Понятиях То Сущность Она Как Бы Это Давно Здесь Тусуется И Как Я Уже Говорил Ранее Она Больше Минус От Нейтралитета Вернетесь Вернетесь И Будет Возвращаться До тех Пор Пока Не поймет Как Многие Знают Я В эфирах Постоянно Сотни Раз Говорил Что Да И В роликах Возможно Есть Эта Тема Что Возвращаться Будут Все Первый Класс Да У многих Появляется Возможность Перейти Во второй Но Они Остаются Сознательно На второй Год Чтобы Подтянуть Первоклашек До второго Класса Поэтому Основное Население Здесь Ну Как бы Ну Используем Слово На карантине То есть Пока Не исцелятся Местные Жители Внутренне Дальше Не пойдут Хорошо Вы Не можете Подсказать Что Сейчас Мешает Переводчикам Если Хотите То Ваше Здоровье Не Конкретно Вас А Ну В общем Может И Переводчики Тогда я приступаю к вопросу Нет А что вы хотите Среди вас есть Какого-то Сердеча Есть И болезнь Легких А вот Есть Над чем Подумать Если сущность Не лукавит То Его Отвлекает Физическая Боль Скафандра Того Скафандра Который Находится В этой Комнате То есть Получается Сущность Видит Ну Скажем Повреждения На сердце И Она Постоянно На это Повреждение Отвлекается А по Каким Причинам Она Отвлекается С Какой Целью Хочет Помочь Но не Может Или Хочет Наоборот Подпитаться Болью Неизвестно В чате Подсказывает Константин Что это Пурга Я Я Тоже Думал Что Пурга Пока В этом Ролике Не Было Сказано Как Минимум Два Раза Про Сотовое Мироустройство Я Только Из-за Сотового Мироустройства Хочу Обратить Внимание На Этот Ролик Как Как Уже Ранее Говорил Даже Если Он Постановочный Откуда В 94 Году Знали Про Сотовую Землю Вы Помните Уже Мой Ролик Я Специально Подготовил Для Этого Комментария Потому Что Я Знал Что Будет Этот Комментарий Не Конкретно От Константина Но Знал Что Будет Давайте Посмотрим Фрагмент Те Кто Не Видел Этот Ролик Настоятельно Минут Скрывается Очень Большой Пласт Всевозможной Информации Знаний И Данных Запись Скорее Все Будет Тихая И Я Поставлю Все Лишь На Несколько Секунд Просто Когда То Я Уже Этого Контактера Вкрапил В Один Из Своих Роликов И Даже Делал Отдельно Ролик С Сот Они Все Закрыты А Это Было Немножко Закрыто И Я Зашел По-моему Называется Сотовая Земля Под Гипнозом Но Тот Что Мы Сейчас Ролик Изучаем Он Намного Объем Нее Говорит В моем Понимании Про Сотовый Мир Так Послушаем То Что Я И И И И И Этих Видеом Материалов Несколько Лет Назад Помните Там Гипноз Вели Мужчину В 95 Году Где Он Маму Искал Вот Я Летел Увидел Сот И Залетел В Одну Соту Ну Приписывают Что Это Я Звучил Этот Ролик Уважаемые Слушатели И Зрители Обратите Внимание Пожалуйста На Дату Ролика 2014 Год Каким Образом 2014 Году На Стороннем Канале Который Мне Вообще Неизвестен Я Мог Озвучить Другой Ролик Непонятно Обратите Внимание На Дату 2014 Год Вот Ну Приписывают Что Это Я Озвучил Этот Ролик Знаете Ваш Мир Похож На Ули И Много Много Сот Наверное Надо В этот Момент Включить Этот Скриншот Да Уважаемые Слушатели Зрители Это Тот Ж Контактер Которого Мы Сейчас Смотрим Вот Он Но Здесь Уже Сущность Другая Общается Вот Почему Я Ранее Говорил Что Почему Они Говорят Мы Давайте Попробуем На Фоне Вот Этого Скриншота Услышать Фразу Который Говорит Вещатель Контактер Много Много Сот Они Все Закрыты А Это Было Немножко Проскрыто И Я Зашел Давайте Еще Разок Для Новичков Знаете Ваш Мир Похож На Ули И Много Много Сот Они Все Закрыты А Это Было Немножко Проскрыто И Я Зашел Когда С Визуальным Подтверждением Так Возможно Более Нагляднее И Понятнее Но Те Кто Задавали Ему Вопросы Конечно Не Поняли О чем Вещает Сущность В 94 Потому Что Земными Мерками Меряют Наш Мир А если Более Правильный Сказать То Что Вложили В них Модель Нашего Мира Они Не Могут Отпустить И Даже Допустить Что То Место Где Мы Живем Выглядит Совсем По Другому Вот Поэтому Давайте Дальше Смотреть Потому Что Здесь Еще Будет Про Сотовый Мир Не Рассказано Другой Сущностью Скажите Почему У человека Существует Инстинктивный Страх Перед небытием Страх Да Что Вы Называете Страх Боясь Потерять То Что Имеете Сейчас Вот Ваш Страх Нет Ну Может Страх То Что Нас Больше Не будет На земле Может Боясь Боясь Основной Эгоизме Боясь Дости Жизнь Жадности То Что Имеете Подумайте Вы боитесь Потерять То Что Уже Имеете И не Хотите Побрести Новое Далее Если бы У вас Не было Страх Что Бо Вы Делали Что Бо Вы Делали Вам Надо Надо Я Ложить Пойдемте Дальше Но Страх Этот Движущим Движущей Силой Человечества Да Является Мы Говорили Вам Что Нет Чисто Отрицательных Или Положительных Качеств Нет Для кого Это Движит Для кого То Нет Но Чаще Это Цель Что Удерживает Вас Скажите Вот Как бы Нам Не Внушали Что Человек Смертен Что Он Один Раз Только Живет Откуда Все Так У Человечества У Людей Заложено Предчувствие Бессмерти Оно Как-то Заложено Детавгена Откуда Мы Ответ Вам Так Как И Прошло Жадность Жизни Вы Согласны Далее Вы 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 Писали Говорили О Памяти Подумайте Мы Будем Говорить Вам Общий Мы Никогда Не Скажу Вам Точно Ибо Тогда Вы Не Сумеете Найти Сами Да Вот Кстати Подсказка Что Это Не Светлые Говорят Темные Никогда Не Говорят Прямо Они Всегда Говорят Круг До Около Напрямую Не Отвечают Намеками В лоб Они Не Говорят Что В том Случае Что В этом Они Сказали Про Сотовое Мироустройство Дальше Но Они Не Стали Разжевывать Их Не Волнует Что Те Кто Задает Вопрос Не Поняли Устройство Нашей Земли Будете Рады Готовому Ответу И Все А Мы Приходим Не Шпаргалки Мы Ценим Вас За Это За То Что Вы Так Серо Ведете С нами Стимулируете Нас Думать И Самим Добиваться Мы Не будем Говорить Вам Конкретно Ничто И Будем Сеять Ваш Сомнений Сомнений Даже В том Или Нет Вот Сомнений Сеет То есть Это Все От Лукавых То есть Это Сущность Инфернальная Скажем Так Очередной Раз Со Знаком Минус Ну Они В принципе Не Обязаны Скажем Так Помогать У них Совсем Другая Функция Ибо Это Заставит Вас Думать Да Мы Это Ощущаем Хорошо Продолжим Вопросы Откуда Все-таки У людей Есть Убежденность В Конечности Бытия У тех Кто не Верит В Продолжение Жизни Материализм Это Ваша Наука Далее Мы говорили О борьбе В Помните Ваше Понятие Добра Зла Вы Столь Беспечны Что Даже Бога Сделали Беспечны В наших Глазах Наверное Он не такой Беспечный Нам Кажется Нет Вы Творитель Как И представляете Таким И будет Кстати Дальше Мне нужно Не забыть Очень важную Вещь Он скажет Насчет Бога Сейчас Он говорит Что Беспечным Ну Все правильно Я пока Не вижу Никаких Противоречий А Дальше Он скажет Вы Разбойника Скажем так С крестом Связали Там Очень важно Дословно Я постараюсь Не пропустить И Вот Бога Сделали Беспечным Это Тут тоже Многослойный Хитрый ход Сущностей Которые Раскроются Чуть Чуть Дальше Кстати Вот этот ролик Я и не подготовил То есть К данному эфиру Я готовил Несколько Роликов Вспомните По вере Вашей Скажите Почему Христианство Довольно Упорно Отрицает Идею Перевоплощения Многократно Мы же Вам ответили Только что Чтобы Веру Чтобы Вы были Рабами Веры Той Хотя Тут же И оправдываетесь Не создайте Коммер Это Наше Заблуждение Человеческое Да Это Ваше Только Ваше Какие Чувства Преобладают У людей Вник Смерти Боль Ну Это Разумеется Нет Вы Опять Говорите О физической Боли Мы Говорим А иной Боль Сперва Боль о том Что не успели И теряете Потом Что вы Потерян Боль Что вы Никому не нужны Вспомните Вспомните Описание Умерших Вспомните Вмиг Вмиг Смерти Они Здесь Были В клетке Вы Говорите Вмиг Смерти Тогда Назовите Мне Длину Этого Мира А вот Сущность Раздражается Дело Как говорится С полным Удовлетворением Что Жизнь Была Прожита Недаром Сущность Раздражается Она Перенаправляет Вопрос Точнее Замечание На другой Совсем Момент Цепляется К словам Миг Смерти То есть Уходит От момента Где говорится За радость А это Есть Это Сущность В основном Кстати Раздосадана Которая Погибает Насильственной Смертью Как я Говорил Ранее Что В эфирах И роликах Что Такой Сущности Выдается Скафандр Не очереди Есть Сущности Которые За свой Жизненный Путь Сделали Не совсем Верные Шаги И Досада Что они Не могут Исправить Настолько Велика Я могу Привести Пример На своем Частном Случай Когда Получается У меня Был Родной Дедушка У него Был Брат Ну Тоже Получается Как Дедушка Мой Двою Родный Не знаю Как правильно Сказать И вот Скажем так Небольшой Домик Они В свое Время Между Собой Раздербанили И вот Там Часть Дома Которая Ну Скажем так Моей Маме Должна Была Достаться Вот Этот Брат Дедушки Забрал Себе И Маму Находился Территориально На современном Донбассе И он Очень просил Чтобы Дети Привезли Мою маму К нему Чтобы он У нее Прощение Попросил Он Очень Мучительно Умирал У мамы Не было Возможности Финансово Приехать А дети Как говорится Которые Он Обращался Не приехали В Харьков Чтобы Привезти Маму Дальше В ролике Будет Очень важный Момент Про Последнее Просьбу Умирающего Которую Очень Важно Выполнять Если Последняя Просьба Не Выполняется Это Трагедия Для Сущности Точно Так же Как Перед Смертной Казнью Дают Возможность Последнее Желание Тоже Так же Как Люди Или Человек Уходят Другой Мир У них Есть Сюда К родственникам Последняя Просьба Если Есть Так Родственники С кружками С ведрами Воды Возле Кровати И Они Должны Выполнить Волю Уходящего Мир Иной Очень Важно Выполнить Просьбу Дальше В ролике Про это Будет Тоже Говориться Почему Люди Довольно Примитивно Представляют Муки И Радости После Смерти Если Вы Не Помните Или Только Фантазии Ваши Фантазировать Помните Мы говорили Вы не Умеете Вот Далее Почему Вы Говорите О Всех Вы Знаете Ли Вы Всех В чем Заключается Функция Добрых Духов В общем Понимаете Есть И Добрые Духи И Злые А Мы Говорили Вам Что Это Вы Жи Есть Жи Вас И Добрые И Злые Подумайте Подумайте Примите К Себе Юлит Юлит Добрые Злые Судя По Тому Как Сущность Имеет Эмоции И Злится Значит У Сущностей Этих Тоже Есть Эмоциональный План То есть Даже Не имея Телесную Оболочку Буйство Духов Полтергейсты Они Могут Выходить Из себя Крушить Все И Вся То есть Здесь Идет Как бы Подоплек Что Сущность Не Совсем На Стороне Добра И Света Поэтому Она Начинает Эта Сущность Елить Вас Можно Назвать Добрым Или Злым Смешно Все Есть Понимаю Для чего Вы Живете Вы Знаете Свою Цель Нет А Хотите Узнать Иные Вы Не Знаете Себя Но Хотите Узнать Иное На Кого Похоже Скажите Насколько Наивно Представление Людей Что В райской Жизни Духи Только И Делают Что Поют Хруб Нет Мы Как-то Говорили Вам Что В раю Сложнее Намного Сложнее Чем Здесь Там Была Фраза Дифирамбы Пойк Бог В раю Сложнее Чем Здесь Я Не Знаю Что Он Ответил Ранее Это Сущность Я Уже Про Рай Говорил В раю Хорошо Только Скука Адская Дело В том Что Вся Селенная Устроена По Такому Принципу Что Она Заточена На Игру И Все Что Движет Вселенная Это Избавить Себя От Скуки По Мере Своих Возможностей То Есть И Наш Мир Был Своё Время Создан Высшими Иерархами Потому Что На Их Нем Плане На Их Нем Уровне Довольно Таки Скучно Нет Трудностей Лишений Препятствий Преград Поэтому Они Создали Симуляцию Этого Мира Где Они Беспомощные У них Нет Сверх Способностей Но Как Я Этого Мира Мы И Есть Мы Человечество То есть Практически Каждый Из Нас Кто Сейчас Слушает Меня А кто Не в курсе Кто Я Имя Вячеслав Зовут Котляров Вячеслав Котляров Вот Мы Соавторы Этого Мира Поэтому Этот Мир Полностью Принадлежит Нам Мы Авторы И Соавторы Ну Фильм 13 этаж Будет Для многих Кто Не смотрел Довольно Хорошим Подспорьем Чтобы Понять Те или иные Моменты Связанные С Нашим Мир И Мы Говорили Вам Что Для Кого То Ваш Мир Рай А Есть Мир И Где Ваш Мир Ад Вот И Подумайте Ну Это Кто Смотрел Мои Первые Ролики Я По Моему Первом Ролике Говорил Что Или Первых И В Эфирах Что Есть Соты Где Наши Родычи Живут Еще Более Худших Условиях В Сравнении С Такого Уровня Что Делать Распространять Знания Конкретно Континента Северной Америки Не Существует Его Этот Континент Нам Нарисовали Города Соединенных Штатов Находятся В Азии Говорили Бесконечности Миров Вы Говорите Рай Неужели Вы Думаете Что Вы Будете Отдыхать Быть Можете Только Начало Начало Битвы Тут Важный Момент Кто Говорил Они Говорили Или Сущности Про Бесконечность Миров Ну Это Сотовая Земля Да Как бы Помогает Нам В этом Вопросе Про Бесконечность Миров Давайте Еще раз Посмотрим Чтобы Ничего Не упустить Мы Как-то Говорили Вам Что В рай Сложнее Намного Сложнее Чем Здесь И Мы Говорили Вам Что Для Кого Ваш Мир Рай А Есть Мир И Где Ваш Мир Ад Вот И Подумайте Вы Бесконечности Миров Вы Говорили Бесконечности Миров То есть В смысле Тех Кто Задавал Вопрос Вы Говорите Рай Неужели Вы Думаете Что Вы Будете Отдыхать Быть Может Только Начало Начало Битвы То есть Душа Там Трудится Более Поймите Вы Говорили Рай Выше Ваши Слова Значит И Более Трудиться Будете И Более Ответственны Будете Помните Маятник Чем Выше Тем Более Сил Ну И Тем Ниже Вы Можете Опуститься Вы Помните Сложите И Будет Вам Ответ Скажите А если Человек При жизни Не хотел Трудиться Духовно Душевно Он И там Наверное Будет Лениться Так же Или Вот Там Заставляет Что То Вы Пойдете На Один из Уровней Один из Уровней Вашем Понятии Где Все Не хотят Трудиться Давайте Теперь Изучим Про Какие Уровни Идет Речь Для Этого Нам Нужно Обратить Внимание На Ролик Опять Ж Структура Земли Вот Показаны Уровни Рекомендую Кто не смотрел Структура Земли На Скриншоте Наверное Будет Более Наглядно Высшие Уровни За которые И ранее И сейчас Было Сказано Вот Уровни Да По каждому Уровне Соты Ячейки Те Кто Трудится Поднимаются Выше Ну Как И в нашей Жизни По Карьерной Лестнице Или Профессионализм А Те Кто Как Говорится Не Трудится Те Скатываются Вниз Но Ино Не Переживайте В пекельные Миры Местные Трудяги Не Попадут Так Как Существует Еще Под Нами Очень Много Слоев Земного Типа Только С более Худшими Условиями Между Пеклом И нашей Жизнью То Есть Там Еще Несколько Уровней Слоев Да То То есть Опустились На нижние Уровни Потом Опять Подыматься Вверх В пекельные Вряд ли Из нас Кто попадет Уже даже Нижние Уровни Для нас Будут Сказаться Адом Вот За Уровни Как Он Говорит В нашем Понимании Ну Не Только В нашем Понимании Но Еще И Во Вселенском То Есть Если Душа Стремится Трудиться То Он Попадет На Более Высокий Уровень Там Где Будет Воплощаться Его Идея Его Стремление Трудиться Давайте Скажем По-другому Мы Говорили Вам О Мирах Для Которых Вы Являетесь Адом Или Райом Так Вот Ваш Мир Это Всего Один Из Миров И Бесконечности Миров Что Вы Называете Адом Или Райом Ну Вот Тоже Бесконечности Миров Да Тоже Наверное Можно Свернуть Соты Хотя Нет Дальше Будет Про Них В ролике Говориться Давайте Еще Разок Уровень Там Где Будет Воплощаться Его Идея Его Стремление Трудиться Давайте Скажем По-другому Мы Говорили Вам О Мирах Для Которых Вы Являетесь Адом Или Раем Мы Говорили Вам О Мирах Для Которых Вы Являетесь Адом Или Раем То Есть Не Для Нас Эти Мир Рай Ад А Мы Для Этих Миров Когда Мы Приходим В Эти Мир И Мы Для Них Становимся Кромешным Адом Ну Он Обобщает Он Вначале Сущность Сделала Замечание Тому Кто Задает Вопросы Мол Что Вы По Всем Судите Поэтому Он Обобщает Дело В том Что Здесь Вместе С нами Живут Колоссальное Количество Персонажей Разных Которые Находятся На разных Уровнях Развития И Те Которые Прибывают К нам Вот Именно Чтобы Объяснить Его Слова Они Нашу Землю Превращают В ад В общем Вы поняли За кого Я говорю Тех Кто К нам Прибыли А Если Мы Допустим Прибудем По своей Воле Более Низшие Миры Скажем Так По своей Воле То Мы Для тех Миров Будем Уже Раем Мы Рай Будем Делать Создавать То Видите Опять Тонкой Нитью Проходит Мы Говорим Вам О Мирах Для Которых Вы Являетесь Для Которых Вы Являетесь Адом Или Раем То Но Он Обобщает Среди Нас Много Нас Разных Серые Приходят В наши Миры Несут Ад А мы Если Приходим В их Немиры Мы Несем Рай Так Вот Ваш Мир Это Всего Один Из Миров И Бескальше Миров Что Вы Называете Адом И Раем Тоже Как Видите Важный Момент Так Вот Ваш Мир Это Всего Лишь Один Из Миров Бесконечных Миров Что Вы Называете Адом Или Раем Значит Мы Смотрим Как И Слои Бесконечные Слои Слоями Бесконечные Миры Но Кто Хочет Подробно Разобраться Посмотрите Ролик Тура Земли А Также Обращаем Внимание На Бесконечность Миров То есть И в сотах Помимо Уровня Каждая Сота Живет Каждая Ячейка Каждая Яйцо На Своем Уровне Каких То Ячейках По Нашим Мирам Ад Каких То Ячейках По Нашим Меркам Рай Вот Пожалуйста Текст И Благодаря Этому Скриншоту Становится Понятно Наш Мир Всего Лишь Один Из Миров Вот Пожалуйста Миры Показаны Наш Мир Всего Лишь Один Из Миров Бесконечности Миров Естественно В этой Бесконечности Существуют Разные Миры Вот Наш Огромного Количества Миров Ну По сути По нашим Земным Меркам Это Можно Сказать Что Это Бесконечность Изучаем Дальше И Бесконечности Миров Что Вы Называете Адом И Рай И Относительно Вас Все Что Ниже Вас Ад Вот Еще Одна Фраза То Что Ниже Нас Это Ад Видите Уважаемые Слушатели Зрители То То Есть Он Правильно Делает Акцент Относительно Наше Понимание То Что Находится Ниже Нашего Уровня Что Идет Ниже Это Ад Пекельные Меры Все Что Выше Вы Называете Раем Все Что Выше Мы Называем Раем Меры Богов Рай По Нашим Земным Меркам То По Моему Схематически Очень Понятно О чем Идет Речь Почему В целом Осуждается Стремление Людей К Материальной Независимости При Успевании Это Идет Из Редики А вы Подумайте Могли Вы Успеете Если Будете Набивать Сумы Да Яраночка Спасибо Большое Я Сегодня Утром Внимательно Изучил Этот ролик И Принял Решение В эфире Его Прокомментировать Потому Что Я понял Для себя Одно Что С моими Комментариями Этот ролик Приобретет Более Яркие Краски И Понимание О чем Вещает Контактер Ну Как мы Сделали Вывод Мы Ну Скажем Так Как я Сделал Предварительный Вывод Даже Если Это Постановка То Тот Кто Манипулирует Тем Скафандром Гипнотизер Земной Очень Сильно Осведомлен О Нашем Мироустройстве То есть Опять же За ним Кто-то Должен Стоять И Большая Группа Мы Вот Кстати Важный Момент Мы Если Это Реальная Сущность А Очень Похоже Что Это Реальная Сущность Потому Что Скафандр Очень Сильно Эмоционирует Раздражается Ну Кто-то Скажет Человек Может Раздражаться Не Принципиально Важно То Что Сейчас Я Продемонстрировал Визуально Вы Сейчас Увидели Можете Потом Записи Посмотреть Кто Не Попал На Начало Эфира Там Есть Тоже Некоторые Интересные Моменты В В Чем То Что Продемонстрировал Дает Нам Четкое Понимание Что В 94 Году Было Озвучено Сотовое Мировостройство Под Гипнозом И В 94 Году В тайге Без Гипноза Но Находясь Постоянно В стрессовом Состоянии То Есть У Меня Два Года Стресс На Дальнем Востоке Был Каждый День То Есть Я Просыпался В стрессовом Состоянии Жил В стрессовом Состоянии В стрессовом Состоянии Засыпал И Вот В этом Стрессовом Состоянии Произошло Подключение К информационному Поле Как говорится На грани Силы Возможностей И Рука Взяла Ручку Тетрадку И Я Начал Описывать Сотовое Мироустройство Дело В том Что После Какая земля В реале В тот же день Как по мановению Волшебной Палочки Все душевные Муки Прекратились И Забылись И не посещают Уже То есть Я уже Три года Душа моя Как в раю Я думаю Что и Уважаемая Светлая Аудитория Которая Прикоснулась К сотовому Мироустройству Тоже В той или иной Мире Обрела Счастье И получила Облегчение И получила Колоссальное Количество Ответов На те Мучительные Вопросы Которые Задавались В процессе Севыместного Земного Бытия Далее Сказано Было Нищета Это не значит Что вы будете В раю Вспомните Было Сказано Многие Жили у вас Если Ниш Будут Там Нет Чаще Здоровьем И настырно Будет рай Скорее всего Здесь Идет Вопрос Об этом Мне кажется Что может Здесь все таки Нищие Духом Имеется ввиду Морально Нищие Знаниями Потому что В принципе Для вселенной На самом деле Не имеет Никакого Значения Насколько Финансово И материально Обогатился Человек В процессе Жизни Для вселенной Имеет Огромное Значение Как человек Обогатился Душевно И духовно Поэтому Тут тоже По моему Сущность Лукавит Ведь Небесная Канцелярия Не считает Сколько Человек Миллионов Накопил За жизнь И сколько Заводов Он построил Кто скажет Заводы построил Значит Дал работу Нет Небесная Канцелярия По другому Считает Небесная Канцелярия Для продвижения Вперед Делает Расчеты Такие Как Сколько Человек Получил Знаний И сколько Он сделал Для того Мира В котором Он живет Насколько Он его Облагородил То есть Мало Получать Знания Если вы Умный Сам себе На уме Если вы Даже Поняли Истину Но вы Не делитесь С этой Истиной То это Еще хуже Чем вы Просто Очень умный Да Это намного Хуже Это идет Большой Минус Знания Непроменяемые На практике Не только Не несут Никакой Пользы Но даже Напротив Приносят Большой Вред Это Равносильно Что вы Находитесь В пустыне У вас Целая Фура Хорошей Прохладной Воды А рядом Идут Группа Человек Которые Изнывают От жажды Но вы Не даете Им воду Эту Но у вас Она есть И проезжаете Мимо Их Точно Так же И знания Те Кто Получает Знания Не делятся С другими В моем Понимании Наносит Себе Большой Вред Скажите А в чем Заключается Страдание Ниших Духов Вы Невнимательны Мы говорили Вам О вашем Мире И бесконечности Адов И раев Вот Бесконечность Адов И раев Вот Бесконечность Адов И раев Я так понимаю Сущность Наверное Дальше Скажет Что Возможно Скажет Что По нашим меркам Они тут Должны Страдать А они Возможно Себя чувствуют В некоторых Мирах Себя Очень Конфортно Как говорится В своей Тарелке В блюдечке С голубой Каемочкой То есть Наши земные Мерки Не дают Полного Представления О других Мирах А точнее Если быть Абсолютно Правильно Не наши Земные Мерки А те Заведомо Ложные Стереотипные Знания Которые Нам Внедрили С самого Рождения Не дают Возможности Понимать Глубину И масштабы Нашего Гигантского Мироустройства Чем вы страдаете? Разных Мы же говорили Вам Душу уменьшую Тот же мир Что и вы Он не намного Лучше вас И единственное Что вы можете В вашем понятии Иметь контакт С соседними мирами Выше И ниже Единственное Что мы можем Иметь контакт С соседними мирами И выше И ниже Единственное Что мы можем Иметь контакт С соседними мирами И выше И ниже Соседние миры Которые находятся Рядом с нами На физическом уровне Подчеркиваю На физике материально можно пощупать понюхать лицезреть но как ведические знания говорят что если вы пришли в иной мир и никого не видите это не значит что там нету жизни то есть тот мир может быть полным всевозможными существами но наша сенсорика человеческое не в состоянии слышать видеть чувствовать и выше вы уже называете раем хотя ненамного и боль скажите смерть не всегда освобождает человека от искушений нет вся жизнь ваши искушения и у нас нет ваш одно из искушений смерть одно из искушений то есть возможность за счет смерти что-то изменить в своем вселенском бытие вспомните бы вами было рассказано как вы падаете и поднимаетесь и выбираете меры в которых жить будете опять по мирам можно сверху вниз перемещаться я говорил по слоям развиваетесь мы развиваемся поднимаемся верхние меры допустили ошибки опять сюда отбросили допустили ошибки ниже опустили нас еще ошибки ниже потом начинаем выкарабкаться и так вот во вселенной так как мы живем вечно у нас это до самой высшей скажем так локации добраться надо миллиарды воплощений прожить это мы только с вами уважаемые слушатели и зрители только в начале пути даже не посередине вот он искушение то есть человек и в загробный мир тянет свои искушения и не может от них избавиться что искушение что это ваше понятие желание в рай или в ад согласитесь это искушение желание видеть бога это искушение вы согласны но это он считал мысли скорее всего про бога потому что желание видеть бога но может ли персонаж компьютерной игре увидеть игрока который сидит по ту сторону монитора нет поэтому максимум что мы можем видеть это нашего уровня земного уровня живых существ и эти живые существа будут либо использовать скафандр чей-то или какой-нибудь для того чтобы воплотиться и пообщаться с нами либо создадут голограмму которая кстати может не отвечать оригинальному образу голограмма будет та которая более приемлема зрителю которые будет видеть про не будет отталкивать которая будет приятно ненавязчиво то есть щадящий будет щадящий будет подход ну я имел ввиду вообще-то тлетворное искушение нет смерть ваш всего лишь потеря потеря одного из тел смерть ваша всего лишь потеря потеря одного из тел потеря одного из скафандров одного из скафандров то что я много раз говорил каждого из нас есть сущность оператор он может иметь одновременно в разных мирах как и параллельных так и те которые на физическом уровне большое количество аватаров 10 20 30 но это опытные да и игроки поэтому если в этом мире аватар погибает то это не значит что для параллельного мира жизнь аватара прекращается ну как я уже ранее говорил что сны это как раз то продукт обмена информации между аватарами которые находятся в разных мирах отдали зависит или вы никогда больше не получите того тела и значит будете более тонких мирах или получите тоже или еще хуже в вашем понятии от вот это никогда по моему не совсем честно хотя мы возможно наверное не знаю для определенных существ есть наверное либо определенные скажем так рубеж выше которого они подняться не могут либо определенные шаги в воплощениях которые приводят тому что не будет выдан скафандр и сущность просто будет находиться в нирване то есть дальше уже эволюционно не будет развиваться но нам это не грозит человечество вообще может не переживать мы не сможем именно человеке не смогут опуститься до такого уровня чтобы не заслужить скафандр для следующего воплощения с потеря энергетики человек пропитает более грубые материалы нет выводя с потеря энергетики тогда вспомните ядерную физику ваше понятие минералы имеет энергии боли поняли уважаемые слушатели зрители то есть камни они более одухотворенные но я сейчас шучу то есть энергии в камне значительно больше чем скафандры которые относятся к органическому типу тогда подскажите нам каковы самые большие страдания как которые могут претерпевать злые духи опять возвращаются теми злых духов любопытно как он ему ответит почему вы говорите о злых духах почему не спросите себе видите то есть он уходит от ответа то есть ему вопрос а понесут ли наказание злые духи за их злодеяния и это уже из-за разряда вы знаете кто любит уходить от прямых вопросов то есть эта сущность из-за разряда подчиненных тех кто нас оккупировал скажем так смотрящий до наблюдатели то есть они на разных уровнях присутствуют как я говорил ранее что у наших скажем так властей наверху есть руководство а над этим руководством еще руководству над этим руководством есть то руководство которое не имеет телесную оболочку это как раз то руководство заправляет всеми этими процессами и вот скорее всего из нижнего какого-то звена оккупантов какой-нибудь рядовой а может сержант я не знаю вышел на контакт генералу не вышел бы на контакт он бы не использовал человеческое тело для него это для него это не интересно причем смотрите какая вероятность того что проделанная большая работа бы имела мощный резонанс видите как бы грустно это не звучало 99 зрители которые самостоятельно изучили этот ролик в разное время они бы в полной мере не поняли глубину сказанного в этом ролике то есть сейчас вот многие из вас уважаемые слушатели и зрители какой-то мере и не в какой-то в полной мере счастливые человеки потому что мы вместе с вами разбираем этот ролик и я пальцем показываю на те или иные моменты плюс ко всему объясняю о чем идет речь почему сущность все-таки больше негатив потому что она не развернуто говорит и уходит на дат ответов так как этих выпусков много но фильмов частности как он говорил автор по моему 3 я попробую все фильмы изучить возможно в других фильмах будет сказано та информация которая нам необходима возможно но большая вероятность что не скажут не скажут прямо конкретно устройство нашей планеты не скажут политическое положение то что у нас оккупация скорее всего не скажут и географию не скажут так как вот в предыдущих вопросах сущность пыталась обвинить что же местные жители самые виноваты в своих бедах да конечно виноваты но не в полной мере частично то есть местные жители себя ведут так исходя из сложившихся обстоятельств так показано что соединение потеряно скажите слышно ли меня в эфире подожду минутку видите сообщение появилось что связь пропала я подожду минутку пропадал ли я напишите самое важное пожалуйста напишите когда я говорил в эфире мой голос пропадал или нет на минуту пропадал значит я скорее всего знаете что сделаю тут есть такая хитрость важные моменты начал говорить смотрите когда мой голос начал пропадать я очень важно и в эти секунды сказал слова и мысли озвучил знаю что может происходить с интернетом подобные вещи я эту запись дублирую то есть когда этот эфир закончится он не будет опубликован я залью запись этого эфира то есть поняли смысл в записи по идее голос не должен пропадать потому что запись идет на компьютере и тогда любой при желании сможет полной мере изучить заново ролик а также перезалить более чистую версию этого ролика поэтому вот она идет запись и я ее буду перезаливать слушаем дальше ничего интересует что-то страх узнать о себе или нежелаем мы говорили вам мы будем наказывать себя да тут задают вопросы они очень много страхов вы будете наказывать себя увы по вашей вере по вашим постуку если хотите в совесть ваша совесть на открытые но если совести особо нет то есть она ущемлен ага значит смотрите сущность не до конца не хорошая на она не до конца это негативная смотрите какой идет оборот то есть земной человек сомневается в наличии совести а я все время говорил что совесть это очень важный момент и давайте послушаем все-таки как сущность будет реагировать земной человек недооценивает что такое совесть это очень важно совесть это единственное что нельзя приобрести совестью только можно родиться другие качества можно там стать добрее душевней духовней это можно но при этом быть бессовестным можно делать праведные поступки не имеет совести давайте еще раз про совесть послушаем очень важный момент как по мне узнать о себе или нежелаем вы будете наказывать себя увы по вашей вере по вашим посту то есть на то что вы себя запрограммируете то с вами будет но он использует слово наказывать то есть то что вы верите то будет с вами происходить думаете что нету жизни после жизни значит будет неприятности определенного характера если вы знаете что переродитесь и те конечно переродятся но более болезненно и не так быстро а те кто знает что перерождение идет это происходит значительно быстрее мысль она же материально это что человек во что верит то что желает то и будет происходить почему я всегда говорю что человечество больше есть чем мы о себе думаем почему я всегда говорю что мы из оккупации можем освободиться даже малыми силами наш уважаемый денис подскажет что это юджинская доктрина но это в том случае если ролик постановочный то есть авторы изучившие эту доктрину грамотно вещают от контактера если хотите совесть ваша совесть но открытая да по вашей вере по вашим поступкам если хотите совесть но открытая а теперь интервьюер будет говорить о совесть не совсем же наверно совесть да давайте послушаем и сущность честно отвечает начинает о всяком случае честно отвечать если хотите совесть ваша совесть на открытая но если совести особо нет и ну если совести особой нету да у совести особо нету то есть вы знаете у кого совести нету у кого даже такого понятия нету у каких племен додовских потому что они созданы искусственно а мы на свет божий появились в результате традиционных вселенских канонов то есть мы дети бога мы дети божьи мы богоизбранные мы а те другие они господа избранные их слепили из того что было урасти у всех одинаково раз мы вам говорили по души чист и столько грязь грязь поступка смотрите души изначально действительно номер приходим они от рождения чистые как белый лист бумаги и вот жизненный путь какие на эту табулу расу нанесет действие и события но я вам скажу так вот по моему пониманию мировоззрению что можно очищать душ можно даже если ее человек запачкает он очень должен стараться но главное что можно очистить душу да это надо во первых он должен понять что у него душа запачкана и когда он это понял незамедлительно взяться за работу за труд трудиться душа должна трудиться день и ночь чтобы очистить до грязь поступка вот так как улыб прилипает созданных из мыслей и не только из мыл созданных из мыслей и только благодаря мы и иногда из-за самих мыслей дело том что наши мысли как могут творить добро так и зло мы можем одними намерениями ничего не делая творить добро и даже если какие-то мысли негативные нам идут в голову мы уже вредим хотя мы ничего не сделали но мы уже подумали и уже немножко под запачкали свою душу нуржан садыков вопрос еще так как совесть создать да представляете как вот работает мозги у некоторых местных жителей они во первых не знают что такое совесть а объяснить им что такое совесть да невозможно это равносильно как объяснить что такое любовь если человек не любил ему не как никак это не объяснить это чувство человек должен это прочувствовать то же самое с совестью совестью нужно жить чтобы понимать что это созданных из мыслей а мы говорим о совести что будет часто открыто где уже мозг не будет давать поправки вот муки ваши да в нашем мире многим нашим рода чем жить по совести не получается сожалению мозг дает поправки заведомо ложными знаниями и человек просто поступает бессовестно задают вопрос так тогда по большому счету что как нам вроде и жить не стоит я так понял задает вопрос жить не стоит разве это не следует или как устранять влияние мозга что жить чисто по вы спрашивали о муках вы не спрашиваете что вам делать сейчас а спрашивайте что будет за наказание вам разве в этой жизни вы не были наказаны да переживают какие наказания не понесут они не задают вопросы кстати я не уверен что он ответит что нужно для того чтобы в этом мире лучше жить лучше себя вести на по этому миру Они сразу спрашивают А что нам будет за то что мы сделали Они не спрашивают Я не уверен что сущность будет отвечать Но они задают вопросы Подскажите а что нужно делать Ни одного такого вопроса не было Как нужно делать Нет ни одного вопроса про технологии Про прошлое Какие были технологии в прошлом Нет ни одного вопроса про историю Хронологию Нет ни одного вопроса про географию Нет ни одного вопроса про устройство Того мира где мы живем про землю. Возможно в других роликах будет, как говорит автор в начале ролика, 140 или 170 аудиозаписей есть. Возможно там есть такие вопросы. Тем более записи происходили с 93 года по 97. То есть за 4 года они записали 170 кассет и несколько фильмов. Возможно там такие вопросы есть. Будем с вами изучать уважаемые слушатели и зрители в эфирах труды многолетних авторов или нет. Ну посмотрим. Загавдывать не будем. Сегодня видите я решил грамотно поступить. Выйти в эфир и вместе найти ответы. Денис предполагает, что у меня все-таки рождаются дети с совестью, но совесть подавляется с рождения. Да, я уже говорил, что и среди них есть люди. Но из-за того, что помните, как еще не от питания, от воспитания. От воспитания много зависит. Я думаю, что каждый должен себе сказать спасибо, что выбрал тот мир, в котором родился и прошел тот путь, который глобально не влиял на совесть. Потому что если с маленького возраста, с рождения даже совестного человека воспитывать в негативном ключе, он действительно будет поступать очень низко, подло. Разве никогда вас не мучила совесть? И вы всегда находили в себе оправдание. Мозг ваш всегда оправдывал вас. Желания ваши, искушения. И вы делали обманом. Смотрите в себя. Смотрите, сколько вы задушили в себе. Сколько. Но есть большая категория людей, у которых как будто бы их совесть отсутствует. Как они на том свете или где-то воздастся им это неверие? Вы невнимательны. Мы вам говорим о душе. И что она чиста. есть только поступки с созданными мыслями. Подумайте. Вы говорите нет совести. А может быть просто вы так залгались, что даже не видно правды вашей совести вашей. Вот время и даже при жизни, когда вы становитесь, оглянетесь, и вот вам наказание. И представьте, когда вы умираете, вы теряете ваше понятие мозг. Остается только ваше я. И мозг вас уже не оправдают и не создают живых истин. То есть смотрите, мозг это получается программное обеспечение, а я это биос, чистый, безопасный режим. И мозг в нашем земном воплощении создает как и пользу, так и вред за счет приема той или иной информации. А когда программного обеспечения нет, человек остается наедине, скажем так, с самим собой, кем он был по умолчанию. И тогда соображенщик начинает работать в другом ключе. Так как нету программного обеспечения, невозможно придумать оправдание тем или иным своим шагам. То есть идет все полностью в чистом виде. Не просто, да, между миром находиться. Вот то, что он и говорил ранее. Ранее он говорил про чистую совесть. Что такое чистая совесть? Это когда мозг не может на совесть влиять. Без работы мозга совесть остается в чистом виде. С работой мозга совесть получается не совсем чиста. Не в том, что она запачкана, а то, что она не может работать в полной мере. Вы понимаете, в нашем мире, именно в нашем мире, без мозгов тоже не получается. Без мозгов в нашем мире не выжить. Вы поняли? Хорошо. Но поскольку духи не могут скрыть друг от друга своих мыслей, поскольку все поступки их открываются и известно, то из этого получается, что виновник находится в постоянном присутствии своей жертвы на том свете. А вы подумайте, не уходите от жертв, они рядом с вами, они всегда с вами. Только вы стараетесь их забыть. А там на том свете это еще более очевидно. Давайте говоримся так, не на том свете, а если хотите вашим языком промежуточным. Да, промежуточным, то, что я говорил, между миром. На том свете это значит, что вы уйдете в иной и пробретете одно из тел. То есть тот свет, это не тот свет в нашем понимании, это просто очередной раз воплощение. А местные жители представляют, что это какой-то другой уровень в местном понимании. Хотя это тот свет, это новое всего лишь реинкарнация. а есть вот междумирие, он по-другому говорит, не междумирие, промежуточное, да, стадия, давайте ее назовем чистилище, вот этот промежуточный момент, когда программное обеспечение сносят с нас, мы в какой-то мере тоже биоробот имеется в виду скафандр, и Windows переустанавливают программное обеспечение, и мы уже появляемся в новом мире уже скажем так, с чистой системой, да, без вирусов, то есть с чистого листа, и потом начинаем опять вирусы хапать, или наоборот, создаем очень мощную антивирусную программу, и процветаем в новом воплощении во многих вопросах. И будете жить снова. Это так получается? Мы не слишком осведомлены о том свете. Да, я вот вижу действительно, вы не слишком осведомлены о том свете, а я уже в 94 году, в 19 лет, был осведомлен, и это описывал в своих трудах, то, что сейчас идет диалог здесь, в этом ролике, но я более развернуто это освещал, здесь как бы азами идет, а там я уже глубже копал, таблицы составлял, соотношение процентное, чисто математика, там получается, помните, я говорил, черные камушки и белые, но там так грубо сказать нельзя, что только черные и белые, добро или хорошо, там безумный алгоритм, там вселенский компьютер заносится полностью жизненный путь, и он просчитывается для того, чтобы при выдаче нового тела, какие будут уже в дальнейшем шаги во вселенной, как и само тело выдача рассчитывается по нашим меркам в какое время, как и месторождение тоже высчитывается, в зависимости от накопленного местного багажа, кто-то будет говорить, что нету кармы, все, но есть, все, но переносится и в последующие воплощения, потому что вселенная не забывает ничего, это человек, люди, боги могут забыть, вселенная помнит все, и вселенная пока не исправит ошибки, то есть есть где-то жесткий диск, на который каждого из нас наносится каждое воплощение, пока на вот этом вселенном жестком диске у каждого свой персональный жесткий диск не будет приведен должный порядок, то, что там накоплено на нем, поэтому во вселенной, даже если человек в этой жизни ломал дров, он может в дальнейших воплощениях очиститься и все исправить, улучшиться и пойти дальше выше. Один из миров прошло вас, мы же говорили вам, рядом, вы помните? Да, вспомните, вы ищите иные миры, а вас, сколько вас этих миров? Вы ищите иные миры, да, а сколько вас этих миров, имеется ввиду внутри человека миров или имеется ввиду рядом с человеком на физическом уровне сколько миров? Сколько? Посмотрите в себя, возьмите хотя бы день, сегодняшний, и гляньте, сколько раз вы изменялись, сколько раз вы были именем, сколько было вас сегодня, сколько, и все они, в вашем понятном семейки, соединятся и будут помнить все деяния. Соединятся и будут помнить все деяния. В двух словах опять, жесткий диск, на него наносится вся абсолютная информация, всех абсолютно перевоплощений, реинкарнаций, и в дальнейших воплощениях более праведные поступки, более верные шаги, если начинают доминировать у человека, то перевес добрых тел на этом жестком диске дает возможность переход уже на другие уровни развития, то есть на этом диске все занесено, как и позитив, так и негатив. Если позитив в нашем понимании начинает значительно доминировать в процентном соотношении, 2% на 98, тогда открываются врата между мири, и мы уже идем на новые уровни, ну и на этих уровнях, по сути будет все начинаться сначала, первый раз в первый класс, то есть для нашего земного мира, те уровни уже высшая точка развития, но когда мы на те уровни приходим, мы там опять будем обучаться, развиваться, чтоб снова подняться еще на более высшие уровни. Так, меня наверное не слышно, видите, тут наверное уже подключились другие силы, которые не дают возможность вещать, ну наверное многие увидели, давайте я покажу, вот справа красная полоска, скорее всего меня в эфире не видно, соединение счетом прервано, но мы пытаемся его восстановить, значит давайте на сегодня завершим, 30 минут мы прослушали, с 30 минут начнем в другой раз, и так в принципе объем информации очень большой, получился более двух часов, и я так понимаю, инфернальные сущности эти отключили от интернета, они возмутились, что я их вывожу на чистую воду, и всячески вердят и пакостят, поэтому будем сейчас перезагружаться, соединение повторно подключено, но все равно горит, что красным, в общем перезапуск трансляции, так как я перестраховался и у меня этот ролик будет в записи, надеюсь будет, сейчас я его буду заливать на ютуб, когда появится интернет, а в дальнейшем попробуем изучить полные версии и объем этих роликов пока все, а с вами был Вячеслав Котляров, спасибо, что слышали меня, слушали меня, всего вам доброго и до новых встреч в прямом эфире, пока-пока. субтитры и до